Книга вторая. Живущая свободной. Эльса и Львята. Глава первая. Эльса находит себе супруга. По наблюдениям Джорджа, брачный период Эльсы продолжался с 29 августа до 4 сентября 1959 года. Он быстро подсчитал, беременность длится 108 дней, значит, детеныши появятся между 15 и 21 декабря. Когда он вернулся в Исиола и рассказал о том, что видел, я готова была тотчас же отправиться одна в лагерь Эльсы, как бы она не ушла за своим супругом и не перестала нас признавать. Но когда мы наконец выбрались и приехали в лагерь, Эльса сидела, поджидая нас у подножия горы недалеко от дороги. Она была очень ласкова и очень голодна. Пока мы ставили палатки, Льв начал звать Эльсу. Всю ночь он ходил вокруг лагеря, а она оставалась в палатке у Джорджа, с аппетитом ела и не обращала никакого внимания на призывы супруга. На рассвете мы все еще слышали его голос, но уже издалека. Эльса провела в лагере два дня и ела так жадно, что первую половину дня ее все время клонило ко сну, и только под вечер она уходила за Джорджем на рыбную ловлю. Третью ночь она съела столько, что мы даже испугались за нее, но утром Эльса затрусила с нами в бурш, хотя ее живот чуть не влочился по земле. Буша мы выследили на двух шакалов, потом в стае цесарок. Конечно, всякий раз, когда Эльса приближалась, птицы улетали, тогда она садилась и облизывала лапы. Я шла впереди, но, заметив вдруг, медоеда остановилась. Это довольно редкое животное. Он стоял спиной ко мне и был так поглощен поисками съедобного в гнилом стволе поваренного дерева, что не заметил Эльсу. Зато она сразу увидела его и стала осторожно подкрадываться, пока не ощутилась совсем рядом. Казалось, еще секунда, и они столкнутся лбами, но тут медоед спохватился, шипя и царапаясь, он тотчас пошел вот так, куда так яростно, так храбро, что львица попятилась. Приклинуваясь за кочками, медоед отходил, но не просто отходил, а делал все новые и новые выпады. Так он и ушел невредимый. Эльса вернулась к нам обескураженная и озадаченная. На сытый желудок она охотилась только по тихи ради, а что за удовольствие играть с таким злюкой? Но этот случай подтвердил, что мы были правы, предположив однажды, давно еще, когда Эльса вернулась в прогулки, покусанная и поцарапанная, что на нее напал медоед. Нет, среди мелких зверей, другого такого отважного храбреца. На пути домой Эльса вернулась к нам и отчаянно озорничала, даже сбила меня с ног и прокатила по песку, когда я зазевалась. Ночью она спала перед моей палаткой, но под утро ее снова принялся звать супруг, и она ушла. Их голоса было легко различить. У Эльсы низкий, горловой, после первого ступитного рыканья, короткое ворчание, два-три отрывистых звука. У него не такой басистый голос, зато его ворчание состоит из десяти-двенадцати звука. Пока Эльса отсутствовала, мы свернули лагерь и уехали в Исиола, надеясь, что она вернулась к своему супругу. В эти дни Джорджа попросили взять на попечение слоненка, который свалился в колодец. Разумеется, он привез слоненка домой. Мы назвали малыша Пампа. Это было обаятельное создание, с лихвой вознаграждавшее нас за всех вопыты о нем, ведь одного молока ему требовалось в день около десяти литров. Редко удается вырастить слоненка, оставшегося без матери. Очень уж трудно найти замену слоновьему молоку, такой у него своеобразный состав. Мы давали Пампам и рыбий жир, и глюкозу, но все же я беспокоилась и почти не спускала с него глаз. Обслуживать двух зверей, живущих в двухстах сорока километров друг от друга, было далеко не просто. Совсем забросить Эльсу нельзя, а не следить за Пампой тоже нельзя, умрет. К счастью, моя подруга Дуан Джанг, которая очень любит животных и умеет с ними обращаться, вызвалась быть слоновьей няней, так что 10 октября мы снова поехали в лагерь Эльсы. Прошло три недели со временем предыдущей встречи. Через час после нашего прибытия Эльса приплыла с того берега. До сих пор она всегда оказывала нам восторженный пион, теперь же подошла ко мне не торопясь. Она не была голодна и вела себя на редкость степенно. Я погладила ее и заметила, что у Эльси какой-то особенно шелковистый мех, а четыре из пяти сосков сильно набохли. Все ясно, она беременна. Судя по всему, зачатие произошло с месяц тому назад. Считается, что беременная львица, пока ей трудно охотиться, помогает одна-две львицы, так сказать, тетушке. Они же участвуют в уходе за новорожденными. От супруга мало толку, да его подчас первой недели вообще не подпускают к малышам. У бедной Эльсы тетушек не было, и пришлось нам с Джорджем взять на себя эту роль. Мы обсудили, как ее кормить, чтобы она не подвергалась никаким опасностям во время беременности. Я должна была остаться в лагере и прожить там подольше. На ближайшем кордоне, километрах сорока от лагеря, мы решили завести стадо кос. Время от времени я буду забирать оттуда несколько штук на своем грузовике. Но он будет помогать мне, Македе охранять нас, Ибрагим водить машину, а тут исполнять обязанности слуги. Джордж обещал наведываться, как только позволят дела. Эльса, словно она поняла все, о чем мы говорили, вскочила на мою раскладушку, едва я ее поставила. Она явно считала, что это единственное подходящее место в ее состоянии, и прочно завладела моей кроватью. Мне не здоровилось. Утром я попросила отнести раскладушку в мой кабинет. Тотчас туда явилась Эльса и легла рядом со мной. Мне было неудобно. Немного погодя я сбросила ее на землю, она обиделась и ушла в камыши. Ну вот настал час вечерней прогулки. Я позвала Эльсу. Она пристально поглядела на меня, решительно подошла к кровати, скачила на нее, присела, подняла хвост и сделала нечто такое, чего прежде никогда себе не позволяла. Затем с довольно убедом спрыгнула и нашагала впереди меня в буш. Все ясно. Она отомстила. Но теперь, раздоры забыты, можно опять дружить. Я заметила, что она ступает медленно и обычно. Даже шум слонов поблизости не соблазнил ее пробежаться, она только насторожила уш. Ночь Эльса проспала в палатке Джорджа, совершенно равнодушная к зову льва, который бродил по соседству с лагием. Утром призывы продолжались. Мы повели Эльсу в ту сторону, откуда доносился голос льва, и нашли отпечатки лап не одного, а двух львов. Эльса заинтересовалась следами. Мы оставили ее и пошли домой. Вечером она не вернулась, но, к нашему удивлению, ночью опять совсем близко от лагеря ворчал лев. Утром мы определили по следам, что он был всего метров десяти от палаток. Эльса не появлялась. Чтобы расположить к ней чужих львов, Джордж застрелил антилопу и оставил им подарок. После этого мы возвратились из Сиола. Принятно было убедиться, что Пан почувствует себя хорошо, хотя его почти гудел все знаменитости. Слоненка осаждали гости. Меня это беспокоило, потому что звереныши обычно нервничают при виде чужих. Я подметила, что мой путь почитателей утомляет и раздражает слоненка. Когда мы оставались одни, он доверчиво прижимался ко мне своим неуклюжим сердцем и засыпал. Со мной он чувствовал себя в безопасности. Через две недели мы снова собрались проведать Эльсу. И он, Джагл, еще раз вызвалась присмотреть за Панпой, и тот встретил ее восторженным визгом. Уже стемнело, когда мы доехали до лагеря. Эльса появилась через несколько минут. Она сильно отощала и сголодалась. Шея у нее была изранена и искусана, а спина исполосована львиными когтями. Пока Эльса ела мясо, которое мы привезли, я промыла и смазывала ее раны. Она признательно лизнула меня и потерлась головой мою голову. Ночью мы слышали, как она потащила мясо к реке, перебралась с ним на другой берег, потом вернулась. Вскоре подали голос Бабуины. Им это звался из-за реки Лев. Эльса ответила ему нежным мяуканьем. Рано утром она попыталась пролезть сквозь плетеную калитку в колючей изгороди вокруг моей палатки, просунула туда голову и застряла. Дернулась несколько раз, сорвала калитку и явилась ко мне с этим ожерельем. Я немедленно освободила ее, но Эльса заметно нервничала и все сосала мой большой палец. Не смотря на голод, она не пошла охранять свою добычу, только внимательно прислушивалась к звукам, которые доносились оттуда, где лежала туша. Ее поведение озадачило нас, и Джордж решил проверить, что же произошло. Он нашел то место, где Эльса перетаскивала тушу через реку. По следам на другом берегу он определил, что какая-то другая львица у волокла потом мясо метров на четыреста, часть съела, остальное унесла на скалы неподалеку. Видимо, у нее там были детеныши, и Джордж не стал больше искать. Кроме следов львицы он увидел отпечатки лап самца, причем это не был супруг Эльсы. Судя по всему, льв не трогал мясо, только сопровождал львицу, не подходя к ней близко. Можно ли из этого заключить, что, хотя львы не очень-то пекутся о львицах, когда беременность и кормление львят мешают тем охотиться, но все-таки способны на жертву супруги? И действительно ли Эльса, голодная, израненная, сама нуждающаяся в тетушке, решила помочь кормящей матери? Об этом можно было только гадать. Эльсе становилось все тяжелее двигаться. Она часто ложилась на стол в моем кабинете. Я не могла понять, почему. Конечно, на столе было прохладнее, но ведь он куда? Жестче кровати или, скажем, песка. В последующие дни Эльса делила между своим супругом и мной. Ночью накануне нашего отъезда она наелась до отвала козлятины и пошла чуть не волоча живуть по земле к льву, который звал ее уже несколько часов. Мы воспользовались ее отсутствием, чтобы вернуться в Исиол. Меня потряс вид Пампа. Он страшно исхудал, кожа сморщилась, особенно вокруг глаз, на ногах упирали суставы. Джоан рассказала, что львенок вдруг стал пить гораздо меньше молока, всего литр-два в день вместо десяти. Он терся деснами обо все, что попало, и она подумала, что у него болят зубы. Один раз Пампа выпил всю воду из своего купального корыта и хотел повторить этот номер на другой день, но Джоан убрала корыта, потому что у слоненка началось расстройство желудка. Тогда он решил напиться из грязной лужи и после этого совсем расхворался. Джоан пригласил ветеринара. Тот посоветовал давать Пампу только глюкозу и чистую воду, прописал сульфа-гуанидин. Пампа слабел с каждым днем. Несмотря на все наши усилия, спасти его, слоненок все-таки умер. Умер очень тихо, преклонив ко мне голову. Он прожил у нас ровно месяц. Я расстроилась. Уж очень мил был этот малыш. Путье показало воспаление легких, да и кишечник был поражен. Мы просто не смогли бы спасти слоненка. Было самое жаркое время года. В такую сильную засуху местные жители обычно обходят район, который мы облюбовали для Эйсы, так как там вводится разновидность мухи ЦЦ, очень опасная для скота. Теперь они стали добиваться разрешения пригнать свои стада в заповедник. И пока шли переговоры, участили в случае браконьерства и патра. В десятых числах ноября мы снова отправились к Эльфию. По дороге километров 15 от лагеря мы приметили на деревьях множество грифов. Естественно, нам захотелось проверить, в чем дело, и мы обнаружили убитого слоненка чуть постарше Пампа. Он погиб израненной копьями. Мы подозревали Борона. По их обычаю, парни, чтобы завоевать восположение девушек, должны смочить копье кровью. Иначе говоря, доказать свою доблесть, убив опасного зверя. К сожалению, для этой цели годится даже кровь новорожденного, беззащитного детеныша. Близи лагеря Эльфия нам попалось множество следов коз и овец, а в нашем лагере была истоптана вся земля. Я с ужасом подумал о том, что может случиться с Эльфой, если она убьет хоть одну из коз, которые вкорблись ее угоди. Еще больше мы встревожились, когда нашли в воде реки крокодила, заколотого совсем недавно копьями охотников. Джордж послал объездчиков ловить браконьеров, а сам отправился вместе со мной искать Эльфу. Несколько часов бродили мы по бушу, звали ее, стеляли в воздух. Никакого ответа. Стемнело. Где-то около гниты, которую мы называли большими скалами, подал голос лев, но Эльфы не было слышно. Ракета у нас не оставалась, и мы могли пустить в ход только одно средство — сирена. Кстати, мы и раньше не раз вызывали таким способом Эльфу к лагере. На наш сигнал отозвался лев. По сигнале лесного опять его голос. Необычная перекличка продолжалась до тех пор, пока вдруг не появилась Эльфа. На радостях она сбила нас с ног. По ее мокрой шкуре мы поняли, что она была за рекой, а вовсе не там, где рычал лев. Выглядела Эльфа здоровой и сытой. На рассвете она ушла, но во второй половине дня, когда мы собрались на прогулку, явилось сно. Мы поднялись на большие скалы и посидели там любое закатом. Огненный шар солнца скрылся за синими холмами. Эльфа совсем сливалась с рожеватыми камнями, но когда начало темнеть и зашла луна, ее силуэт отчетливо вырисовывался на фоне неба. Мы сидели словно на огромном корабле, который бросил якорь среди пурпурно-серого моря буша с разбросанными кое-где гранитными островками. Величие, беспредельный покой, время будто остановилось, и я чувствовал себя, как на волшебном корабле, который из мира реального, скользнул мир, где ценности, созданные человеком, крупинка. Ничто. Невольно я протянула руку к сидящей рядом Эльфе. Это был ее мир, только она могла приоткрыть нам окошко навсегда потерянные нами рай. Я представила себе, как Эльфа на этой самой скале будет играть со своими малышами, а тихо-дикий лев, наверное, лежит где-то неподалеку. Эльфа повернулась на спину и крепко обняла меня. Я бережно положила ладонь пониже ее ребер, проверить, шевелится ли там что-нибудь живое, но Эльфа отодвинула мою руку точно, я проявила нескромность. У нее были очень грустные соски. Порогу возвращаться в лагерь под защиту колючей изгороди лампы ружей. Мы вынуждены остерегаться темноты, а для Эльфы в это время суток только начинается подлинная жизнь. И мы расстались, каждый ушел в свой мир. В лагере мы увидели браконьеров, которых поймали наши объездчики. Едва ли не первый долг старшего инспектора пресекать браконьерство, так как оно представляет серьезную угрозу для животных в заповедниках. Всю ночь и в следующий день Эльфа не появлялась. Мы не на шутку встревожили. Кругом пастухи со своими стадами. Под вечер мы пошли проведать ее. Под антик большим скалом я покричала, чтобы предупредить Эльфу, но ответа не последовало. Мы поднялись на седло, где отдыхали накануне вечером, и только тут другу слышали сердитое рычание. Потом внизу, в расщелине, затвищали кусты. Мы быстро изобрались на ближайший выступ. Совсем рядом послышался голос Эльфы. Затем мы увидели ее супруга. Он уходил в буш. Эльфа поглядела на нас, постояла в нелешительности и бросилась догонять льва. Они направились как раз туда, где несколько боронов пасли в свое стадо. Мы прождали почти до темноты, потом стали звать Эльфу. К нашему удивлению, она прибежала на зов и пошла с нами. Ночью она провела в лагере, но рано утром опять ушла. Оставив в лагере объездчиков, Джордж повез нарушителей Весеола. Среди буша обродили обившиеся от стадо козы и овцы, жалобно блеяли новорожденные ягнята. Объездчики помогали мне находиться, с малышей и доставлять их матерям. Вечером разразилась сильная гроза, верный признак приближения дождливой поры. Никогда я еще не встречала первую ливень с таким облегчением. Теперь бороны введут скот назад на свои пастбище, и Эльфа будет избавлена от соблазновой опасности. К счастью, скопление незнакомых людей в лагере пришлось Эльфе не по вкусу, и все эти последние беспокойные дни она провела за рекой, где не было никаких стад. Теперь дожди ежедневно поливали пересохшую землю. Кто не наблюдал сам, как меняется природа здесь с начала дождей, тот не может себе этого представить. Несколько дней назад нас окружали серые, сухие кусты, и только длинные белые кролички вносили некоторое разнообразие в их окраску. Теперь всюду была пышная тропическая зелень, и нещетло множество чудесных цветов, которые напалили воздух своим благоуханием. Как обычно, птицы-ткачи спешили использовать высокую, почти в рост человека траву. Они сооружали из нее гнезда на двух деревьях, под которыми стояли наши палатки. Птицы чувствовали себя здесь в полной безопасности, и каждое утро меня будило около шестисот пернатых строителей. Большинство птичек с желтой, с черной головкой, они ткут свои гнезда из травы. Но было также несколько пар красноголовых ткачей, эти делают гнезда из веточек. Обычно красноголовые держатся особняком, и я удивилась, увидев их в этой шумной компании. Одна красноголовая чета устроила себе гнездо как раз над входом в мою палатку. Черноголовые подвешивали сначала к ветке кольцо из травы, а потом клювами прикрепляли к нему травинки, переплетали их, завязывая сложные замысловатые узлы. При этом им приходилось висеть на ветке вниз головой и непрестанно взмахивать крыльями, чтобы удержать равновесие. Трудолюбивые ткачи неутомимо летали за строительным материалом. Но бывали случаи, когда ткач, вернувшись длинной травинкой в клюве, заставал в своем месте, как он бы клинчая. И на деревьях все время стоял такой гвалт, такое чириканье, что я удивлялась, как они успевают что-либо сделать. Однако дня через два или три строительство было закончено, а некоторое время спустя сотни яичных скорлупок усеяли землю, развещая, что на свет появились птенцы. Особенно прилежно родители трудились по утрам и вечерам, но они редко мы слышали их щебетания и после того, как зажигались наши лампы. В общем, совсем ничего. Одно только плохо. Хотя бои каждый день чистили палатки, они все равно постоянно были покрыты помятом. Как-то утром я нашла на земле птенца, который жалобным глазком звал маму. Я сторонно положила его ввалявшееся на земле гнездо и подвесила на ветку, надея, что мамаша позаботится о своем критливом отпрыске. Потом несчастные случая стали повторяться все чаще, и я развесила на граде несколько гнезд, в которые вселялась сирот. В каждой квартире было по одному, по два птенца. Стоило мне к ним подойти, как в тот час открывались треугольные желтые плювы, и раздавался требовательный крик. На мое счастье, наш лагерь подвергся нашествию муравьев, которые прячут свои жирные личинки в темных местах. Теперь не надо было ломать себе голову, как прокормить воспитанников. Я совала личинок пинцетом пасть птенцам. Тут только поспевай. Малыши так нетерпеливо тянулись за добавкой, что едва не вываливались из гнезд. Те из них, которые немного научили использовать сокрыльями, спускались на землю. Иногда приходилось брать птенца в руки и долго успокаивать его, прежде чем он начинал есть. Большинство удалось выкормить, хотя к некоторым я никак не могла найти подхода, и к моему великому огорчению они погибли. В лагере я особенно люблю вечера. Ровно стрекочут цикады, босят слоны, гудит буш, слышится резкий крик ночного животного. Вот над высокой травой появились широкие, до трех метров полосы зеленого света. Это вспыхивает, и гаснут тысячи светлячков. По нему и спрашиваешь себя, как они сообщаются между собой, если умеют так точно согласовывать свои вспышки, словно на всех и включают и выключают одно реле. Я часто проводила в лагере пору дождей, но никогда не видела такой великолепной иллюминации, как в этот раз. Вернулся Джордж и привез Эльси зебру. Для нее это было настоящее лакомство. Львица сразу прибежала на шум мотора, учуяла свою добычу и попыталась сама вытащить ее из лендровер. Но зебра оказалась чересчур тяжелой. Тогда Эльса подошла к боям и движением головы дала им понять, что нужно подсобить ей. Весело смеясь, они оттащили тяжелую тушу в сторонку и стали ждать, когда Эльса примется за угощение. К нашему удивлению, она не стала есть, хотя больше всего на свете любила мясо зебры. Вместо этого Эльса спустилась к реке и принялась громко рычать. Видимо, она приглашала на пир супруга. У львов так уж водится, хотя главные охотники вправе львицы, но они, добыв мясо, обязаны ждать, пока не насытится лев. На следующее утро, это было 22 ноября, Эльса пришла с того берега, подошла к зебре и стала рычать, повернувшись к скалистой гряде. Я заметила в нее на передней лапе глубокую рану, хотела продезинфицировать ее, но Эльса не далась. Наевшись до отвала, она пошла к скалам. Ночью восемь часов подряд шел дождь. Века превратилась в бушующий поток. Как нехорошо плавала Эльса, переправляться ей было бы опасно. Я обрадовалась, когда увидела утром, что она идет к лагерю со стороны больших скал. Раненая лапа у нее сильно распухла, и на этот раз Эльса позволила мне заняться лечением. Заметив, что Эльсе почему-то трудно отправлять естественные надобности, я исследовала ее прямую кишку и нашла кусок зебровой шкуры размером суповую тарелку и толщиной около сантиметра. Волос на ней не осталось, но шкуру львица не смогла переварить. Дикие животные обладают поразительной способностью без вреда для кишечника избавляться от неудобно варимых предметов. Несколько дней Эльса делила свое время между нами и супругом. Из очередного объезда Джордж привез для Эльсы козла. Обычно она волокла добычу в его палатку, видимо, для того, чтобы не сторожить ее. На этот раз Эльса оставила тушу рядом с линдровером, так что ее не было видно из палаток. Ночью пришел супруг и, как следует, закусил. Может быть, она на это и рассчитывала? На следующий день мы положили для него мясо подальше от лагеря, а то еще явится прямо к нам. Вскоре после наступления темноты мы слышали, как лев уволакивает тушу. Утром Эльса отправилась к нему. Мне оказалось в затруднительном положении, но хотелось помогать Эльсе постоянно подкармливать ее, ведь беременность все больше мешала ей охотиться. Но оставаться слишком долго в лагере значило нести разлад ее отношения с супругом. Он был праве возмущаться. А впрочем, так ли уж он настроен против нас? Нам почему-то казалось, что нет. Думаю, мы не ошибались. За эти полгода, мы хотя и не видели его, часто слышали знакомые голоса, отпечатки лап подтверждали, что он не бросает Эльсу. Лев избегал попадаться нам на глаза. Правда, со временем он становился все смелее, но соблюдал условия негласного перемирия. Он узнал наш распорядок так же хорошо, как мы его. Лев разрешал Эльсу навещать нас. Мы считали, что за это его можно иногда и угостить. И так мы заглушили голос совести и остались в лагере. Как-то во время вечерней прогулки в Бушу мы подошли с Эльсой к огромному камню с трещиной. Эльса потянула воздух, сделал гримасу и остановилась, отказываясь идти дальше. И с трещиной донеслось шипение. Змея? Жож пиготал ружье? Но тут высунула широкая голова ворана. А вот он и весь мылез на руне, да какой здоровенный! Около полутора метров! Еще и надулся для устрашения. Длинный, раздвоенный, на конце язык нервно извивался, а хвост так мистово колотила камень, что Эльса отступила. Наблюдая за ними с безопасного расстояния, я восхищалась мужеством Нептилии. Ее единственным оружием была устрашающая внешность, да хвост которой она набила, словно крокодил. И однако воран предпочел выйти и встретить опасность лицом к лицу, чем оказаться в ловушке. По пути домой мы поднялись на любимую скалу Эльсы и сфотографировали ее. Она отлично позировала, пока не услышала снизу голос супруга. Прямо по скале она спустилась в крутую расщелину. Я удивлялась, как Эльса в ее положении не сорвется с почти отверстной стенки. Потом в течение нескольких дней мы редко видели с Эльси, зато часто слышали рычание ее супруга и видели отпечатки его лап, так что можно было не волноваться. Под вечер пивого декабря Эльса пришла в Нагерь. Дойдя с нами до лужи дождевой воды, она легла у ее края, а я села рядом и стала бить мух-цеце. На закате они здорово жалят. Свежие следы вокруг лужи были моей лесной газеты. Вдруг Джордж тихонько свистнул. Я подняла голову и увидела два десятка буйволов, направляющихся на водопой. Смешли телята. Эльса устремила пристальный взгляд на стадо, вся подобралась, положила голову на передние лапы и ринулась на буйволец. Земля загудела от опыта, затрещали кусты. Стадо обратилось в бегство. Мы побежали следом и настигли Эльсу. Она тяжело дышала и из зарослей доносила сердитое фырканье. Буйволицы опомнились от испуга и приготовились дать отпор. Миг и несколько разъяренных мамаш перешли в контратаку. Эльса сообразила, что поединок ей не под силу, и отошла к нам. Потом она все время делала короткие выпады, но тот черт же возвращался. Подпустив стадо метров на пятнадцатый, Джордж и Македа принялись кричать и махать руками. Буйволицы были немало задачи на этим странным спектаклях. Они решительно потоптались на месте, наконец повернули и ушли. Выждав немного ушли, мы внимательно следя, не ждет ли нас засада. С буйволами шутки плохи. На следующее утро Джорджу надо было уезжать. Я оставалась в лагере. Эльса три дня провела со мною, хотя супруг все время звал ее. Как-то вечером она вдруг насторожилась, посмотрела в сторону реки, но мига цепенела и бросилась кусты. Бабуиной поднялись страшный гвалт, пока рычание Эльсы не заставило их смолкнуть. А затем послышалось рыканье ее супруга. Он был в каких-нибудь пятидесяти метрах от нас. Казалось, земля гудит от его могучего голоса. С другой стороны ему ответила Эльса. Сидя между ними, я уже стала побаиваться, как бы возлюбленная пара не явилась в мою палатку. Мне нечем было угостить их. Ну, кажется, накричались до хрипоты. Ворчание стихло. Теперь только жужжание насекомых доносилось из буши. Я очень обрадовалась, когда на следующий день Джордж привез Эльси козу. В пору дождей воздух бывает очень влажный, и мясо быстро портится, даже двух дней не лежит. Чтобы подольше сохранить Эльсин паек, мы придумали своего рода холодильник. Обертывали мясо листьями, чтобы мухи не могли откладывать на нем яички, и подвешивали под тенистым деревом полуметрия земли. Дерево это стояло недалеко от обители варана, где кроме взрослого хозяина жил еще совсем юный варанчик, который только что сменил кожу. Утром, направляясь в кабинет, я увидела старшего. Он жадно глядел на недосягаемый кусок мяса. Примятия в меня он поспешно вступил, но потом послышался шелест и появился младший варан. Я не двигалась, и вскоре варанчик очутился в каком-нибудь медленном. Убедившись, что я безобидное существо, он вернулся домой. Тогда старик, который явно посылал молодого на разведку, снова приблизился к заманчивому дереву. Он долго сидел под мясом, примиряясь, и вдруг подпрыгнул. Промах! Прыгнул еще раз, затем еще, еще. И, наконец, цепился в мясо челюстями и потянулся. Я дала ему закусить как следует, потом хлопнула вадошь. Варан шлепнулся на землю. Вид у него был потешный. Из пасти с обеих сторон торчали куски мяса. Но он не обратился в бегство, а устался на меня, точно решил загипнотизировать. Я стояла неподвижно, и старик успокоился. Не сводя с меня глаз, он торопливо проглотил добытые куски и просто после этого побрел, восвоясь. Глава вторая. Рождение львят. Близилась середина декабря, и мы со дня на день ждали появления у Эльсы детенышей. Она так отяжелела, что казалось, малейшее движение требует от нее больших усилий. Жили Эльсы нормальной жизнью, она, несомненно, делала бы разминку, поэтому и всячески старалась вытащить ее на прогулку. Однако она предпочитала держаться поближе к палаткам. Мы все пытались угадать, какое место Эльса влюбует для родов. Уж не родятся ли львяты в нашей палатке, которую она привыкла считать самым безопасным логом? Мы приготовили бутылочку с соской, запасли сгущенного молока, глюкозы. Я без конца читала книги и брошюры о родах и осложнениях у животных. Мне никогда не приходилось быть повитухой, поэтому я сильно волновалась и, естественно, советовала с ветеринаром. Чтобы установить хотя бы примерно срок беременности, я осторожно прикладывала руку к животу Эльсы. На движение никакого не чувствовалось, и я уж думала, что мы ошиблись. Река сильно развелась, и мы с Жоржем решили посмотреть на водопады. В эту пору они великолепны. Эльса с крыши лембровера проводила нас сонным взглядом. Пробираясь через густой буш, я жалела, что она не захотела пойти с нами. Некому будет предупредить нас о приближении буйволов и слонов. Судя по помету, эти великаны могли встретиться нам в любой миг. Водопады производили внушительное впечатление. Пенные струи с ревом чались через камни. Мрачной тесними кружились бурные водовороты. На обратном пути, как только стих гул воды, я услышала знакомую охлак-хлак. Эльса трусила нам навстречу со всей скоростью, на какую она теперь была способна. Ее облепили мухи ЦЦ, но она сначала нежно поприветствовала нас, и только после этого стала кататься по земле, чтобы избавиться от своих мучительниц. Как нетрудно ей было ходить, она все же отыскала нас. А ведь супруг всю ночь до девяти утра звал ее, но она не пошла к нему. Меня это очень тронуло. Ее привязанность радовала меня. Но, с другой стороны, надо было считаться с тем, что льву может надоесть такое соперничество. Мы слишком долго искали ей супруга, и нельзя допускать, чтобы он бросил ее из-за нас. Львята должны вырасти дикими, значит, им нужен отец. И мы решили уехать дня на три. Конечно, это было рискованно. Друг начнутся роды, и Эльсе понадобится наша помощь. Но ведь еще хуже, если львы уйдет. 16 декабря мы вернулись. Эльса ждала нас и была очень голодна. Два последующих дня она провела в лагере. Шли грозовые дожди, и, возможно, поэтому ей не хотелось оставлять убежище. Правда, Эльса зачем-то несколько раз ходила к большим скалам, но в тот час возвращалась обратно. Ела она невероятно много. Видимо, съедала спрок. Вечером 17 декабря Эльса уже затемно пробралась сквозь колючую изгородь и всю ночь провела в моей палатке на полу возле кровати. Это было не совсем обычно, и я решила, что подходит ее срок. На следующий день она вместе со мной и Джорджем пошла на прогулку. По всему было видно, что ей тяжело. Она то и дело присаживалась, чтобы отдышаться. Тогда мы повернули обратно и направились домой, стараясь идти помедленнее. Вдруг Эльса свернула в буш и двинулась к большим скалам. Ночью рвица не вернулась, а утром мы услышали, как она тихонько зовет нас. Может быть, уже родила? Мы пошли по ее следу, но в высокой траве у самой гряды потеряли его. Долго мы искали Эсу. Однако гряда достаточно велика, около полутора километров в длину, и нам не удалось ее найти. Позднее мы снова вышли из лагеря, и на этот раз возглядели Эльсу в бинокль. Она стояла на больших скалах, и по всему было видно, что еще не разродилась. Мы поднялись на гряду. Эльса лежала у огромного камня, который прикрывает глубокую расщелину в скале. Маленькая зеленая лужайка, невысокое деревце, место уютное. Эльса давно его облюбовала. Что ж тут будет отличное детское, ведь расщелина образует надежно защищенное сухое убежище. Мы не стали навязывать Эльсе свое общество, но она сама подошла к нам. Было видно, что передвигается она с большим трудом и страдает от боли. Эльса нежно приветствовала нас, хотя, судя по капелькам крови, у нее уже начались схватки. Потом она прошла к македо и то-то, которые стояли по отдаль, потерлась головой об их ноги и села. Я хотела подойти к ней, но она встала, отступила к краю скалы и остановилась там, глядя в другую сторону, словно нарочно выбрала это опасное место, чтобы никто не пошел за ней. Несколько раз она возвращалась ко мне, терлась головой и мою голову, и, наконец, решительно направилась к тому месту, где мы застали ее в самом начале. Все ясно, она просит оставить ее в покое. Мы ушли и около получаса наблюдали за ней в бинокле. Эльса каталась по земле, облизывала себя, мяукала, а затем осторожно спустилась по скале и исчезла в кустах. Мы ничем не могли ей помочь, поэтому решили возвратиться в лагерь. Когда стемнело, до нас донесся голос ее супруга, но ему никто не ответил. Я почти всю ночь не спала, думала об Эльсе, а тут еще под утро полил дождь, хоть бы скале рассвело. С раннего утра мы с Джорджем отправились в путь, шли сначала по следу льва. Он приходил к самому лагерю, волок козу, которая Эльса не касалась уже дня три, и съел ее в буши. А после этого направился к гриде, примерно туда, где мы накануне видели Эльс. Как нам поступить? Излишнее любопытство могло бы оказаться роковым для львят. Львицы в неволе иногда пожирают своих детенышей, если их потревожат сразу после родов. И ведь не исключено, что отец ходит где-то поблизости. Мы решили прекратить поиски. Джордж отправился на охоту и подстрелил для Эльсы и ее супруга крупного водяного козла. А я тем временем поднялась на большие скалы и просидела там около часа, ловя звуки, которые позволили бы угадать, где Эльса. Но ничего не было слышно. Наконец я не выдержала и стала звать ее. Никакого ответа. Уж не погибла ли она? Может быть, следы льва приведут на скальсе? Мы изобновили поиски. Отпечатки лад пили к сухому руслу по соседству с гридой. Здесь мы оставили антивоку, рассчитывая, что лев придет за нее и тем самым поможет нам выследить Эльсу. Ночью его рычание доносилось издалека, поэтому мы очень удивились, найдя утром его следы у самбо-лаги. Лежавшую здесь козлятину лев не тронул, зато отыскал антивопу, которую мы оставили для него у гриды, и протащил ее почти с километра через овраги, острые камни, густой кустарник. Мы не стали мешать ему и снова отправились искать следы Эльсы. Все было напрасно. Тогда мы вернулись в лагерь, чтобы позавтракать, и вскоре рассмотрели в бинокль стаи грифов на деревьях в том месте, где, как мы думали, лев закусывал антивопы. Предполагая, что он уже настретился, мы пошли туда. Грифы сидели на каждом дереве, каждом кусте, не сводя глаз туши, лежавшей посреди сухого русла. Вниз они не спускались. Видимо, лев был неподалеку и караулил свою добычу. Странно, антивопа как будто не тронута. Может быть, Эльса где-нибудь здесь поблизости, и мучтивый супруг тащил этот тяжелый груз для нее? Продолжать поиски было бы неразумно, и мы вернулись в лагерь. А после ленча Джордж, Македа, Тото и я опять направились к грузу. Грифы по-прежнему сидели на деревьях. Мы сделали клюк и стали медленно приближаться против ветра. Только миновали куст, свесивший свои густые ветви над широкой ложбиной, как мы вдруг обладели какое-то странное беспокойство. Обернувшись, я увидела, что тот толк, который шел последним, пристально смотрит на куст. Раздалось грозное речание, зашумели ветки, и все стихло, лев ушел. Мы проходили всего в двух метрах от него. Наверное, мне от того и было не по себе, что лен наблюдал за нами. Когда тот толк остановился, чтобы проверить, кто там притаился, лен не выдержал и отступил. Тот он встретился с ним взглядом, а потом увидел, как его могучее тело исчезает в расчелень. Похоже, нам повезло. Мы разложили мясо в трех разных местах и поспешили домой, чтобы нас не застигла ночь. Как только на село мы совершили обход, гилья мы сожрали все, что предназначалось львам. У реки нам попались отпечатки у нас супруга Эльсы, но ее следов нигде не было. Все лыжи давно высохли. Утолить жажду она могла только в реке, поэтому отсутствие следов нас тревожило. В конце концов, мы все-таки отыскали какие-то отпечатки рядом с тем местом, где видели Эльсу в последний раз. Однако полной уверенности, что это ее следы не было. Мы тщательно обследовали подножие больших скал, но все впустую. Грифы уже улетели, и теперь не на что было ориентироваться. Мы снова разложили мясо возле грибы и неподалеку от лагеря. На следующее утро мы обнаружили, что супруг Эльсы уволок часть мяса в кабинет и съел его там. Остальное досталось гигиену. Прошло четыре дня с тех пор, как мы потеряли Эльсу, а не ела она уже седьмой день, если только лев не поделился с нею антилопой. Мы предполагали, что она родила ночь на 20 декабря. Не случайно лев, который не показывался много дней, вернулся как раз в ту ночь, и с тех пор держался поблизости от грибы, что было для него необычно. В сообщенник Жош отправился за козлом, а я продолжала бесплодные поиски, звала Эльсу и не получала ответ. С тяжелым сердцем принялась я украшать нашу елочку. В прежние годы мне приходилось изощряться. Иногда вместо елки я украшала небольшую эфорби, увешивая ее симметричные ветки и мишурой и втыкая мясистые стебли свечи. Иногда елку заменял цветущий алоэ или же молоденький баланитес, очень нарядное растение, на шипах которого удобно развешивать украшения. А когда под рукой ничего не было, я просто насыпала в миску песок и втыкала в него свечи и зелень, какую только удавалось найти в нашей полупустыне. На этот раз у меня была самая настоящая елочка с полным набором блестящих украшений и свечей. Я поставила ее на столе перед палатками, которые украсила цветами и листвой. Затем достала подарки, купленные для Джорджа, Македона, Руи, Ибрахима, Тото и повара, а для боя приготовила конверты с деньгами, нарисовав на них львовые веточки. На угощение им я принесла финики, сгущенное молоко и пачки сигарет. К тому времени, как я надела платье, стемнело, и можно было зажигать свечи. Я позвала мужчин, они принарядились по случаю праздника и смущенно улыбались. Большинство из них никогда не видели настоящей рождественской елки. Да я и сама расстроилась, глядя на маленькая девица, сверкающая во тне посреди ночного буша. Чтобы гости освоились, я рассказала им об европейском обычае отмечать Рождество елкой. Все получили свои подарки, потом мы прокричали здравиться в честь Эльсы. У меня сжалась горло, сживали она. Я попросила повара поскорее принести пудинг, который мы привезли из Иссиола, полить его бренди и поджечь. Увы, голубых огоньков не получилось. Повар все перепутал и утопил пудинг в любимом соусе Джорджа. Впрочем, рождественский обидный удался не только у нас. На случай появления Эльса мы запасли козу, которую подвесили на дереве повыше от наглых разбойников. А когда легли спать, то услышали, как супруг Эльсы ворчит, кряхтит и выделывает всевозможные трюки. Он долго пытался достать мясо, да так и ушел, не солоно хлебавши. Рождественским утроем мы отправились на розыски Эльсы. После дон льва пересекли реку, потом прочесали буш вокруг того места, куда он уволок водяного козла. После нескольких часов бесплодных поисков мы вернулись в лагерь завтракать. Недалеко от палаты Джордж застрелил сирепую когу. И днем мы еще раз сходили грядья. Что-то нам подсказывало, что если Эльса еще жива, она должна быть там. Мы продирали сквозь кустарники, а я не пропускала ни одной расщелины. Душа я побаивала, что вот сейчас увижу мертвую Эльсу, скрытую чаще от грифов. Мы в конец измотались и сели в тени под утесом, раздумывая, что бы такое могло приключиться с нею. Но мы и македы тоже пригорели. Чтобы подбодрить самих себя, мы вспоминали, что собаки первые пять-шесть дней не отходят от щенят, согревают их, комят, растирают им животы, чтобы наладить пищеварение. Наверное, и у Эльсы немало забот. Да, но ведь какие-то следы должны же быть. Те же собаки даже в самую ответственную пору находят время проведать своих хозяев. До родов Эльса была так сильно привязана к нам, сильнее, чем к своему супругу, сомнительно, что бы появление детенышей заставило ее совсем одичать. И мне все казалось, что случилась беда. Близился час праздничного обеда. Мы вернулись в лагерь и сели за стол. Настроение всех было мрачное. Вдруг что-то быстро мелькнуло у нас перед глазами, и не успела я сообразить, что происходит, как невесть откуда взявшаяся Эльса смахнула все со стола и принялась валить нас на землю, садиться на каждого по очереди, всячески выражая свою радость и любовь. Так же больно приветствовала она и Боев. Живот Эльсы опал. Она выглядела веселой и здоровой. Вот только соски очень маленькие, на вид пустые, вокруг каждого темно-красное кольцо диаметром около пяти сантиметров. Я осторожно сдавила один сосок, молока не было. Эльса получала немного мяса и тотчас съела его, и мы пытались решить множество вопросов. Почему Эльса прибежала в самую жаркую пору дня? Обычно в эти часы ее с места не сдвинешь. Может быть, она намеренно выбрала такое время, когда хищники не охотятся, и можно без риска оставить детенышей одних? Или услышала выстрел, когда Джордж убил змею и приняла его за сигнал? Чем объяснить, что у нее такие маленькие пустые соски? Тем, что она только что кормила львят? Но это не объясняет, почему молочные железы Эльсы, которые во время бенеменности так сильно набухли, теперь стали нормальными. Может быть, львята погибли? И что бы то ни было, почему Эльса целых пять дней не приходила за едой? Насытившись и напившись воды, Эльса нежно потерлась головой о нашей колени и отправилась к реке. Выбрав себе место на берегу, метрах тридцати ниже по течению, она легла спать. Мы оставили ее одну, чтобы не мешать. Когда я попозже пришла туда, Эльсы уже не было. Мы отправились по ее следу. Он привел нас к гряде, мы потом и потеряли его, и вернулись в лагерь, так и не узнав ничего о львятах. Но теперь все-таки у нас было спокойнее на душе. Ночью за рекой начинала и супруг, но Эльса не отозвалась. А мы все больше тревожились за малышей. Если они живы, чем же она кормит их? Ведь у нее пустые соски. Ладно, будем надеяться, что красное кольцо приведет к тому, что львята очень энергично сосали. Все же тревога не покидала нас. В зоопарках нам не раз говорили, что у прирученных львиц часто рождаются нежизнеспособные детеныши. Погибла же одна из сестер Эльсы. Нет, во что бы то ни стало, можно выяснить, что с ольвятами. Может быть, их надо спасать. С наступлением утра мы принялись за розыски. Искали пять часов, но не нашли никаких признаков детской. После ленча поиски продолжались и снова в пустую. Пробираясь сквозь заросли, Джордж едва не наступил на очень крупную африканскую гадюку, однако ему удалось убить ее прежде, чем она его укусила. А через полчаса из лагеря донесся сигнальный выстрел. Ибрасим давал знать, что пришла Эльса. Эльса, очевидно, она услышала выстрел, когда Джордж расправлялся со змеей. Эльса встретила нас очень радостно. Мы же опять тревожились, увидев, что соски у нее по-прежнему маленькие и пустые. Правда, Ибрахим заверил нас, что, когда она пришла, они были полны и болтались почти до земли. Он рассказал также, что Эльса очень странно вела себя. Она сердито набросилась на него, когда он пошел на кухню за ружью. Эльса, видимо, решила, что он собирается идти к львятам. А когда Ибрахим спустился в кабине за мясом, которое было там подвешено в тени, Эльса не подпустила его. В конце концов, она собралась на крышу лендровя. Тут-то Ибрахим и заметил, что ее соски опали. По его словам, она тянула их, как верблюдицы или коровы, которые тоже сберегают молоко этим способом. Если владельцу понадобится молоко, он привязывает верблюдицу к дереву и накладывает на вымя жгуты, которые вызывают прилив крови к мышцам. Они расслабляются, и тогда можно доить. Может быть, и спрям львица способна втягивать соски, скажем, во время охоты, и не только потому, что набухшие соски не мешает, но их еще можно повредить и колечки. Пока мы пытались разобраться во всем этом, Эльса, основательно подзакусив, беспокойно легла отдыхать, точно не собиралась возвращаться к своим детенышам. Как же так? Уже темнеет, в это время особенно опасно оставлять львят одних. Чтобы заставить ее вернуться, мы прошли немного вдоль тропы, по которой она прибежала. Эльса неохотно затрусилась рядом, стараясь по звукам определить, что происходит у гряды, но вскоре повернула обратно в лагерь. Может быть, она боится выдать нам, где спрятан детеныш. А Эльса принялась за припасенное для нее мясо и, только уничтожив все до последнего кусочка, исчезла во мраке. Похоже, она нарочно дожидалась темноты, опасаясь, как бы мы не пошли за ней. Теперь мы уже не сомневались, что она заботится о своих малышах. Все же, памятуя слова зоологов, хотелось бы увидеть их своими глазами и убедиться, что они здоровы. Перед отъездом до Сиона мы еще раз все основательно обыскали, но так и не нашли логова. До Сиона мы провели три последних дня декабря, затем снова вернулись в лагерь. По дороге чуть не столкнулись с двумя носорогами, а потом встретили небольшое стадо слонов. Мы попытались проскочить мимо них, надеясь, что они не обратят на нас внимания, но вожак расхердился и долго гонялся за машиной. Слонов я всегда боялась, и мне было не по себе во время этой гонки. Недалеко от лагеря мы посигнали, чтобы предупредить Эльсу, и когда подъехали к большим скалам, она уже сидела на большом камне в дороге и ждала нас. Эльса быстро вскочила в кузов, а потом перебралась на прицеп, где лежала коза для нее. Давно я не видела ее такой голодной. И опять ее соски были маленькие, пустые. Я тщательно пыталась выдавить из них хоть каплю молока. Что-то не так. А Эльса, как ни в чем не бывало, ела, вскакивала на лендровер, с лендровера прыгала на землю. Вот уже восьмой час пошел, как она станет в лагере. Мы забеспокоились. Может, львята уже погибли, и ей не за кем больше присматривать. Ушла она только в два часа ночи. С утра пораньше мы отправились по ее следу к большим скалам. У самой гряды было местечко, которое могло служить идеальным убежищем для львец и сольвят. Огромные камни и почти непроходимые заросли надежно укрывали этот клочок. Мы вскарапкались на самый высокий камень и попытались его осмотреть как следует логово. Отпечатков вот не было. Но другие признаки позволяли предположить, что какой-то зверь пользовался этим убежищем. Поблизости мы увидели старые пятна крови. Может быть, именно тут происходили роды? Ведь это совсем близко от того места, где мы видели Эльсу во время схвата. Но мы уже проходили тут недавно, разыскивая ее. Не верится, чтобы Эльса, прячаясь здесь сольвятами, никак не выдала себе. Мы с полчаса звали ее. И вдруг, словно для того, чтобы опровергнуть все наши догадки, Эльсы вышли из кустов всего в двадцати метрах от нас. Вид у нее был очень недовольный. Не сходя с места, она пристально смотрела на нас, точнее давая понять, что ближе подходить не надо. Видимо, мы очутились так близко от детской, что Эльса предпочла выйти и остановить нас. Наконец она подошла, приваскалась ко мне, Джорджу, Македо и то-то, но делала все это молча, не издавая ни звука. К своей радости я увидела, что соски нет двое для необычного, а шерсть вокруг важная. Она не спеша вернулась к кусту, и минут пять постояла спиной к нам, внимательно слушая, что происходит чаще. Потом села, по-прежнему спиной к нам, точно хотела сказать, отсюда начинается мой мир, в него вам хода нет. Это было красновечивее любых слов и сделано с большим достоинством. Стараясь не шуметь, мы отступили, сделали круг, поднялись на большие скалы и посмотрели оттуда вниз. Эльса сидела все на том же месте, видимо, она учуяла нас, разгадала нашу затею и твердо решила не бедовать своего лога. Да, как ни близки мы с Эльсой, нам еще не все известно о палатках диких дверей. И мне стало смешно при мысли о том, как мы готовились на тот случай, если Эльса будет рожать в палатке, как обольщаясь мыслью, то, что с нами она чувствует себя наибольшей безопасностью. Хотя все следы, которые мы увидели за эти дни, вели к подножию гряду, вполне возможно, что льята появились на свете не здесь, а метров тридцать сели отсюда, в логове под камнем, а уже потом мать перенесла их теперь из-за убежища. Если это так, переселение, скорее всего, состоялось после окончания ливней, ведь новое прибежище не защищало от дождя, а вообще-то здесь было отлично детское. Мы решили, что к чувствам Эльсы нужно отнестись к почтениям и не разыскивать больше малышей, пока она сама их не приведет, а она их, конечно, приведет. Я поживу в лагере позабочить о ее питании, чтобы Эльсе не надо было ходить на охоту и на дом доставлять детенышей без присмотра. Мы будем доставлять ей мясо поближе к лобру. В тот же день мы подъехали на машине к самому ее убежищу, ведь Эльса привыкла связывать бы мотора с нами едой. Еще на ходу мы принялись кричать «Майджи, шукула, няма!» На языке «суахили» это означает «вода, пища, мясо». Знакомые Эльсе слова. Она явилась в тот час, ласково встретила нас и с жадностью стала есть. Мы рыли в землю таз, налили воды, и пока она пила, уехали. Заслышавшим мотора, Эльса подняла голову, но не пошла за нами. На следующее утро мы опять отвезли ее еду, но Эльса к нам не вышла. Не появилась она и позже, когда мы приехали еще раз, а ночью совсем близко к нашему лагерю подходил чужой лев и забрал остатки мяса. После завтрака мы по отпечаткам его лад дошли до больших скал. По следам можно было определить, что здесь к нему присоединился еще один лев. Мы надеялись, что Эльса разделяла их общество, может быть, даже они ей помогли по хозяйству. Мы отправились к реке, чтобы проверить, не побывала ли она там. На берегу следов не было, однако вскоре Джордж, отправившись за другой козой, встретил Эльсу недалеко от ее логова. Она явно хотела пить, но алюминиевый таз куда-то исчез. Ушли и выли, утащили его. Вернувшись с мясом, Джордж накормил Эльсу. Судя по ее аппетиту, вряд ли чужаки делились с ней. Под вечер Джордж уехал до Сеолы. Эльса погостила у меня в лагере, а потом я увидела, как она проскользнула в буш и пошла за нею. Но это Эльса не устраивала. Учуя меня, она для вида стала тащить когти о ствол дерева, а когда я повернулась к ней спиной, она подбежала и поварила меня на землю. Вот себе, не подглядывай. Теперь я сделала вид, будто всего-навсего хотела принести ей мясо. Она приняла мое извинение, вернула со мной в лагерь и поела еще. После этого Эльса уже не пошла к львятам, а стала ждать темноты. Только уверившись, что я не последую за ней, она покинула лагерь. В последующие дни я продолжала класть мясо поблизости от того места, где, как мы предполагали, находились львята. Если я при этом встречала Эльсу, она делала все, чтобы я не проведала о логове. Стараясь сбить меня с толку, она часто возвращалась по собственным следам. Раз, проходя под вечер мимо больших скал, я увидела там какое-то необычное животное. Уже было довольно темно, и зверь показался мне чем-то средним между гиеной и небольшим львом. «Примите в меня!» Он по-кошачьи скрылся. Наверное, пронюхал, где убежище львят, подумал я с тревогой. Немного погодя, я доставила мясо на обычное место. Эльса тотчас же прибежала на мой зов. Она держалась очень настороженно, и то-то встретила неприветливо. Когда я уходила, она еще ела на крыше грузовика, куда мы помещали вечером ее обед, чтобы другие животные не добрались до него. Даже те, кому это под силу, ряда решатся вскочить на этот незнакомый предмет. Я была в нерешительности. Если класть мясо поблизости от логова эльсы, есть риск приманить туда других животных. А если кормить эльсу в лагере, ребят могут убить, пока она у нас. Ни то, ни другое мне не нравилось. Но я все же решила возить мясо к логову. Когда вечером следующего дня я пришла туда, то услышала по соседству рычание нескольких львов. Эльса заметно нервничала и изнывала от жажды. Тогда я решила, несмотря на возмущение, эльсы выяснить, сколько же у нее львят, и как они себя чувствуют. Вдруг придется срочно выручать. Однако я допустила непростительный промах. 11 января, оставив объездчика с ружьем на дороге, я вместе с Туто, которого эльса отлично знала, поднялась на скалу. При этом я все время откликала эльсу, чтобы она знала, что это мы. Львица не отвечала. Я попросила Туто с ней с сандалией и идти бесшумно. Мы подошли к самому краю скалы и стали в бинокль просматривать кусты внизу. То место, где эльса выходила из кустов и просила нас уйти, оказалось как раз под нами. Эльсы теперь там не было, но по всему видно, что это детская. Хотя все мое внимание было направлено туда, я вдруг почувствовала неланное, опустила бинокль, повернулась и увидела, что кто-то сзади подкрадывается эльса. Но успела я крикнуть ему, чтобы он остерегся, как она сбила его с ног. Эльса подкралась беззвучно, и если кто-то не полетел с обрыва, то лишь благодаря тому, что был босиком и сумел зацепиться за каменными ногами. Эльса повалила и меня без всякой злобы, но все же было очевидно, что она недовольна нашим вторжением. Потом она медленно взбивалась вдоль гребня, поминутно оглядываясь, чтобы проверить, идем ли мы за нею, молча отвела на здание конец гряды и спустилась в буш. Здесь эльса прибавила ходу, но продолжала следить за тем, чтобы мы не остались. Доконец она вызвала нас к дороге, старая сетя окольным путем подальше от львя. За все это время она не издала ни звука, то ли не хотела пугать детенышей, то ли боялась, что они выйдут на ее голову. Обычно когда мы гуляем вместе, я иногда похлопываю эльсу, ей это нравится. На этот раз она не позволяла мне прикасаться к ней, и она двусмысленно показывала, что я провинилась. Даже в лагере, сидя на крыше лендровера и поедая мясо, она отворачиваясь, если я подходила близко. При этом Эльса шла только после наступления темноты. Джордж вернулся из веселого и снимил меня. Эльса ясно дала понять, что я больше не смогу выслеживать ее, но с Джорджем у нее пока не было никаких недоразумений, поэтому он чувствовал себя свободнее. Я сгорал от любопытства. Мне хотелось, чтобы и Джордж поступил нетактично. Для меня это было бы выгодно. Глава третья. Мы знакомимся с альятами. И вот как-то раз я была в это время в Сеола, полутора ста километрах от лагеря Эльс, Джордж осторожно стараясь не шуметь поднялся на большие скалы и выглянул из-за греха. Низой он увидел Эльсу и с ней двух малышей, которых она кормила. Ее голова была скрыта залистом скалы, поэтому Джордж был уверен, что она не замесила. Мы приведли в лагерь большой запас коз, чтобы Эльсе не надо было ходить на охоту, оставляя тебя без присмотра. Джордж вернулся в лагерь, забрал там козью тушу, поместил ее поблизости от логова и стал ждать, что до сих пор она поедала все, что ей приносили, а сегодня не выходит кле. Неужели все-таки почувно, что Джордж шпионил за ней? На следующий день Эльса не пришла в лагерь, и он уже чувствовал себя виноватым. Но вечером, когда стемнело, она появилась, причем была до того голодна, что снизошла до мяса антилопы Дик-Дик, которая обычно притирала. Ему просто не удалось раздобыть ничего другого, а я приехала несколько дней, захватив по пути новую запаску. Конечно, добрые новости обрадовали меня. На следующий день Джордж поехал в Сиона, а я взяла на себя заботу о быхе, а ела она в эту пору кормления львят очень много. Эльса по-прежнему очень нежно относилась ко мне и Джорджу, ела меня из рук, но другим были недоверчивы. Даже я с вами друзья на руле Македа теперь не разрешалась фанильярнуть. Раз она меня напугала, пришла владеть вскоре после ленча, поела и улеглась таким видом, будто не помышляла возвращение к малышам. Это же стемнело, тогда я попыталась заманить ее с большим скалом мы отправились туда вместе в статок. Эльса пошла следом, потом свернула в буш окольным путем, вышла на троту седни и в силу спиной к нам, не пуская нас дальше. Сдвинуться с места было невозможно, и мы по нервному к возвращении. Уж теперь она отправится здесь. На следующий день Эльса еще раз показала, что не хочет выдавать нам убежищу лет. После обеда тату и я отправилась на прогулку. Миновали большие скалы, гинулись дальше, ступая очень тихо. Внезапно появилась Эльса. Она потерлась головой мои колени и безмолвно повела нас прочь от больших скал, где были укрыты детеныши, к маленькой гряде, которую мы называли Зун. Она забиралась и расселилась в самые узкие проходы, нарочно заставляя нас одолевать сложнейшее препятствие. Если мы отставали, она ждала, да еще мотала головой, словно поторапливала нас. В конце концов я сел отдохнуть. Пусть видит, что мы раскусили ее теперь. Теперь Эльса спустилась в гряде и повела нас вплоть калечия зарослей и камня все дальше от логов. Иногда она останавливалась в каком-нибудь местечке и долго примюхивалась с многозначительным видом, точно обещая привести нас в ляток. Наконец мы оказались около того места, где она любила справить засаду, но я устала и совсем не хотела, чтобы меня сбивали с ног, а поэтому решила идти в обход. Эльса вышла из засады, хотя она и старалась сохранить степенный вид, я видела, как и не обидно, что ее затея не удала. Джордж только мельком видел двух лят и не мог судить нормально, но не развивать. И, конечно, он не мог сказать, есть ли еще лят округлые тюни. 14 января, пока Дальса была со мной в лагере, Джордж потихоньку ушел в грязи. Последние два дня она часто наведывалась туда, видимо, нашла себе это многое. Джордж забрался на среднюю скалу и увидел мезу вращение трех лят. Две спали, третье жевал листок зонзиверии. Зеленок поглядел вверх, но глаза у него были еще нотные, голубоватым отливом, так что помимо Джорджа он вряд ли мог разглядеть его. Джордж делал четыре снимок, и не очень-то надеюсь на хороший результат, так как в растерне было темно. Пока он фотографировал, спящие проснулись и стали полны. Похоже, было, что это совершенно здорово. Придя в лагерь, Джордж поделился со мной доброй вести. Эльфи ничего не заподелил. Вечером мы отвезли его, гребил зону и тактично удалились. Убедившись по нашим голосам, что мы ушли, она соскочила с крыши лендровера и, видимо, направилась в детеныша. Две с него уехали за Сиолом. На следующее утро я услышала за рукой голос супруга Эльфи, но она ему не ответила. Зато позднее она принялась рычать в лагере и не внималась до тех пор, пока я не подошла к ней. После восторженной встречи Эльфи проводила меня в лагере, но она мала и ушла, как только стремела. Два дня она не показывалась. Поначал супруг твою дело звал ее. На третий день, сидя до завтрака, я услышала мунистовое рычание на реке. Побежала туда и увидела Эльфу. Она стояла в воде и буквально надрывала глотку. Видом я был усталый. Заметим меня она повернулась и юркнула в буш на другом берегу. Странное поведение. Под вечер Эльфа пришла в лагерь, быстро поела и опять исчезла. На следующее дело она вовсе не показывалась, а ночью я проснулась аж шума. Какой-то крупный зверь атаковал мой грузовик. Машина стояла в самой витерой, ненавычно помещали ее кузов коз, чтобы это не создало зверьев. Теперь до нее добирался лет. А если вряд ли ее долгало бы по характеру на нее коллег, конечно, на ее супруг. Я внимательно слушал, стараясь сидеть тихо, чтобы не привлекать внимания языкова льва, но хорошо достиг такой силы, что не испугалась за машину. Вернула фонарь, грохот только усилился. Вдруг издалеки доносят призывный голос супруга Эльфи. Значит, это все-таки она прорывается в кузов грузовика. Что-то привело меня в ярость. Войти посмотреть, на кругу такая тема, но мне не хотелось быть боев, чтобы не открыли ход в изгороде, а кроме того, на шуму кивицы и лес, что было делать. Ночень парадейства успех ответила Эльфи. Эльфи, нельзя. К моему удивлению, она тотчас угомонилась и ушла. Во второй первене следующего дня, это было 2 февраля, я работала в своем кабине. Неожиданно прибежал кольцо и сказал, что Эльфи зовет каким-то странным голосом с другого берега. Я пошла на звук вверх полетел и через прибрежные зароски пробилась возле наделенный берег. Здесь засусли во время года облажается песчаная коса, а по ту сторону в реку впадает сухое русло. Возле остановилась, не верю своим глазам. В нескольких метрах от меня на песке стояла Эльфи, и вверху ревенок. Второй ревенок только что вышел из воды и отряхивался, а третий жалобно скуля метался в задний период напротив положенных берегов. Эльфи внимательно смотрела на меня с выражением горлости свистого. Я не двигалась. Она что-то тихонько не ухала малыша взвеса вроде си-и-и. Подошла к ребенку, который только что пересек реку, ластовая ревенок и затем вышла в воду и направляя за оставшую третий. Оба первых точек последовали за ней и сильно переплывали глубокий поток и третий яблок в полный сбой. Это чувство росло сеговое дерево, серая кожа которого прочно отвели камни. Эльфа перелегла отдохнуть в тени. Ее золотистый мир светился на фоне черной зелени серебристой кови. Эльфы сперва прятались, но любописто в его верх алистами разгляд закиняли за кусток а потом вышли на берег. Эльфа сказала «Хм, хм, все хорошо успокоились, приняли каратко, черными ловить их хвост, они кувыркались перед немом, обмечивали камни, просискиваясь под корнёвом, расплесивая свои круглые животные и в конце концов совсем забыли раны. И на него погодя несколько дней. Один изъят пошел за ними, чтобы собирать пересечь в реку, но как раз в эту секунду принялся Тато, которого просили принести мясо для Эльфы. Она стойко остановилась и переграла уши в голове. Лишь после того, как Тато ушел, Эльфа быстро переплыла реку. Ребенок отрезался к молитве довольно бесстрашный, а когда она приняла съесть, маленький храбрец решила вернуться на тот берег. Но как только Эльфа увидела, что он зашел на глубокое место, она ревнула следом, догнала и расхватила пастью голову малыша и несколько раз окунула, так что мне даже стало страшно. Про лучшую осушника она нисла его на ножды. Тем временем второй волос набрался к левости и поплыл к нам. Его маленькой головинкой едва выдавалась наджутся с водой, и только третий сел ся побаил среди. Эльфа подошла ко мне, легла и покаталась на спине. Она всячески ластилась, что она хотела стойковать левятым стоять племя с ноги, и на меня можно положить. Левята подползали все ближе, не слабивая с меня больших выразительных глаз. Вот уже свол какой-нибудь метр разделяет нас. Трудно было держаться и потрогать их. Но я помню, что мне говорил один зоолог, не трогайте звереныша, пока он сам не проявит плечный слез. Натро выражение оказалось приемлем. Ближе они не хотели подходить. «Трудно моих прижал на милых того берег». Насколько минут он соблюдал на него, затем вместе с джинах на грехом спустил плечет в самом островском месте и стал «Трудно звать». «Трудно спустил» «Трудно безпокойно ходить, даже с ней обрешать в эти годы». Наконец он отправился в тюрьму. Два маленьких творца ленин вошли во вкус и не отставали от него. «Кортирую в реку», а не с него перед играть. Думаю, что есть такой тон открочной лаги и качестве мель друг на другую балансируют не пакет «Трудно облезвали малышей, ласково разбивались у них, ни миллиметра не спискалась снизу. Если кто-нибудь до чистой их уходил, как и казалось слишком далеко, она договаривала потихоньку и возрастала его. «Трудно договаривали окна часа», потом откликнула Эльфис. Она договаривала своему быстрый голос, если не доходим на тот, который возговаривал из душе «Трудно снизу» она дождалась, когда подойдет львака и воскла в веки, на этот раз все трое последовало. Эльфис облезала каждого львака, обычно когда львака не бросалась ко мне, но на этот раз подошла львака и покаталась к львакам, что недоброе дровья задумывали центролога, а они держались в пороге для времени с интересом и опасным. Затем с этим местом прошло кожей туши. Эльфис. 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 А он сопровождал эти десятки в пираме, и он мешал ей сколько угодно караткость, чтобы не издевать ее уши и хвост. Мало-помалу она отходила со ближайшей камней, точно приглашая меня и частого цебря. Положив ладонь на песок, я пошевелила пальцами. Моя христианская сопроводит одна святитель этой гримотности. Начало смеркаться. Ольса внимательно прислышалась к чему-то и взяла малыха в кусты стали покорреть их. Я вернулась в ладонь и, к своей радости, видела метра до пяти от палатки. Ольса с малыхами. Я поградывала ее, она лезла мне руки. Вместо в котором исходили к реке и принесли оставки туши. Ольса глядела на нас таким видом, так и благодарила за избавление от необходимости водиться с тяжелой ушей. Подпустил нож к тебе метра на двадцать, она вдруг прижала уши к голове и летела их к нам. Я сказала так, чтобы он опустил уши не виделся, а сама потащила ее приятность. Ольса успокоилась, и как только я отошла, приделась ей. Чуть-то доделала кровать в своей палатке, но на удивление Ольса пошла следом. В палатке она легла и пожелала я, но они не улыбкая становились ухода. Тогда она вышла, и я присоединилась к ней. Но остались все вместе на траве. Ольса прислонилась ко мне, а малыши стали сосать. Вдруг двое раз затеяли потасовку из же соска. Ольса легла, чтобы им было удобно, и прижала стесняю ко мне, обнял меня одной лапой. Я тоже была членом семьи. Был тихий вечер. Моргами сходила луна. В ее серебристом свете четко вырисовывались силуэты, пандум. Только один звук нарушал беглогие, чмокая мелья. Сколько мне пришлось выслушать предостереживание, что, когда появятся на свет девчоныши, Льса отличает, станет опасной, как все матери, оберегающие свое потомство. И что же? Вот она. Такая же ласковая и доверчивая, как всегда. И ей очень хочется, чтобы я разделила с ней ее счастье. Глава четвертая. Львята встречают наших друзей. Когда утром я проснулась, эльфы и львят не было. А ночью дождь сныл все их следы. Но во второй половине дня она пришла без львят, очень голодная. Пока я кормила ее мясом, то кто по моей просьбе пошел по ее следам выяснить, где укрытый детеныш. Когда он вернулся, эльфа вскочила на мою машину. Оттуда она видела, как мы вместе уходим в буш. Я нарочно двигалась по ее следу, чтобы заставить эльфу возвратиться к львятам. Она сразу спрыгнула на землю и затрусила впереди нас. Когда мы отставали, она останавливалась и ждала. «Неужели решилась наконец отвезти нас в свою лобу?» Промнявшись глядой ворчу, это глядой мы назвали так, потому что известно с однажды макуганцевым ворчанием эльфа и ее супруг, она заняла на месте и прислушалась. Потом быстро побежала вверх, по склону, на полпути немного помедлила, чтобы я могла догнать ее, и выскочила на седло, за которым низ подальшего карасили. Я подошла к эльфе, хотела погладить ее, но она вдруг лежала уши, сердитая мякнула и дала мне тумака. Ясно, что мое присутствие здесь нежелательно. Пришлось отступить. На склоне я обернулась и увидела, что эльфа играет с одним львенком, а второй как раз показался из-за гребени. Откуда такая резкая перемена в настроении эльфы? Но я считалась ее желаниями и не стала им мешать. Кто-то ждал меня внизу. Отсюда из буша мы направили на седло Бемокли. Убедившись, что мы стоим достаточно далеко, эльфа совсем успокоилась и всецело отдала себе с малышами. Но снова заметила, что один львенок особенно привязан к матери. Он то и дело садился у нее между передними лапами и тёрся головой для подбородок. Четвертого февраля вернулся Джордж. Мои новости обрадовали его, и мы вместе пошли на гряду ворчу, надеясь, что ему тоже удастся увидеть льва. По пути мы услышали сердитая тевка небабуинов. Решив, что это эльфа их будоражила, мы вышли к берегу реки и позвали ее. Она в тот час прибежала, дружелюбно приветствовала нас, но явно нервничала. Металась от кустов к берегу и обратно, стараясь не подпускать нас к воде. Видно там малыши. Но почему она не хочет показать их Джорджу? Кончилось с тем, что эльфа отвела нас окольным путем в зайки. Через два дня мы стимчились с ней у гряды ворчу. По дороге мы громко разговаривали, чтобы предупредить ее. Она вынорнула из густого кустарника у входа в расщелину и остановилась. Нас разделяла около двухсот метров. Эльфа села и пристально посмотрела на нас, давая понять, что ближе подходить нельзя. Несколько раз она оборачивалась, слушая, что делается в детской. Мы поняли, что с ее точки зрения одно дело, когда она приводит детей к нам, и совсем другое, когда мы напрашиваемся к ней в гости. Только через две недели привела она львят в лагерь знакомиться с Джорджем. Правда, в течение этого времени мы уезжали на несколько дней весело, и в наше отсутствие она однажды приходила с детенышами, но застала только бой. Македа рассказывала, что он подошел к ней, и Эльса потерлась головой о его ноги. Самый храбрый из львят отважился приблизиться к нему, но когда Македа присел, чтобы погладить его, звереныш зарычал и отступил к остальным, которые прятались в кустах. Под вечер Эльса пришла еще раз, чтобы поесть, но мясо уже испортилось, и как только стемнело, она ушла явно недовольная. Я приехала в лагерь через час после ее ухода. Македа восхищался смелым малышом. Он не сомневался, что это самец, и даже крестил львенка именем, которое, по его словам, было очень популярно в племени Меру. Для меня она звучала как джеспе. Вскоре мы выяснили, что у Эльсы два мальчика и одна девочка. Второго мальчика, отличавшегося робким нравом, назвали Гуппа, застенчивый на языке Суахили, его сестру Эльсой, маленькой. На следующий день Эльса пришла после полудня. Увидев меня, она очень обрадовалась и потом, как следует, поела. Немного погодя, я отправилась на прогулку, рассчитывая, что в мое отсутствие Эльса уйдет к малышам. Когда я вернулся в лагерье и в самом деле там небо. На следующий день с утра начал моросить дождь. Проснувшись, я услышала за рекой голос Эльсы, причем именно такой, каким она разговаривала со своими детьми. Я быстро встала и подоспела как раз в ту минуту, когда семейство переплывало реку. Джеспе плыл рядом с мамой, его брат и сестра чуть отстали. Эльса, не торопясь, подошла ко мне, облизала меня и села рядом. Затем позвала львят. Джеспе отважился подойти довольно близко, остальные соблюдали почтительное расстояние. Я сходила за мясом. Эльса сразу же уволокла его в кусты и почти два часа семейства завтракала, а я сидела на песке и наблюдала. Эльса все время разговаривала с детьми, тихонько мяукая. Они то сосали молоко, то принимали жевать мясо. Она им ничего не отрыгивала, хотя, судя по тому, сколько Эльса съедала последнее время в лагере, можно было думать, что вернувшись в логово, она делилась с ними. Но это только догадка, которую мы не можем подтвердить наблюдений. Детенышам исполнилось уже девять недель. И я впервые убедилась, что Македы правильно определили пол джеспа. Как раз в этот день мы и окрестили ребят. Я вернулась в лагерь, позавтракала и вскоре видела, как Эльса повела детеныша через буш к автомобильной дороге. Милбина пошла следом, рассчитывая их сфотографировать. Но Эльса вдруг круто повернулась и прижала уши, получив выговор. Я зашагала назад. Напоследок оглянулась и видела, что малыши трусят за мамой по направлению к большим скалам. Они ступали твердо, уверенно, толкались и обгоняли друг друга, стараясь не отстать от Эльсы. Несмотря на живой нрав, они были очень послушны. Тотчас являлись на зор матери, тропу не пачкали, отправляя естественные надобности в сторонки. В последующие дни Эльса часто навещала нас, но каждый раз приходила одна. Она оставалась такой же ласковой, как и прежде, однако кое в чем ее нрав изменился. Теперь Эльса редко играла в засаду и вообще стала гораздо степенней. Я часто спрашивала себя, как Эльса устраивается с детенышами, когда идет к нам. Приказывает им никуда не двигаться, пока она не вернется, прячет их в каком-нибудь надежном месте. 10 февраля в лагере меня сменил Джордж, а я поехала к Сеолу, чтобы встретить Миллиона Перси и его жену, которые хотели повидать Эльсу Львят. Обычно мы не прощали гостей, но для старых друзей сделали исключение. Они знали Эльсу еще совсем маленькой и их всегда интересовались ее судьбой. И вот мы все вместе снова в лагере. Джордж сообщил, что утром видел детей Эльсы. Он проснулся еще затемно и услышал, как кто-то лакает воду из Эльсиной миски. Выдлинул из палатки. Все трое были здесь. Вскоре они ушли. Когда донесся гул нашего мотора, Эльса как раз собиралась переправиться через реку на нашу сторону с малышами. Но звук насторожил ее, и она отступила в буш. Вскоре она появилась снова, она была явно взволнована, и переплывать реку не собиралась. Чтобы привлечь львицу на наш берег, и стала звать ее, и притащила к реке козью тушу. Но Эльса дождалась, когда вернулась к нашим гостям, и лишь после этого быстро пересекла реку, схватила тушу и поспешила обратно перед. Пока они все перевали на лужайке, мы смотрели на них в бинокли. Когда стемнело, мы вдруг услышали грозное рычание. Посветив фонариком, мы увидели, как Эльса защищает свою добычу от крокодила. Свет фонаря испугал его, и он тотчас нагнул воду. На следующий день мы по следам установили, что крокодил в конце концов удалось таки украсть мясо. Эльса принадлежала большое благоразумие по отношению к этим ектилиям. Она не боялась их, хотя в нашей реке попадались экземпляры длиной до трех с половиной метров, но старалась переправляться всегда в одних и тех же местах, избегая глубоких заводей. Нет сомнения, что она каким-то чутилом угадывала, когда поблизости появлялся крокодил. У нас был свой способ проверить это. Мы знали, что крокодилы неизменно отзываются на звук, который приблизительно можно передать как им, им, им. И часто пользовались этим. Если в пределах 400 метров действительно был хоть один крок, он понял на этот звук берегу, будто притянутый магнитом. Его уродливые мозги торчали над водой, как перископы. Перейдешь на другое место и снова поманишь. Крокодил послушно последует за тобой. Этому приему Джорджа научил один африканец с озера Барингу, в котором тьма крокодила. Прежде чем войти в воду, рыбак поручает двоим товарищам, стоящим чуть поудаль, приманивать крокодилов и расправляться с ним. Охраняемый с обеих сторон он может спокойно заниматься в воду. Интересно, что означает это им на крокодильем языке? Связано ли это с брачными играми или напоминает голос детенышей? И как они слышат звук? Ведь крокодилы лежат под водой, только ноздри высылут и наружу. Каким же образом звук доходит до их ушей? Итак, мы знали, что на крокодилов действует определенный звук, но нам было неизвестно, передают ли они сами какие-нибудь импульсы, по которым Эльса их находит. Очень похоже, что это так, но никаких доказательств у нас нет. На следующий день Эльса пришла, когда мы пили чай в кабинете. Она была одна, властилась к нам и к нашим друзьям, даже позволила мне сделать два-три снимка. Эльсе никогда не нравилось сниматься, а став матерью, она и вовсе возненавидела фотоаппарат. Потом жена умелемо стала рисовать ее. Обычно Эльса и с этим не очень-то мирилась, однако сегодня как будто не возражала. На всякий случай я держалась поблизости в думке и сбредила что-нибудь в голову. Но как будто все в порядке. В конце концов я успокоилась и решила уйти. Только я повернулась спиной, как Эльса молнией бросилась на художницу и обняла ее. Лица весила почти 150 килограмм. Хладнокровие, каким наша гостья восприняла эту демонстрацию, восхитила меня. Все-таки мы решили, что от рисования лучше воздержаться. В суммарках Эльса ушла. Почти сразу же послышался кашель леопарда. Потом Эльса и ее супруг затеяли беседу на всю ночь. На следующий день мы увидели Эльса с детенышами на том берегу реки. И, примите, у нас Эльса прошла с детьми вдоль реки и приправилась на нашу сторону. Мы тотчас принесли мясо, она забрала его и уволокла в кусты где спрятались в ряд. Но вот все семейство вышло на водопой. Я очень обрадовалась, что нашим гостям предстоит со случай увидеть детеныша Эльсы, когда они пили стоя рядышком и вытянув голову и пьют между согнутыми лапами. Ребята плакали немного, потом прыгнули в воду и засели возьми. Говорят, кошки боятся воды. Но к ребятам Эльса это никак не относилась. Они облюбывали камень, торчащий из воды, на котором можно было отлично играть в короля на троне. Глядя на их возне, я невольно вспоминала, как Эльси и ее сестрам в этой игре приходилось довольствоваться мешком с картофелем на террасе Эльсиол. Эльси летом посчастливилась, а не после в чудесных условиях скалистая гряда, на которой они родились, продолжается за рекой, изгибаясь многокилометровой дугой. В расщельных и пещерах обитают доманы и другие мелкие животные. Кругом во все стороны простирается буш, полный волнующий запахов и следов диких зверей, а река, ее камни, песчаные отмири, на которых лежат греи в случаях утреннего солнца черепа. Конечно, тут есть и коварные крокодилы, но они обычно отсиживаются в глубоких заладях, в которых пальмы дум омывают свои ветви. Пятнистые серо-зеленые рептилии сливаются в ближайшие растительности, их почти не различишь. В других местах на берегу растут акации, инжир, фенковые пальмы, переплетенные лианами, которые вместе с подлеском создают надежное укрытие для многих животных. Здесь живут ловкие мартышки, потешные бабулины, бирюзовая гамма и другие ящерицы, одни с раджевой головой, другие с ярко-глубым хвостом и, конечно, наш друг вора. Сюда на водопол приходят лесные мтевопы, малые куды, водяные козлы и, судя по вытоптанной земле, это излюбленные места носорогов и буйволов. И всех обитателей Буша нас, пожалуй, больше всего восхищают птицы, елги, пестрые зимородки, медоуказчики, орла на очень крупные черно-белые пальмовые грифы, птицы-носороги, чьи ритмичные крики то стихают, то нарастают вновь. Трудно представить себе что-либо более красивое, чем переливающийся красками медугащик, порхающий среди блинцевитых зеленых листьев и огромный сблюдца благоухающих белых цветков гордений. И особенно любила смотреть на щиту водяных курочек, которые при появлении человека во всю прыть и лепетывали по песку, мелко перебирая своими короткими красными ножками. Эти птицы очень редки. Когда гости любили спать, мы с Жоржем вернулись Кэсси. Она стояла на берегу, глядя на крокодила, который высунул голову из воды в какого-нибудь метре от нее. Нам не хотелось пугать левятыми стрелами, поэтому я подманила к себе Эльсу ее любимым лакомством. Это была смесь мозгов, костного мозга, извести и рыбьего жира. Я начала подказывать этим блюдам Эльсу во время ее беременности, и оно необычайно ей нравилось. Эльса потянулась за миской, и мне удалось увезти ее в лагерь. Здесь она села вместе с малышами у палаток, причем свет лампы как будто ничуть не смущал лед. Может быть, они решили, что это какая-нибудь новая луна? Когда она легла, Жорж погасил луну и посидел в темноте. Леда уселить почти рядом с ней. Напоследок все семейство напилось воды и затрусилось большим скалом. В эту секунду оттуда донесся зов Эльсиного супруга. Когда Жорж пошел за остатками козлятины, оказалось, что крокодил уже уволок всю воду. Жорж выстилил в него и спас мясо. Как-то утром Эльса наведалась в лагерь еще до того, как мы встали. Я поднялась и пошла за нею. Она уже вошла в воду, когда я откликнула ее. Эльса вернулась, уселась рядом со мной на песок и принялась мяуканьем подзывать детенышей. Львята приблизились метры на три, но было ясно, что они не позволят себя трогать. Мне совсем не хотелось, чтобы они стали ручними, поэтому такое поведение меня только радовало. Зато Эльсу как будто удивляло, что львята все еще опасаются меня. В конце концов, она все же отказалась от попыток примирить нас и увела детей за реку. В десять часов Эльса вернулась одна, порыскала в прибрежных зарослях и, примюхиваясь, затрусила по дороге. Когда она пропала из виду, я услышала сердитые рычания, но вот она появилась снова, все еще примюхиваясь, порычала во весь голос, обратившись в гриде, потом прыгнула в воду и уплыла на тот берег. Мы никак не могли понять ее странного поведения, уж не потеряла ли она львенка. Позднее Ибрахим привел трех местных жителей, которые уверяли, что ищут пропавшую козу, но они были вооружены луками с отравленными стрелами, поэтому мы не сомневались, что это они напугали львят, и те убежали. Два дня Эльса не приводила детей в лагерь. На третий день мы с утра отправились с друзьями к реке Таана полюбоваться водопадами. Туда они легко проникнуть, и мало кто из европейцев видел эти места. Мы бы смотрели на бегемотов, которые плескались на мелководье, ласково играя друг с другом. Мне кажется, что мы несправедливы к этим неуклюжим великанам. Только потому, что они кажутся нам уродливыми, мы удивляемся их способности проявлять чувства, которые у грациозных животных считаются естественными. И, кроме того, у бегемотов приятный голос, напоминающий звучание басовых струн биолончели. А когда вечером мы вернулись в лагерь, Эльса с львятами ждала нас там. Все сели обедать, а Эльсина семейство тоже принялось за еду. Мы молчали, зная, что львят пугает человеческая речь. Разговоры боев, доносившиеся с кухни, их ничуть не смущали, но стоило нам даже совсем тихо произнести слово, как они убегали, а щелчок фотоаппарата просто повергал их в ужас. Малышам было два с половиной месяца, и Эльса старалась поменьше подпускать их к соскам. Покормить сколько считает нужным, потом сядет так, чтобы им нельзя было достать сосков, или скачет на крышу лендровер. По неволе ребятам приходилось есть мясо. Они выдергивали изо рта у матери кишки животных и утягивали их, как макароны, между сжатыми зубами, выдавливая содержимое, совсем как она когда-то в детстве. В тот вечер один из девчонышей все время лез к матери, упорно добираясь до соска. В конце концов, Эльса не на шутку рассердила, сдула его и прыгнула на машину. Ребята переполошились, они жалобно мяукались, стоя на задних лапах, не опираясь передними о машину. Она сидела и облизывала свои лапы, не обращая на них никакого внимания. В конце концов, они смелились и весело прыгая, отправились рыскать по кустам. Эльса всегда волновалась, если малыши не приходили на ее зов. И теперь, видя, что они запропали, она спрыгнула на землю и привела их в лагерь. Два последующих вечера Эльса приходила без львят. Она усиленно старалась доказать нам свою любовь и смахивала всю посуду со стола. Теперь наши гости разумели, почему мы в лагере предпочитаем небьющуюся посуду. На третий день она пришла с детьми, навела себя так же непринужденно. Как ни странно, малыши ничуть не испугались, когда наш ужин грохотом посыпался на землю. Эльве-то уже совсем привыкли к нам, и мы недоумевали, почему эта Эльса два вечера подряд оставляла их у солонца в метрах сто от лагеря. Интересно, как это ей удавалось их там удерживать, в то время, как она сама на их глазах с наслаждением поедала мясо. Ночь выдалась дождливая. В таких случаях Эльса всегда укрывалась в палатке Джорджа. Прибежала она и на этот раз велят детям следовать за собой. Однако они остались снаружи. Дождь явно пришелся по душе. Бедняжка Эльса, решив, что материнский долг повелевает их быть рядом с детьми, вышла из палатки, и они все вместе затеяли возню. Скоро до нас донеслись приглушенные голоса, но дождь очень сильно барабанил по палатке, и мы не сразу сообразили, что это кричат наши друзья. Оказывается, свалилась их палатка, и они теперь выкарабкивались из-под мокрого брезента. Мы бросились им на помощь, надеясь, что Эльса с детьми не думает присоединиться к нам. К счастью, им это не пришло в голову. Пока мы при свете фонариков забивали корня, Эльса стояла в сторонке и успокаивала ребят, ласкивая им что-то мяукое. На свете дождь прекратился, и она увела детей к скалам, а мы принялись сушить одежду наших гостей. Под вечер я поехала с ним весело. Джордж оставался в лагере. Начинался сезон дождей, суля размытые дороги, и нам нужно было приготовиться к этому заранее. Глава пятая. Львята в лагере. Когда я через два дня приехала в лагерь сменить Джорджем, то еще усобедилась, как ревниво относится Эльса к своим малышам. Если кто-нибудь из боев, даже Македе, пробовал подойти к львятам, Эльса сразу прижимала уши и грозно глядела на него из-под полуприкрытых век. Ко мне же она относилась с полдоверием, даже иногда оставляла малышей на мое попечение, уходя на водопой. Несколько ночей подряд бушевала гроза. Молнии и гон непрерывно следовали друг за другом, так что становилось страшно. Дождь лил, как из ведра. Палатка с Джорджем пустовала, и Эльса вполне могла бы пожить там вместе с львятами. Но врожденный страх перед человеком был слишком силен. Малыши предпочитали мокнуть под открытием неба. Все-таки дикие звери. И мы твердо намеревались поощряя с них эту черту, как ни старалась Эльса подружить нас с львятами. Часто, затевая с ними игру в пятнашки, она пробовала, как бы незначай, заманить их в мою палатку. Покружит, попетляя, незаметно приближаясь к ходу, и, наконец, вбежит в палатку, спрячется у меня за спиной, и выглядывая из-за плеча зовет в львят. Но ничто не могло заставить их перейти границу, которую они сами установили. Хотя их мать выросла, как домашнее животное, это ничуть не подавило ни в присущего всем диким зверям инстинкта, который заставляет остерегаться неведомого. Ведь Эльса сама первая пять-шесть недель прятала от нас львят, значит, инстинкт защиты потомства у нее не пропал. Эльсу явно огорчала, что ей никак не удается сплотить нас в одну семью. И львята боялись людей, и мы не хотели не помочь. Наша бессердечность ее удивляла, но она не сдавалась. Однажды вечером Эльса вошла в мою палатку, улеглась позади меня и ласково позвала львят, рассчитывая, что они подойдут к соскам. Ей хотелось не просто заманить их в палатку, но и вымудить пройти мимо меня. Вероятно, львята были бы смелее, если бы я хоть чуточку это двинулся. И, конечно, Эльса считала, что я могла бы как-то ободрить их, но я молчала и не двигалась с места. Пересесть, знать бы, расстроить все ее замыслы, а ласково заговорить с львятами, было бы нарушением нашего уговора не приручать их. Я очень огорчилась, мне ведь так хотелось помочь львятам, а тут еще Эльса у коринина наглядела на меня. Наконец, она встала и вышла. Несомненно, мое поведение было непонятно, она считала меня бесчувственной, а я подавляла свои чувства, для ее же благ. Львятам тоже не нравились мои отношения с Эльсой, но совсем по противоположным причинам. Они очень волновались, когда их мать ложилась у моих ног, чтобы я помогла ей избавиться от назойливых цицей. Я нещадно била мух, шлепая при этом Эльсу, и львяты просто выходили из себя, особенно негодовал Джеспе. Он подходил ко мне поближе и приседал, готовясь к прыжку, чтобы заступиться за мать. И было невдомек, что она только благодарна мне зашли, как-то Эльса Джеспе и Эльса Маленькая пили водом из тазика возле палатки. Губа стоял по отдалям, он явно трусил. Эльса решительно подошла к нему и шлепнула его раз-другой. Только после этого он отважился присоединиться к остальным. Джеспе вел себя совсем иначе, его, скорее, можно было назвать чересчур сменой. Но запомнился один случай. Вечером, когда семейство наедут до отвала, Эльса направилась домой, к скалам. Двое ребят послушно последовали за нею, а Джеспе продолжал объедаться. Она дважды подвела его, но он лишь на минутку приподнял голову и снова принялся на мясо. В конце концов, Эльса вернулась и решительно подошла к нему. Джеспе смекнул, чем это пахнет, и покорился. С набитым ртом на ходу, проглатывая мясо, он затрусил вслед за матерью. В это время мне понадобилось на несколько дней съездить в Иссиола, и Джордж сменил меня лагерь. Малыши настолько радовали, обещая вырасти настоящими дикими львами, зато отец огорчал. Отчасти мы сами были виноваты, как-никак вмешались его семейные дела. Но ведь этот папаша совсем не заботился о пропитании своих детей. Напротив, он не раз воровал у них мясо, и вообще причинял им кучу хлопот. Как-то вечером он атаковал мой грузовик, пытаясь добраться до запистой в нем козы. А в другой раз, когда Эльса с малышами обедала в их за нашей палатке, она вдруг почула один запах, стревожилась, и бросив мясо ушла с детьми в буш. Джордж решил проверить, что он делал. Не прошел он трех метров, поздно рычание. Прямо перед ним в кустах стоял отец львят. Джордж поспешно ретировался, к счастью, так же поступил лев. А на следующий день новое приключение. В том месте, где Эльса обычно переправлялась через реку, Македа увидел огромное спящего крокодила. Джордж отправился туда с ружьем. Зверь впрямь оказался на редкость крупным. При кончик крокодила Джордж изменил его. В нем оказалось три метра семьдесят сантиметров. Рекорд для этой реки. Эльса вряд ли смогла отбиться от такого испарина. Надо сказать, что и мне за Сиола не приходилось скучать. Как-то вечером я сидела на крыльце веранды, любой закатом, ожидая, не придет ли какой-нибудь шакал или другой дверь напиться из поилки, которую мы поставили для птиц. Поилка была устроена очень просто, разрезанная пополам автопокрышка врытая в землю. Мы из нее пили крупные птицы, белки, мангусты, по ночам наведывались дотяные козлы, импалы, зебры, леопарды, раз даже видела, как к ней подошел слон и одним глотком опорожнил ее. Еще накануне я по следам установила, что к нам на водопой приходил дикобраз. И теперь, чтобы приманить его снова, я положила рядом с поилкой банан. Был тихий и чудесный вечер, спать не хотелось, но в конце концов я все же легла. Кроме меня в доме никого не было, только на задней веранде спал сторож. Среди ночи мне разбудили тяжелые шаги. Кто-то ходил в гостиной, а потом в спальне Джорджа, у меня под подушкой лежал пистолет, и все же мне стало страшно. позвать сторожа, но вор успеет уйти. Я встала, сердце у меня сжимало со страха, тихонько вошла в комнату Джорджа. Никого все тихо. Очень осторожно пробрылась к ванной, за дверью что-то громко зашуршало. Меня охватил ужас, главным образом от того, что я никак не могла понять, в чем там дело, и в бруде из ванной выскочил взъерошенный дикобраз, угрожающий шурша своими иглами. Я едва успела отскочить в сторону, и тут же рассмеялась. Мой смех отбудил сторожа. Я увидела в дверях его всевоженная листья, была очень довольна, что странный звук напугал его не меньше, чем меня. Наконец, наш колючий гость удалился. Я была ему очень благодарна за это, потому что не представляла, как от него избавиться, не напоровшись наивы. Интересно, как этот дикобраз ухитрился подняться по крутым ступенькам? Благодаря моей первой книге Эльса сразу стала знаменитой. У него появились тысячи друзей. Это было очень приятно, но мы опасались, как бы не постигла ее участь другим знаменитостям, которым не дают покоя почитатели. Совсем к концу света к нам шли письма. Их авторы непременно хотели приехать и посмотреть нашу львицу. Но мы положили слишком много труда для того, чтобы она и львята оставались дикими дверями и не могли превращать теперь семейство Эльсы в туристический аттракцион. Как быть? Можно, конечно, просить почитателей, спортсменов и наших личных друзей не нарушать ее покоя, но юридически у нас нет никакого права прогонять людей. Мы очень боялись, как бы кто не явился в лагерь без нас и случайно не натворил бед. И за дождем мне пришлось долго пробиваться в лагерь. То вода почти по колено, то густая грязь. Машина часто застревала, а со мной ехали только Нуру и Ибрахим, так что мы по несколько часов откапывали ее. Последняя река, четвертая на нашем пути, настолько разлилась, что мы не отложились ступить с ней поедино. Лучше уж дождаться, когда спадет вода. Там уже начало темнеть, и мои спутники, правоверные мусульмане, упали ничком головой к меке и начали читать свои молитвы. Нуру только что вернулся, его не было полгода. Он ездил домой и лечился там от какой-то болезни, причем уверял, что заболел из-за Эльсы. Меня это очень удивило. Нуру отлично ладил с нею, правда его болезнь началась как раз, когда ему поручили присмативаться за Эльсу и ее сестрами, и он бился в голову, что Эльса сгладила его. Вот я и взяла его с собой в лагерь, чтобы победить суеверие. Ожидая, пока прекратится дождь, я рассказал ему про львят. Он слушал очень внимательно. За ночь вода в реке спала, и утром мы были уже в лагере. Эльса прибежала на звук мотора, и приветствовала нас так бурно, что мы измученные трудные дороги не рады были такому приему. Мне хотелось, чтобы Нуру поскорее увидел львят, и во второй половине дня мы отправились к логову. Вдруг мы слышали, как Эльса, разговаривая с детенышами в кустах, прямо перед нами. Вскоре она выскочила на тропу, поздоровалась со всеми, на особое внимание оказала Нуру. Она так бурно радовалась встрече со старым другом, что он растрогался, стал ее гладить, и даже то выбыл, что нужно опасаться ее дурного глаз. Потом он привязался к ней еще сильнее, чем до болезни. Правда, на этот раз Эльса не показала ему львят, она привела их в лагерь, лишь когда стемнело. В отличие от матери львят, они получали от нас никаких игрушек, да им и так было весело. Они затевали лазню в ярком свете лампы и всегда находились в палке, из-за которых стоило подраться. Нередко они играли в прятки, устроенные засады. Эльса тоже участвовала. Не смотря на свой вес, она прыгала, как котенок. Мы поставили для нее две паилки, алюминиевый таз и старый шлем на деревянной подставке. Из этого шлема в детстве пила Эльса. И львятам он тоже был больше по душе. Часто они опрокидывали его и сами пугались грохот. Потом набирались мужества и, насторожив ушки, укратко разглядывали блестящий предмет, трогали его лапой. Мы старались сфотографировать их за игрой. Днем было трудно сделать хороший снимок. В это время льва вели себя более степенно. Самые интересные снимки можно было получить под вечер, когда они отправлялись на свое любимое место для игр на берегу реки возле упавшей пальмы, метрах с двухстах от лагеря. Отсюда укрывался хороший вид, и по соседству росли густые кусты, где можно спрятаться от опасностей. Рядом солонец, а захочется утолить жажду близко река. Да, к тому же я обычно доставляла сюда для них мясо. Спрятавшись в кустах, мы с Жоржем снимали на киноленту львят, когда они лазили по стволу, и подразнивали мать, которая всегда присматривала за ним. Конечно, не знали, что мы тут, но это им не мешало. Если же появлялись чужие, игра тотчас прекращалась, львята бежали в кусты, а Эльса прижимала уши и принимала грозный вид. Второго апреля, проводив Жоржа в Исиола, я опять осталась одна в лагере с нашими боями. В эти дни заметила, что львята даже ко мне стали относиться более настороженно. Положишь им мясо, а они ползут в обход через траву, только бы не пройти ни у меня. Чтобы не прошу мои гости не крали мясо, я вечером перетаскивала его с берега, поближе к палатке, и привязывала цепью. Ноша была нелегкой, и Эльса явно радовала, что я взяла на себя труд охранять ее добычу. Зато джест и мое вмешательство не нравилось. Сперва он пугал меня ложными атаками, но иногда нападал всерьез, прижмется к земле, весь подберется и вдруг кидается на меня. Эльса немедленно вмешивалась. Она не только преграждала сыну путь, но и выдавала ему чувствительные тумаки. Потом заходила ко мне в палатку и долго сидела со мной, совершенно пренебрегая Джеспе, а он лежал с растерянным видом, прислонив голову к шлему, и время от времени пил из него воду. Меня очень трогало заступничество Эльсы, но я понимала и джест, которая сбивала с толку ее нетерпимость к проявлениям его инстинкта, и я всячески старалась не возбуждать в нем ревности. Он был еще слишком мал, большой беды человеку причинить не мог, но все-таки нужно было как-то наладить добрые отношения с Эльвятами, пока они зависели от нас и не стали еще опасными. Задача эта была непростой. Нам не хотело, чтобы они относились к нам враждебно, но и приручать их мы тоже не хотели. Судя по всему, Эльса понимала наши трудности и по-своему пыталась помочь. Она наказывала джест, когда он бросался на меня, но и со мной не церемонилась, если я была чересчур фамильярна с Эльвятами. Когда я подходила слишком уж близко к играющим малышам, она, нахмудившись, шла ко мне и хватала за колени. Делалось это без злобы, но строго, чтобы я поняла, лучше отступить, не то будет плохо. Большую часть времени Эльса проводила на больших скалах. Как-то взяв с собой муру, который помогал мне нести снаряжение, я отправилась туда, надеясь запечатлеть львов на фоне неба или же снять сцену, которая мне особенно нравилась. Эльса идет вниз по пустой скале, оборачивается, ожидая львят, а не обсуждая, где лучше спускаться. Только мы установили камеру, как на вершине показалась Эльса. Но увидев нас, она сразу же села и целая часть сидела неподвижно, потом исчезла. перед целым закатом она появилась опять и снова ушла, увидев, что мы еще здесь. Лишь когда стемнело и о съемке не могло быть уже и речи, она пришла к нам в лагерь с львятами. Перед этим Эльса два дня не показывалась в лагере, хотя, наверное, сильно проголодалась. Может быть, она встречалась со своим супругом? Глава шестая. Разные характеры. Утром меня разбудил шум Ленбровера, который привез известие о приезде к нам двух английских журналистов Готфри Уинна и Дональда Уайса. Самолет доставит их на ближайшую посадочную площадку, оттуда Джош привезет журналистов и летчиков в лагерь. Я была в смятении. Как повезет себя Эльса? Последнее время она даже нуру не подпускает, если около нее львята. А тут совершенно чужие люди. Я отправила записку с Джорджем, прося его подождать с гостями в пятнадцати километрах от лагеря, где я их встречу. На всякий случай после венча я послала Ибрахима, чтобы он перехватил машину, если увидит ее, и тоже дала ему записку. Несмотря на все меры предосторожности, они приехали прямо в лагерь. Я старалась выпроводить их, но тут раздалась Эльсина хм-хм. Очевидно, она услышала звук мотора, и появилась вместе с ребятами. Ладно, она будет, что будет. Я принял силу гостей в кабинет выпить чаю, а Джордж тем временем привязал к поваренному стволу козью тушу, чтобы все могли увидеть, как Эльса и детеныши будут есть. Я объяснила Готфри Ульяну, что мы вовсе не стремимся монополизировать Эльсу и Львята, а просто хотим, чтобы они могли без помех вести дикий образ жизни. Не нельзя привыкать к посетителям, это грозит осложнениями в будущем. Уин и Дональд Уайс сочувственно выслушали меня и обещали разъяснить в своих статьях читателям, как важно оставить Эльсу в покое, чтобы не испортить то, чего мы добились ценой немалых усилий и выдержки. Мы примятно провели вечер. Обедали на всякий случай в полумраке за палатками, чтобы не мешать Эльсе, которая ела по другой стороне. Когда гости утром уезжали, мне было даже не вовка, что поначалу я приняла их так сурово. На следующий вечер мы привязали тушу поблизости от палатки. Пришла Эльса и стала всячески приманивать львят. Она приплясывала, обхаживала их и так и сяк, чтобы побудрить, но даже Джеспе не отважился выйти на свет. Потом мы услышали голос отца и к утру семейство исчезло. Восьмого пения Джордж снова уехал в Осиолу, и я осталась в лагере. Однажды вечером Эльса отказалась есть мясо, которое я ей предложила. Я не могла понять, в чем дело, пока обои не рассказали мне, что коза была больна. Видимо, Эльса почувствовала это инстинктивно. Львята тоже не прикоснулись к туши. Обычно у них был великолепный аппетит, они ели очень много, всякий раз добивались молока от мамы, хотя давно успели привыкнуть к мясу. Вечерние часы мы провели вместе. Эльса отдыхала, положив голову, мне на плечо и говорила детям, хм-хм, хотя при этом пасти она не раскрывала, зуб был очень выразительный. Моя Лизон не подействовала, ребята ко мне не подошли. Меня всегда трогало, что со мной Эльса играет совсем иначе, чем с малышами. С ними она обращалась бесцеремонно, щипала, покусывала, а тому, кто мешал и есть, прижимала лапой голову к земле. Я представляла себе, как это должно быть больно, но ко мне Эльса относилась бережно. Может быть, потому что я всегда очень осторожно гладила ее и разговаривала с нею тихим, ровным голосом. Вот и она вела себя спокойно. Я уверена, что если бы я была с ней груба, Эльса показала бы мне, кто из нас сильнее. Только я легла спать, когда лагерь донесся голос Эльсиного супруга, но она не пошла к нему, а попыталась проникнуть через колючую изгородь в мою бомбу. Я крикнула, нельзя, Эльса, нельзя! Она в тот час угомонилась и устроилась спать с львятами возле калитки. На следующий день Эльса пришла в лагерь уже в сумерках, причем с нею было только два львенка, не хватало джесты. Гупа и Эльса маленькая принялись есть. Но где же джесты? Идти искать такую тем бесполезно, разве что удастся заставить Эльсу отправиться на поиски. И я стала подражать голосу джесты, по его характерному тянь-тянь, показывая им то же время рукой на буш. Наконец она ушла. Двое львят, как ни в чем не бывало, продолжали есть и последовали за нею лишь минут через пять. и вскоре все вернулись. Но джесты по-прежнему не было. Я повторила маневр. Эльса снова пошла искать и опять возвратилась ни с чем. Третья попытка также не принесла успеха. Я заметил во хвосте у Эльсы длинный шип. Должно быть он причинял ей сильную боль. И когда я принялась вытаскивать этот шип, она вся напряглась. Все-таки мне удалось извлечь его. Эльса облизала ранку, потом благодарно лизнула мне руку. Джесты отсутствовал уже целый час. Неожиданно Эльса по собственному почину отправилась вместе с ольвятами в буш, а затем я слышала знакомая тянь. И вот все семейство в сборе. Джесты поел немного мяса, потом лег отдыхать в метрах полутора от меня. У меня камень души сварился. Ведь львенок выбрал для прогулок самое опасное время суток, и он был еще настолько мал, что даже с гиеной не справился бы, не говоря уж о ле. Не иначе как ходил в зараженный ковет, который отказалась Эльса, и которую я велел выбросить подальше от лаги. Что бы такое придумать, джесты мог без всякого вреда давать выход своей энергией. Я повозила по земле рядом с ним старую автомобильную камеру, он тотчас набросился на нее. В игру немедленно включились и брат с сестрой, они дергали, рвали камеру друг у друга, и вскоре от нее остались одни клочья. Ночью прошел дождь, а утром я к своему удивлению увидела в пустовавшей палатке Джорджа отпечатки лап не только Эльсы, но и ребенка. Впервые кто-то из малышей отважился вступить в зону, которую они сами объявили запретной. На следующий день Эльса заметила, что мы не закрыли на ночь колючими ветками вход в бомбу. Она толкнула калитку, вошла в палатку и улеглась на мою кровать, завернувшись в обрывки противомоскитной сетки. И вид у нее был такой довольный, что я приготовилась провести всю ночь сидя на столе. Следом за Эльсой пришел и джеспе. Он встал на задние лапы, примется исследовать кровать, но, к счастью, не пожелал лечь рядом с матерью. Его брат и сестра оставались наружу. Мы всячески пытались выманить Эльсу из палатки. Это была нелегкая задача, так как мы не могли открыть вход, боясь, что львята бросятся к матери. Значит, надо как-то заставить Эльсу пролезть сквозь плетеную калитку. Я принялась ходить вокруг лагеря, произнеся тянь-тянь и светя фонариком, чтобы Эльса подумала, что львята убежали, и я их ищу. Эта уловка помогла. Эльса и джеспе выскочили на волю. Она пробралась сквозь калитку, но как сумел выбраться джеспе, я не представляю. Палатка теперь была свободна, однако уснуть мне не удалось, потому что Эльса атаковала грузовик. «Правда и на этот раз достаточно было крикнуть «Нельзя, Эльса, нельзя!» Я не могла понять, почему она добирает садокос. Проголодалась. Так ведь у реки еще лежало мясо. Львятам было уже около четырех месяцев. Пора им самим охранять свою добычу, или Эльса настолько облинила, что все обязанности предлагает на нас, и добывать им мясо, истеречь его. Так может быть лучше предоставить ее самой себе, чтобы не разрушать врожденных инстинктов? Время, однако, было для этого неподходящее. Как раз в эти дни мы обнаружили по соседству с лагерем следы чужих людей. Это явно приходили на разведку местные жители. Близился засушливый период, и они, несмотря на запрет, хотели пасти свой скот в заповеднике. все-таки лучше уж нам снабжать семейство мясом, чем рисковать, что Эльса зарежет отбившуюся от стада козу. Я утешала себя тем, что скоро снова начнутся дожди, и пастухи уйдут, а до следующей засухи ребята подрастут, и будут ходить с матерью на охоту. Я с интересом наблюдала, как развиваются малыши. Они уже начали упражнять свои когти. Становились на задние лапы, и царапали передними шершавый ствол дерева, преимущественно акаций. Да так усердно, что обнажалось розовое основание их коготков. После таких упражнений на коре оставались глубокие борозды. Время этого я исследовала Кал Эльси, и до того, как она стала матерью, находила разные глистовы, и мне утверждают, будто ленточный глист львам только полезен. Во мудренностях львов, которые Джорджу приходилось убивать, мы всегда их находили. Тем не менее, я давала Эльсе глистовгонные средства. Но с тех пор, как Эльса родила, ни у нее, ни у лед глистов не было. Они появились у малышей лишь в две с половиной месяца. Прежде бывало, что Эльса мочилась на брезентовые полпалатки, иногда даже на крышу лендровер. Став матерью, она излечилась от этой дурной привычки, и строго следила за тем, чтобы дети не пачкали тропу. Никого из малышей не было характерного для львов признака полосы до хребта. Длина этой полосы около 30 сантиметров, ширина 5-8 сантиметров, волосы на ней растут в противоположную сторону. У Эльсы и большой очень рано появилась такая полоса. У лустики она вовсе не образовалась. Отличать львов друг от друга было нетрудно. Джеспе заметно светлее двух других, отлично сложено, стороносый, с раскосыми глазами, которые придавали монгольские его живой мордочки. Самый смелый, любопытный и своевольный из троих, он был также и самым ласковым. Если он не мог маме, то ласкался к брату и сестре. Часто, когда Эльса ела, Джеспа только делал вид, что участвует в трапезе, а сам терся о маму. Он ходил за ней как тень. Очень мил был его робкий брат Гупа. На лбу теломные пятна, глаза не такие ясные и открытые, как у Джеспа, а мутноватые и чуть косящие. Гупа был крупнее и плотнее брата с заметным животиком. Я даже боялась одно время, что у него брыжа. Он был не глуп, но смекал медленно и был совсем лишен предприимчивости Джеспа. Гупа предпочитал не лезть на рожон, пока не выяснится, что нет никакой опасности. Эльсе маленькой очень подходило ее имя. Она в точности напоминала свою маму в этом возрасте. То же выражение, то же окраска, то же тонкое сложение и вела на себя так похожа на маму, что обещала стать не менее боятельным существом, чем Эльса большая. Конечно, Эльса маленькая знала, что она слабее братьев, но умела возмещать это хитростью. Все трое были хорошо воспитаны и во всех серьезных делах беспрекословно слушались мамы. Но в игре они ее не боялись, и ей приходилось наказывать их тумаками за нахальство. Вечером, когда вся семья лежала в моей палатке, я стала зажигать лампу. Вдруг она вспыхнула, и я едва успела бросить ее на землю, пришлось бежать за Ибрахимом. Но когда мы вернулись с тряпками, пламя уже само погасло. Львята все это время лежали на месте, с интересом наблюдая за странным поведением их луны. А Эльса даже подошла к огню, и мне надо было очень строго крикнуть нельзя, чтобы она не спалила усы. На ночь все семейство устроилось рядом с палаткой. Вдруг послышали звуки, которые обычно издают во время любовного свидания носороги. У этих неуклюжих великанов обнаруживается на удивление тоненький голосок. А, может быть, это буйволы? Так или иначе, хорошо, что у меня под рукой лежит винтовка. Ночь, однако, прошла спокойно, зато утром я проснулась от звона брошенной на земь посуды. В следующий миг в палатку ворвался то-то и, задыхаясь, доложил, что, когда он нёс мне чай, нему чуть не сбил с ног буйвол. То-то еле-еле успел добежать до моей буйвола и захлопнул калитку перед носом зверя. Я невольно улыбнулась. Парня, за которым гнался буйвол, могла успокоить хрупкая калитка. Но, видимо, эта преграда произвела общитление на буйвола, он отступил. Не забыл бы, перед тем птица носорог показала нам, как по-настоящему строить оборонительное сооружение. Кто читал мою первую книгу, помнит, наверное, случай, когда Эльса предупредила нас о плюющейся кобре, которая лежала на дереве на уровне наших глаз. После мы установили, что эта змея живёт в дупле в полуметре в земле. Она частенько попадалась нам на глаза. Раз, когда мы искали логово Эльсы, кобра вдруг поднялась над землей всего в полутора метрах от Джорджа. Он выстрелил, но промахнулся. И вот теперь мы обнаружили, что дупло замуровано твёрдой, как цемент, смесью глины, луба и, видимо, слюны. Осталась лишь узенькая щель. Сквозь щель было видно, как что-то шевелится внутри. Нам не больно-то захотелось проверять, в чём дело. Мы думали, что там выглядят детёныши. Но затем примесили, что на земле у ствола частенько появляется птичий помёт, и смекнули. Дупло заняла птица-носорог. Во время насиживания самка-носорога сидит замурованная. Самец оставляет маленькое отверстие, через которое передаёт ей пищу. Странно только, что эта чета выбрала дупло так близко от земли, и не постеснялась занять квартиру змеи. Кстати, что думала по этому поводу сама кобра? Или её постоянная квартира была в другом месте? В метрах пятнадцати оттуда, на другом дереве, я увидела кирпичного цвета змеёныш. Когда мы приблизились, он мигом юркнул дупло. Оба дерева относились к роду комифора. Судя по всему, очковые змеи отлично лазают по деревьям и привязаны к месту своего обитания. Носороги занимали до полу недель шесть-семь. Потом, затычка вдруг исчерла, остались только черепки на земле. Вход открыт. Когда я там исполнилась четыре с половиной месяца, Эльса, видимо, примирилась с тем, что они никогда не будут относиться к нам так же, как она. С каждым днем они становились все более робкими. Ей старались подальше от палаток, куда не доходил свет нашей лампы. Только Джеспа не отставал от матери и часто забредал с ней в опасную зону. Эльса теперь, как правило, ложилась между нами и львятами, как бы оберегая их. Выглядели они превосходно, и мы решили хотя бы на несколько дней оставить их наедине с Эльсой. «Пусть поохотятся». Недавно поблизости от лагеря появлялся их отец, и поскольку Эльса наведывала с эльвятами только для того, чтобы поесть, мы заключили, что большую часть времени она проводит с ним. Пока сворачивали лагерь, я распустилась в кабинет и села под деревом просмотреть письма читателей книги «Рожденная свободная». Почту привез Лендровер, который приехал за нашими вещами. «Как бы мне успеть ответить всем?» Вдруг на меня налетела Эльса. Пока я пыталась избавиться от ее ста пятидесяти килограммов, письма разлетелись во все стороны. Наконец я поднялась и стала их собирать, но стоило мне нагнуться, как Эльса прыгала на меня, и мы снова катились в обнимку по земле. Левята пришли в восторг от такой забавы и принялись гоняться за порхающими листами. Почитатели Эльсы, наверное, были бы рады увидеть, каким успехом пользовались их письма. К счастью, мне удалось все собрать. Чтобы отвлечь внимание Эльсы и львят, я послала в лагерь за мясом. К этому времени все наши вещи были уложены, машины ждали на стороне от лагеря. Не смотя на горьке, Эльса тотчас уловила рук от моторов. Она внимательно прислушалась и посмотрела на меня. Зрачки ее расширились настолько, что глаза казались черными. Она поняла, как и всегда понимала, что мы покидаем ее. «Как же ты можешь оставить меня и детей без еды?» говорили ее глаза. Она перестала есть, медленно двинулась львятами вдоль лаги и скрылась из виду. Глава седьмая. Эльса встречает своего издателя. Через пять дней, двадцать восьмого апреля, мы снова приехали в лагерь, а десять минут спустя пришла Эльса без львят. Выглядела она отлично, и встретила нас очень радушно, но сразу же убежала, прихватил с собой козью пушу, которую мы привезли для нее и даже еще не успели привязать на ночь. Она пропадала целые сутки, потом наконец явилась снова одна, наелась до отвала и под утро ушла. А где же львята? Мы начали беспокоиться, тем более, что у Эльсы были грузные соски. Но уже на следующий день облегченно вздохнули, увидев сухом русле резвящееся семейство. В лагерь мы вернулись всем вместе. Вскоре началась гроза, и Эльса спряталась к нам в палатку. Ребята сидели под дождем, страхивая по временам себе воду. Они озябли и промокли насквозь, но даже в таком виде были очаровательны. Мокрая шерсть плотно прилегала к телу, так что уши и лапы казались двое больше обычного. Как только Ливень унялся, Эльса вышла к детям и затеяла с ними отчаянно возню. Видимо, хотела, чтобы они согрелись. Потом все принялись за обед. Они так яро снорвали мясо, что было видно, как играют сильные мышцы под высохшей пушистой шерсткой. То, впервые мы увидели, что львята уже научились зарывать в землю остатки. Они аккуратно засыпали все песком. Должно быть, за те пять дней, что они жили полными дикарями, мать преподала им этот урок. Когда все было убрано, малыши устроились около Эльсы и принялись сосать молоко. На этот раз мы не собирались долго задерживаться и поэтому торопились поскорее сделать снимки. Но Эльса сорвала наши планы. Она почти не приходила в лагерь. А ведь нам еще хотелось получше откормить ее до отъезда. Пришлось отправляться за ней к большим скалам. Мы позвали ее, и она спустилась к нам вместе с Джеспе. Двое других малышей держались поотдаль. Когда мы пошли обратно, семейство последовало за нами. Детеныши по минуту затевали возню, и Эльса останавливалась, поджидая их. Утро выдалось чудесное. Вдох был свежий и прохладный. Красивые облака, которые даже в самые ясные дни разрисовывают узорами кенийское небо, еще не появили. Раду в жизни распирала львят. Они носились сзади, вперед, шибая друг друга с ног. Но вот Эльса свернула в буш, должно быть, решила идти в лагерь на пленник. Эльса маленькая и гупо ринулись за нею, но Джиспе забежался в дороге. Он явно считал себя ответственным за безопасность семейства, а ведь мы в него не входили. Вот он и проверял, не собираемся ли мы их преследовать. Не обращая внимания на материнский зов, Джиспе наступал на нас, тут прижимаясь к земле, то делая короткую перебежку. Подобравшись к нам плотную, он остановился и замотал головой, точнее не знал, что делать дальше. Тут подоспела Эльса. Она вернула за своим неслухом и хотела дать ему затрещину, но уловко вернулся и покорно затрусил следом за братом и сестрой. Мы чудесно провели день в кабинете. Семейство уписывало козлятину, наевшись до два лагента, повалились на спину лапами кверху и задремали. Я прислонилась к Эльсе, Джиспе устроилась у нее под мордой. После отдыха львята принялись исследовать ветви деревьев, свитающие над водой до самой середины реки. Их не пугала ни высота, ни быстрое течение внизу, и они легко поворачивались даже на самых тонких суках. Вдруг Эльса насторожилась, быстро встала, забрала с собой львят и ушла на укрытие. Только теперь я услышала, что придерживаются слоны, и тут же заметила четырех исполинов. Они шли по противоположному берегу на водопой. Летер был в нашу сторону, и слоны нас не учуяли. Утолив жажду, они не спеша долились в буш. Когда начало смеркаться, я оттащила остатки казнатины в Наги. По пути Джеспе дважды пытался атаковать меня, но оба раза сервитый взгляд матери его останавливал. В один с ближайших дней, когда Джордж отправился обследовать свой район, я снова задумывалась сделать свинки. Тут я помогал мне нести снаряжение. Мы заставили львиное семейство Китчен-Наги, так мы называли печальный участок одного высоко русла. Эльсу и львята были такие-то сонные. Я отправила Туто обратно в лагерь и приготовила аппараты для съемки. Было очень жарко, но небо хмурилось и собирался дождь. Эльсу стала кататься между штативами, однако не прокинула их. Львят привлекли блестящие предметы, и мне терпелось поближе исследовать футляры и коробки, которые я подвесила повыше, до них не дотянулись. Начала моросить, но такой дождищик не затягивается надолго, поэтому я не стала убирать камеры, я только накрыла их полиэтиленовыми мешочками. Вдруг я заметила, что Эльса вся подобралась, и, наступившись, смотрит в сторону лагеря. миг, и она прижав уши, молния в него заросли, послышался испуганный вопль Тато. Я бросила след за ней, крича, нельзя, нельзя. К счастью, я подоспела вовремя, и крикнула Тато, что был шум в лагерь помедленнее, иначе Эльса может погнаться за ним. Когда пошел дождь, Тато решил вернуться и помочь мне отнести в палатке тяжелое снаряжение, и вот теперь чуть-чуть пострадал за свою доброту. Когда он наконец ушел, я успокаивала Эльсу, подглаживая ее и приговаривая, что это был всего-навсего ее хороший друг то-то, то-то, то-то. Затем я собрала свои камеры и направилась в лагерь. Нести было нелегко, а Эльсу не покидала ее подозрительность. Она поминутно выскакивала вперед, проверяя, все ли в порядке. Я оказывалась между ней и рядом. Им это не нравилось. Жест все время бросался на меня. Мне не хотелось, чтобы Эльса раньше меня явилась в лагерь, поэтому я постаралась опередить ее. Но теперь не пришлось спрятаться задом со своей тяжелой ношей, так как я боялась потерять их из виду. Всю дорогу я узкого разговаривала с Эльсой, чтобы настроить ее на более миролюбивый лад. Подойдя к лагерю, я крикнула боем, чтобы они зарезали козу и не пускали Эльсу в лагерь до тех пор, пока они все не приготовили. Так что наше возвращение было мирным. Когда вернулся Джордж, мы снова предприняли с ним фотоэкспедицию и стали искать Эльсу на гляде, где ее увидели с утра, звали ее, но она не показывалась. Лишь когда стемнело, и снимать уже было нельзя, она вдруг вышла метрах десяти от нас. Судя по ее спокойствию, можно было подумать, что Эльса весь день следила за нами из укрытия. Теперь она потерлась головой наше колени, но голос ему подавала, а это значило, что она не хочет привлекать внимание меня. Немного погодя, Эльса так же бесшумно ушла, а потом нам попались отпечатки лапы супруга. Видимо, семья собралась в полном составе. На следующий день я в бинокль увидела Эльсу недалеко от того места, где мы расстались на казоне. Она стояла на гребне гряды, четко выглядаясь на фоне неба, и пристально разглядывала небольшую ложбинку между скалами. Меня она заметила, но не подала виду. Я наблюдала за ней, пока не стемнело, и за все это время Эльса ни разу не пошевелилась, точно стояла на часах. Вдруг что-то на дороге привлекло ее внимание. Вероятно, она уловила рук от машины, на которой возвращался с объезда Джордж. Прогнувшись со мной, он остановился, я села в машину и стала рассказывать о последних событиях. В кузове лежали цесарки, которые Джордж настрелял на дороге. Я обрадовалась. Уж очень не надоели все эти консервы. неожиданно неожиданно премчалась Эльса, вскочила в кузов, и во все стороны полетели перья. Прежде что мы останемся без обеда, Джордж схватил одну цесарку и бросил подоспевшим гвятам. Эльса прыгнула следом, а мы точно нажали на стартер и рванули с мест. Но Эльса все-таки успела вскочить на крышу лендровера, требуя, чтобы ее подвезли к лагерю. Мы надели, что через несколько сотен метров материнский инстинкт все же заставит ее вернуться к левятам. Куда там? Лишь когда мы принялись стучать по брезенту, не давая ей улечься, Эльса наконец вскочила и направилась к своим недоумевавшим детям. Вскоре все семейство пожаловало в лагерь из-за тела иглу с убитой цесаркой. Нас особенно позабавила хитрость Эльсы маленькой. Она позволила братьям ощипать птицу, а затем, улучив миг, уволокла ее и так решительно защищала свою добычу, фыркала, ворчала, царапалась с самым грозным видом, что братья отстали от нее и занялись другой птицей. Детеныши порой не на шутку дрались из-за еды, но у них не оставалось друг на друга ни зла, ни обиды. Странно, что цесарки пришли всем больше по вкусу, чем козлятин. Когда Эльса была маленькой, цесарка была для нее скорее несъедобной игрушкой. Ночь семейства провела около лагеря. Утром мы поняли, что для этого была причина, кругом виднелись львиные следы, не иначе как отец рассчитывал поужинать вместе, а Эльса, очевидно, это не устраивала. Она затащила козу в кусты между нашими палатками и рекой, куда ее супруг вряд ли решился бы зайти. Здесь она и обосновалась вместе с ольвятами на ближайшие сутки. И только когда Джош вернулся на линдровере из очередного объезда, она вышла из укрытия. Джош привез еще цесарок, и повторилась вчерашняя потеха. Вечером я пошла погулять, и вдруг увидела отпечатки лап Эльфиного супруга поверх свежих следов от машины Джорджа. Папаша только что был здесь. Вернувшись в лагерь, я заметила, что Эльса настороженно прислушивается, вскоре она снова потащила козу надежное укрытие, захватив с собой львят. Почти сразу вслед за этим мы услышали совсем неподалеку ворчание льва, Оно прекратилось только на рассвете. Утром мы должны были уехать на восемь дней в Исиола. Эльса, разумеется, слышала, как мы свертывали лагерь, но не стала выходить из своего колючего укрытия. В Исиолу мы узнали, что в последние дни нас трижды вызывали по телефону из Лондона, и завтра снова должен быть звонок. «Когда живешь в такой уши, разговор с Лондоном за шесть половиной тысяч километров, хоть кому покажется волнующим событием». И вот мы слышим в трубке голос издателя Билли Коллинза. Он сказал, что принимает наше приглашение и приедет познакомиться с Эльсой. Прилететь он должен был на следующей неделе. Мы заказали для Коллинза самолет из Найроби до ближайшей к нам посадочной площадки, и за два дня до его приезда выехали из Исиола, решил заранее отыскать Эльсу и попытаться удержать ее с Эльвятой поблизости от лагеря. За дорогу нам несколько раз пришлось останавливаться из-за проколов, и в конце концов мы были вынуждены устроиться на ночь под открытым небом в таком месте, где недавно был пожар. Трава сгорела, все было черно, и в воздухе носился пепел. Воды у нас с собой было очень мало только для питья, так что мы быстро превратились в трубочисты. Утром мы добрались до лагеря. Джош выстрелил в воздух и вскоре послышал знакомое хм-хм. Однако Эльса не появлялась. Ее голос доносился со стороны кабинета. Я спустилась туда и увидела все семейство на водопое. Эльса глянула на меня, но продолжала пить, как ни в чем не бывало, точно и не было недельной разлуки. Потом она все-таки подошла и лизнула меня. Джесса сперва села в двух шагах от нас, но когда Эльса вскочила на стол и улеглась там, он встал на задние лапы и потелся носом о мамину морду. Утром я вместе с Ибрахимом Македой и поваром поехала встречать Билли Коллинза. Не знаю точно, когда он прилетит, мы захватили с собой лагерное снаряжение на случай, если вдруг придется заночевать в буше. Эльса сидела на больших скалах и провожала на взгляд. Километров через восемь нам встретилось стадо слонов. Их было больше трех десятков, и среди них много детенышей. На наше счастье они уже пересекли дорогу и быстро удалялись. В эти ранние часы нам вообще попадалось на редкость много животных. Бесных антилоп, зебр, водяных козлов, жирафовых антилоп, бородавочников. А выехав на открытую равнину, мы увидели стадо газелей Гранта, антилоп Илпола и Кант. Встреча с камнами нас не удивила. Они подолгу пасутся в одних и тех же местах, и это стадо мы уже давно приметили. Здесь же бродили страусы, и множество цесарок гонялись друг за другом, точно камни катились по ровне. Потешные бубуины вот такие, где высовывались из травы, пытаясь получше разглядеть нас. Надо встретить всю эту дичь на обратном пути. Будет что показать нашему гостю. Впрочем, со слонами его лучше не знакомить, пока с нами нет Джорджа. Наконец, мы добрались до сомалийской деревушки, где с минуты на минуту должен был приземлиться самолет. Я попросила местных жителей не пускать посадочной площадки скот. Аэродром этот был устроен для самолетов, истребляющих саранчу. Чтобы подготовить площадку к приему гостей, надо было только вырубить немного кустарника. Теперь ей редко пользуется, и здесь постоянно бровископ. С воздуха ее не сразу различишь, она почти сливается с окружающей местностью. Послушался рокот мотора, и вскоре мы видели самолет, который долго кружился над площадкой, прежде чем сесть. Точно на аэродром высыпали чуть ли не все жители деревни, мусульмане в живописных тюрбанах и широких халатах, с интересом следили, как Билли, Коллинзе, летчик выбирает со естественной кабины. Билли всю ночь провел в воздухе. Только три часа назад прибыл он на Эроби, откуда немедленно отправился на четырехместной машине дальше, мимо горы Кения, с ее коварными воздушными ямами, крохотной площадки среди полупустынь северной пограничной провинции. Редкие гренобитные лавки с железными крышами не очень-то помогали летчику ориентироваться. Посадочную площадку он отыскал скорее благодаря окружившим ее верблюдам и ослам, чем расположенным по углам белым камням и обвисшему ветру указать. Летчик сказал, что ему надо немедленно лететь обратно, пока над песками и бушем не спустилась ночь. Нам тоже предстоял долгий, трудный путь. Мы выехали почти сразу, только выпили чай, Билли. Я слышала, что Билли очень любит животных, но придется ли ему про вкусу наш неустроенный быт? Узнав, что весь его опыт лагерной жизни сводится к отдыху в уютном домике на Полинезийском острове, я слегка встревожилась, но когда увидела, что отчаянная тряска не помешала Билли Коллинзу искренне восхищаться каждой птицей, каждым животным, каждым растениям, какие только нам попадались, я успокоилась. Ехали мы до темна, потом на берегу одной из четырех рек, через которые нам предстояло переправиться, сделали привал. Полагая, что Билли устал после долгого перелета, не опасаясь встречи со слонами в темноте, я хотел остаться тут на всю ночь, однако Ибрахим и объездщик посоветовали мне ехать дальше. На кордоне, где мы держали коз купленных для Эльфин, инспектор передал мне записку, в которой он очень просил Джорджа приехать на следующий день ближайший административный центр для разбора дела о браконьерстве. Пропетляв еще часа два по густому бушу, мы наконец добрались до лагеря. Не успел Джордж наполнить рюмки, чтобы подкрепить наши силы, как послышал знакомая хлынг-хлынг, и появилась Эльса с детьми. Она, как всегда, радостно поприветствовала нас, потом осторожно обнюхала Билли и потерлась о него головой. Ряды стояли по отдалям. Эльса забрала свою козлятину, уволокла скромный уголок за моей палаткой, и все семейство принялось за еду. В плинге Билли в лагере рядом с палаткой Джорджа была поставлена еще одна палатка, обнесенная колючей изгороди. После ужина мы отвели туда нашего гостя и пожелали ему спокойной ночи. Вход в ограду был забаррикадирован ветками. Эльса встанулась возле моей бомбы. Засыпая, я слышала, как она ласково разговаривает с ольвятами, а на рассвете меня разбудил шум, он доносился из палатки нашего гостя. Билли и Джордж уговаривали Эльсу слезть с кровати своего издателя. Как только начало светать, она протиснула сквозь град, прыгнула на Билли и, придавив беднягу своими килограммами, принялась облизывать его через противомоскитную сетку. Нужно отдать должное спокойствие у Коллинза, если учесть, что его еще никогда в жизни не будила таким способом взрослая двица. Даже когда Эльса, показывая свое расположение, легонько щипнула его за руку, Билли продолжал говорить с ней ровным голосом. Наконец, эта забава ей наскучила. Эльса вышла с Джорджем за оградой, за тело вознес оглядами. Поздоровалась бы всем и хватит. Потом семейство отправилось к большим скалам, а Джордж поехал расследовать случай с браконьером. Мы с Билли обсуждали в моем кабинете издательские дела, пока Джордж не вернулся. Он рассказал, что видел у самого лагеря слоновье стада. Мы наскоро выпили чаю и поехали, надеясь снять интересные кадры. Опровневшись большими скалами, увидели на вершине Эльсу. Ее силуэт так красиво выделялся на фоне неба, что мы забыли о слонах и подошли поближе к скалам в надежде снять Эльсу и львят. Она все время прислушивалась к какому-то шуму, доросившемуся из-за большого камня неподалеку от нее. Видимо, там были львята. Эльса следила за каждым нашим движением, но сама, сколько мы ее не звали, не манили, не сдвинулась с места, и львята не показывались. Так ничего и не дождавшись, мы решили попытать счастье со слонами. Не успели мы вернуться к машине, как Эльса встала и вызвала львят, и они, как будто нам на зло, стали принимать самые живописные пользы. Этого-то мы ее ждали целый час, но Эльса достаточно ясно дала понять, что у нее нет настроения сниматься, и поэтому мы решили ехать к слонам. Угу, в том месте, где видел их Джордж, остались только одни следы, и мы вернулись к Эльсе. для свинок теперь уже было темно, пришлось просто понаблюдать за семейством бинокль. Эльса бегали и возились между камнями, а Эльса все время следила за нами. «Когда мы наконец позвали ее, она тотчас сбежала вниз, радостно поприветствовала нас и вскочила на крышу лендровера. Мы гладили ее лапы, свисающие на ветровое стекло, а она глядела на детей, которые продолжали играть на гряде, ничуть не встревоженное ее отсутствие. Эльсе было приятно наше внимание, но все-таки она не сводила глаз со львят, пока они не спустились вниз. Тогда Эльса спрыгнула на землю и ушла с ними в буш. Мы тоже вернулись в лагерь, чтобы приготовить тушу для львиного семейства. Они вскоре пожаловали и набросились на мясо, а мы выпили по рюмке вина. Весь этот вечер мы провели вместе, и наши четвероногие друзья явно признали Билли своим. Еще не рассвел, как до меня снова разбудил шум из палатки Коллинз. Опять Эльса пришла сказать ему доброе утро. Джордж уговорил ее выйти, укрепил ограду, чтобы она больше не смогла пролезть, и пошел досыпать. Ему не здоровилось, ночью у него был приступ малярии. Как бы вы не остерегались, вы никогда не застрахованы от внезапных приступов, если, как Джордж, более тридцати лет ослабляете свой организм лекарствами от малярии. Но Эльса не собиралась отступать перед какими-то там колечками, и снова Билли закряхтел под ее тяжесть. Пока он выпутывался из накомарника, прибежал Джордж. Он замешкался, разбирая сооруженное им же препятствие, и Эльса успела крепко обнять Коллинза за шею обеими лапами, и захватила в пасть его лицо. Так она ласкала своих левят, но вряд ли Билли могла понравиться такая ласка, и как только он не перепугался насмерть. Когда я прибежала в палатку, Эльса уже там не была, она возилась здесь, на берегу реки. Я осмотрела царапины, которые она оставила на плече Билли. К счастью, они были неглубокие, и в два дня все зажило. Меня расстроило необычное поведение Эльсы. Никогда еще она не встречала так наших гостей. Я решил, что она выражала Билли свою симпатию, иначе бы он так легко не отделался. Все-таки я беспокоилась, и поэтому оставалась в палатке с Коллинзом, пока Эльса не увела своих ряд. Я надеялась, что она ушла на целый день, но не тут-то было. Только мы с Джорджем отвлеклись, как она в третий раз пробралась через изгородь. Правда, Билли уже встал, а он мужчина рослый и сильный, так что он удержался на ногах, когда Эльса, поднявшись на задние лапы, положила переднее ему на плечи, и подергала его за ухо. Но тут я задала ей основательную трепку. Эльса с обиженным видом вышла из палатки, и обратила свои ласки на Джеспе, каталась с ним по траве, обнимала его и покусывала в точности, так же, как Билли. Затем все семейство при прыжку умчалось в уши. Не знаю уж, кто был больше потрясен, бедняга Билли или я. На ваш взгляд, все эти выходки Эльса означали, что он нас считает его членом семьи. До сих пор такие ласки доставались только нам и львятам. Если бы Эльса ревновала нас к Билли, или не слюбила его, она, наверное, обошлась бы с ним более сурово. Но мы не хотели, чтобы эти демонстрации повторялись, и решили после завтрака уехать из лагеря. Меня беспокоила Морилье Джорджа, однако он заявил, что через день-два будет совершенно здоров. Я сама знала по опыту, что его приступы быстро кончаются. Нам было жаль уезжать так скоро, но другого выхода не было. Промехав несколько километров, мы увидели недалеко от дороги двух слонов. Они вытянули хобот и, принюхиваясь, нерешительно потоптались на месте и отступили. Тогда Ибрахим отправился на разведку, ведь мы везли тяжело нагруженные прицепы и не могли быстро маневрировать. Предосторожность оказалась кстати. Она предотвратила столкновение со слоном, который стоял посреди дороги. Мы остановились и стали ждать. Однако слон не торопился. Мы давно сделали все снимки, когда он, наконец, соблагоровалил удалиться в буш. Дальше мы ехали без особых происшествий, если не считать проколов, из-за которых Ленбергер попал в канал. В двух часах пути от Исиола машина неожиданно остановилась, у прицепа соскочило колесо и ось резала землю. Мы оставили объездщика сторожить прицеп, пока не пришлем за ним грузовик, дальше. Да и Исиолы мы добрались далеко за полночь, пока управились разгрузкой, длили воду для умывания, готовили ужин. Все уже смертельно устали и хотели спать. Мне было жаль Билли, ведь на его долю выпало столько всяких переживаний, и за всю поездку он не знал ни минуты покоя. Слово же, после нашего отъезда из лагеря, Джорджа опять вызвали все по тому же делу о браконьерстве. Несмотря на болезнь, он на следующее утро стал собираться в путь. В это время явилась Эльса, после визита в Билли она не показывалась в лагере, но теперь, проголодавшись, пришла вместе с детьми. Пока не ели, Джордж уехал в Исиола. Глава восьмая. Пожар в лагере. В начале июня мы снова отправились в лагерь, где не были десять дней. Перед целым закатом, когда до лагеря оставалось десяток километров, мы вдруг заметили на деревьях и кустах множество грифов и стали медленно подъезжать к ним. Неожиданно мы оказались в окружении слонов. Должно быть то самое стадо тридцать-сорок голов, которое бродило здесь последние недели. К стаде было много слонят и встревоженные мамаши, подняв кверху хобот и размахивая ушами и сердито тряся головой, подходили к самой машине. Мы почувствовали себя не очень уютно. Когда нас догнал грузовик, за рулем которого сидел Ибрахим, положение наше не улучшилось. Джордж схватил винтовку, и вскочил на крышу линдровера. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем слонам вздумалось наконец идти дальше. Один за другим они пересекали дорогу в метрах двадцати от нас. Зрелище было величественное, могучие животные шли цепочкой, прикрывая своими телами слонят и сердито мотая головой нашу сторону. Выразив свой гневный протест, стадо удалилось. Однако, часть слона все еще стояла нелешительности. Мы продолжали ждать. Наконец, двинулись и эти. Лишь две небольшие группы остались на месте. Они явно не собирались уходить. Но что же все-таки привлекло сюда всех этих грифов? Уже смеркалось, и Джордж решил вместе с Македой рискнуть пройти между оставшимися слонами. Ибрахим и я с крыши машины следили за животными, чтобы в случае чего предупредить Джорджа. Он нашел недавно убитого водяного козла. Кругом на земле были отпечатки лап льва. Видимо, слоны спугнули его. Джордж вернулся к машине. Уже стемнело, а дорогу нам все еще преграждали слоны. Объехать их было невозможно, и мы рискнули пробраться между ними. Все обошлось благополучно. Уж не Эльса любила этого козла? Да нет, вряд ли слишком далеко от ее охотничьих угодий, и опасно схватываться с такой антилопой. У водяного козла могучие врага и огромный вес, этот козел весил не меньше двухсот килограммов. К тому же Эльса не по печенье львята. Только очень сильный голод мог вынувить ее пойти на такой риск. Приехав в лагерь, мы сразу же пустили сигнальную ракету, затем установили антенну. Мне хотелось услышать первую свою передачу об Эльсе, записанную на Евроби за несколько дней до этого. Эльса в ту ночь не появилась. Рано утром мы отправились к тому месту, где нашли убитого козла. От него мало что осталось, и все кругом было стопсано слонами, так что никаких других следов не разобрать. Пробираясь сквозь колючий кустарник, мы спугнули носорога, который промчался мимо нас, чересчур уж близко. Нам пришлось ходить не один час, прежде чем мы напали на след, похожий на след жесты, но мог ли он забрести так далеко. Возвратясь в лагерь, мы к своей радости увидели Эльсу с львятами на больших скалах. Она стремительно сбежала вниз, сбросилась над Жоржа, сбила его с ног, потом проделала то же самое со мной. Дети с любопытством глядели на все это, высунув голову из высокой травы. В лагере семейство получило от нас мясо, и все сразу же жадно набросились на него, ворча, хрипя и чавкой. Должно быть, они здорово проголодались. Эльса маленькая захватила лучшие куски и убежала от братьев. Они никак не могли наесться, и пришлось выдать им еще одну тушу. Позже, когда мы легли отдохнуть, Джеспа с неожиданной отвагой принялся вдруг жевать мои сандалии и дергать меня за ноги. Зубы и когти у него были достаточно острые, и я быстро поджала ноги. Он сразу так надулся, что я знак дружбы протянул ему руку. Джеспа пристально поглядел на руку, на меня, повернулся и ушел. Вечером Эльса по старой привычке растянулась на крыше лендровера, но дети, вместо того, чтобы затеясь возьми, улеглись вокруг на земле. Обычно они как раз в эти часы особенно резвились. Ночью я слышала, как они сосут молоко, а Эльса тихонько с ними разговаривает. Сильно же они проголодались, если даже двух кос им было мало. Утром семейства в лагере не было. По их следам мы пришли к убитому водяному козлу. Значит, это все-таки Эльса расправилась два дня назад с такой могучей антилопой. Но ему не повезло. Совсем не кстати, или слоны не дали ей и львятам попировать. Теперь понятно, почему все семейство было такое голодное и устало. Мы забрали роскошные рога и подвесили их в кабинете на память о первой охоте львят вместе с матерью на крупной дичь. Наши походы к Эльсе на большие скалы были всегда интересными. В дальнем конце гряды, разбитым трещинами и заросшим эфорби и кустарничком, есть множество укромных местечек для всевозможных животных. Доманы там попадались буквально на каждом шагу. Они сновали между камнями, будто тени или пытливо поглядывали на нас. Светлые пятна над глазами придавали им такой недоумевающий вид, что казалось, их любопытство ненасытно. Доманы окрашены под цвет камня, и только в бинокле могли следить за их стремительным бегом по почти отвесным каменным плитам. Бывало они расхрабряться, выставить одного на пост, чтобы следить за нами и выглядеть на скалах погреться на солнышке. Наверное, это были и дикобразы, мы часто находили их иглы. Но самыми занимательными жителями этой части буша были, конечно, попугаи. Однажды я наблюдала, как чета попугая спустилась на аба-абаб, рядом с нами. Кургузы, короткохвостые птицы с поразительным красивым пиением, изумрудным и оранжевым. Они попрыгали с ветки на ветку, и, наконец, исчезли в дупле на толстом суку. В следующий миг из дупла по соседству выслилась голова еще одного попугая. Это был неопилившийся птенец. Он что-то прохрипел, тотчас появились старшие, и сели рядом с ним. Из дупла был старый птенец, все четверо уселись в ряд на суку, и принялись старотой. Разглядывая их в бинокль, я приметила еще и третье дупло, из которого смотрела чуть ли не человеческая рожица. По огромным глазам и ушам я узнала лемура, ночное животное, которое выходит на волю, лишь когда стемнее. Здешний лемур очень мал, может поместиться на ладони, зато его пушистый хвост вдвое длиннее тела. Как-то вечером Эльса и ее дети отправились с нами в лагерь. Мать и Джеспе шли впереди нас, Гупа и Эльса маленькая за нами, но Джеспе это не нравилось, и он все время бегал сзади, вперед, стараясь собрать, ставить вместе. Наконец Эльса остановилась и пропустила нас вперед. Воссоединение состоялось. Эльса ласково потерлась в наши колени. Спасибо, что поняли. В ту ночь из кухни пропала военная цесарка. Виновником оказался «Отец львят», мы обнаружили в палатке его следы. Утром меня возбудило мяуканье «Отец львят». Джоша опять «У нас каждый день говорила радио. Эльса пугалась только в момент включения. Пугалась она и когда я начинала играть на пианино. Но разобравшись откуда исходит звук, она больше не обращала на него внимания. Эльса различала гул самолета и автомашины. Как бы громко ни накатал самолет, она была к нему равнодушна, зато шум автомобиля настораживала ее задолго до того, как мы его улавливали. Я проверяла, как на нее подействует пение, но на мою песню она не реагировала. Когда я подражала голосу львят, чтобы заставить ее искать их, она немедленно подчинялась, однако, если я делала то же в шутку, Эльса оставалась безочестна. Как и положено дикому зверю, она различала голоса животных и могла определить их настроение. И по нашим голосам она угадывала, как мы настроим. Мне кажется, низкие голоса она всегда предпочитала высоким, даже если высокие ноты вовсе не означали, что говорящий возбужден. После случая с радио я могла проверить свою собственную реакцию на звуки. В ту ночь между лагерем и рекой перезвились слоны и было невозможно уснуть из-за урчания в их животах, трубных звуков, гулопадающих створлов, плеска воды, а тот еще начал рычать Эльсин супруг. Из всего этого гамма я слышала храп Джорджа. Эльса укрылась за изгородью вокруг палатки Билли. Наутро буш вокруг лагеря напоминал поле боя, трава была вытопнана, повсюду виднелись глубокие вмятины слоновьих ног. Но слоны ушли и снова царился мир. Эльса с детьми отдыхала в лагере по соседству с кабинетом. Днем мы уехали в Исиола и пробыли там девять дней. Шестнадцатого июня возвращаясь в лагерь. Мы чуть не наскочили на двух слонов, которые вышли из буша перед самой машиной. К счастью, они напугались не меньше нас. Джордж резко затормозил, а слоны громко отрубя убежали в чащу. Эльса явилась в лагерь через полчаса после сигнальной ракеты. С ней были львята. Она устроила нам восторженную встречу. Но я заметил у нее ссадины на голове и на морде и глубокую рану на правой задней лапе, сильно распухшей. Эльса старалась поменьше двигаться и не позволила мне лечить ее. Все четверо были очень голодны. Понадобилось две козы, чтобы насытить их. На следующее утро мы попытались выяснить по их следам, где было последнее логово семейство. Мы знали, что надо искать за рекой. Эльсе всегда больше нравился тот берег. Нам-то казалось, что на нашей стороне ничуть не хуже, и выбор Эльсы нас беспокоил, так как она рисковала нарваться на браконьеров. Будь она одна, это еще было бы не страшно, но с детьми совсем другое дело. Вообще, мы с самого начала выбрали этот район, потому что здесь, вдоль реки, полосе шириной несколько километров, распространен один вид мухи ЦЦ, укус который безвреден для человека и большинства диких зверей, но опасен для скота. Вот мы рассчитывали, что тут не появятся домашние козы на соблазн Эльси. У него были очень постоянные привычки, и хотя она меняла логово каждые два-три дня, но только в пределах ограниченного участка. Это тоже нас успокаило. Теперь, по многим признакам, мы определили, что в последнее время местные племена вторгаются в заповедник. Поэтому мы стремились установить, где чаще всего Эльса устраивает свое логово, чтобы в случае опасности прийти и на помощь. От реки следы шли по сухому рослу до скалистой гряды примерно в километре от лагеря. Мы назвали эту гряду пещерной, потому что здесь была многоярусная сухая пещера, откуда открывался отличный вид на буш. Рядом с пещерой росли деревья, так что львятам было где полазить. Видно, здесь и обосновалась Эльса. Когда мы возвращались в лагерь, она уже ждала нас там с малышами. Она была чем-то встревожена, но светила меня ласково, позволила полежать на ней, как на подушке, и обняла меня лапами. Джеспе это не понравилось. Когда мать отошла от них, он присел, собираясь прыгнуть на меня. Три раза примирялся, наконец, сделал вид, что его больше занимает слоновий помет, однако свежатые уши и сердитое ворчание выдавали его ревность. Для своих выпадов львенок выбирал моменты, когда мать его не видела. Жена задобрит жест, я дала ему несколько лакомых кусочков, потом привязала трехметровой веревке автомобильную камеру и потащила по земле. Пока мы с ним состязались, кто кого перетянет, из кабинета донесся шум. Это слоны затеяли там свои игру. На следующий день во время завтрака мы вдруг увидели между палатками и кухней четырех слонов. Они появились внезапно и бесшумно, и также бесшумно потом ищем. Во время недавнего половодья крокодилы разбрелись по всей реке, а теперь они опять стали собираться в глубоких заводях. Это нас тревожило, ведь Эльса нередко уносила к реке мясо, прежде чем мы успевали привязать его на ночь. Часто было слышно, как она рычит на берегу. Мы приходили на помощь с ружьями и фонарями и заставали Эльсу самый разгар спора с крокодилами. Естественно, увидев что у нас крок отступал, наши выстрелы обычно не попадали в цель, так как над водой мы видели только одни глаза. Из всех известных недиких животных крокодилы лучше других чувствуют опасность. Как мы не подкрадывались, нам не удавалось их перехитрить. Двадцать шестого июня львятам исполнилось полгода. По этому случаю Джордж подстрелил для них цесарку. Конечно, Эльса маленькая не замедлила схватить стицу и скрыться с нею в буш. Возмущенные братья кинулись до гонку, но вернулись ни с чем и скатились по песчаному откосу прямо на мамашу, которая нежилась на спине лапами кверху. Она поймала озорников, захватила в пасе головы. Когда им наконец удалось вырваться, они стали дербать маму за хвост. Наигравшись, Эльса встала, медленно подошла ко мне и обняла, точно подчеркивая, что я тоже своя. Джеспе опешил. В чем дело? Мать оказывает мне всяческие знаки внимания, значит, меня не нужно остерегаться, но ведь я так не похожа на них. И стало мне повернуться спиной, как он начинал подкрадываться ко мне. Но если я оградывался, он тут же останавливался и мотал головой совершенно сбитый столк. Наконец он решил, уйду-ка я отсюда совсем, и решительно зашагал к реке, намереваясь переплыть на ту сторону. Эльса побежала за ним до гонку. Мои крики нельзя, нельзя, на него не подействовали. Вся семья отправилась следом за жест. Несмотря на молодость, он уже взял на себя роль вожака стаи. Когда они вернулись, Эльса устроилась рядом со мной, положив голову мне на колени. Этого Джеспе стерпеть не мог. Он подполз поближе и стал царапать мне ноги своими острыми коготками. А я не могла шевельнуться, потому что Эльса придавила меня. Чтобы защититься от Джеспе я вытянула перед собой руку. Он тот же миг цапнул меня за палец и прокусил его. К счастью, я всегда ношу с собой сульфаниламид, так что смогла сразу продезинфицировать ранку. Все это происходило перед мордой Эльсы, но она дипломатически жмулилась, делая вид, будто ничего не замечает. Заходящее солнце позолотило верхушки пальм, потом все краски поблекли, стало быстро смеркаться. Вдруг Эльса маленькая вся подобралась и уставилась на противоположный берег. Разглянув туда, я заметила огромного слона, который спустился к реке на водопой. Я толкнула Эльсу, и она тоже его увидела, однако не длилась с места. Слон поднял хобот, принюхался, но ветер был в нашу сторону, так что мы остались незамеченными. На всякий случай я решила спрятать подальше свою фотоаппаратуру, но слон не думал переправляться. Пока я ходила к палаткам, он уже отошел от берега и побрел обратно в буш. Мы отправились в лагерь. Джейс повел себя очень миролюбиво, и я решила, что он цапнул меня в шутку, ведь когда они с Эльсой покусывали друг друга, это было рожением любви. И все-таки отношение к нам Джеспе серьезно беспокоило нас. Мы старались уважать рожденные инстинкты львят и хотели, чтобы они оставались дикими зверями. дикими естественно, они не подчинялись нам. Эльса маленькая и смирной губы оставались по-прежнему робкими, с ними у нас не было никаких столкновений, но Джеспе иное дело. Мое нельзя на него не действовало, он не упирал своих острых когти, как это делала его мама, когда была маленькая. Пускать в ход палку мне не хотелось. Эльса могла обидеться и потерять доверие к нам. Значит, надо как-то наладить дружбу с Джеспе. Пока что его изменчивое поведение позволяло рассчитывать лишь на вооруженное перемирие. Проведя пять дней в лагере Эльсы, мы уехали в Осиола. Дома нас ожидало известие, что Джордж вскоре должен поехать на две недели на север. Оставлять Эльсу одну на такой срок нам не хотелось. Наведываться из Осиола в лагерь невозможно, ведь Джордж уедет на Лендровере. Тогда я решила все эти три недели прожить в Буше, даже если это и нарушит вольный распорядок жизнебед. Но сначала Джордж еще должен был совершить очередной объезд, и осталась на две недели одна в Осиола. Мы договорились встретиться с Джорджем в лагере Эльсы в начале июля. По дороге к лагерю я начала беспокоиться, что Джордж нас не встречает. Видимо, что-то случилось. Ведь чувство беды еще усилилось, когда мы въехали в густое облако дыма, так что трудно стало дышать. А в лагере я не поверила своим глазам. Колючий кустарник обратился в залу. Кругом клели обугленные стволы. Было невыносимо жарко. Опалены обе акации, в ветвях которых обитало столько птиц. И на этом черном фоне резко выделялись зеленые палатки. Я влевченно вздохнула, увидев в одной из них Джорджа. У него было что рассказать. Когда он прибыл сюда двумя днями раньше, здесь вовсю бушевал пожар. Джордж обнаружил следы двенадцати браконьеров. Они не только подпалили деревья и ограды, но и поломали все, что могли, уничтожили даже маленькие огороды, брахим. Джордж сильно тревожился за Эльсу. Вечером с 7 до 10 часов он выпустил несколько сигнальных ракет, но Эльса не откликнулась. На конец в 11 она явилась согрятами, и страшно голодная. За два часа они сумели управиться с целой козой. Эльса была очень нежна с Джорджем, и ночью много раз забиралась к нему на кровать. Он заметил у нее несколько ссадин. На рассвете Эльса ушла. Отправившись по ее следам, Джордж вскоре увидел ее на гляде ворчу. Тогда он решил проверить, откуда она пришла в лагерь накануне. Следы, которые вели от реки, переплетались со следами браконьеров. Может, они охотились на Эльсу и львят? После ленча Джордж послал троих объездчиков в погоню за поджигателями. Они привели шестерых. Виновников безобразия заставили восстанавливать наш лагерь. Работа не из приятных, если учесть, сколько кустов надо было наломать для колечей изгороди. Эльсу и львята провели ночь в лагере. Рано утром они ушли, а через полчаса Джордж услышал рычание со стороны больших скал. Он подумал, что это Эльсу, и очень удивился, когда, немного погодя, ее голос донес все языки. Тут же явилась она сама, взволнованная, мокрая, израненная и без львят. Через несколько минут Эльса громко рыча побежала к большим скалам. Судя по всему, у нее только что была стычка с чужим львом, а тревога Эльсы показывала, что враг все еще где-то поблизости. Очевидно, его-то рычание Джордж и услышал вначале. Пока они сражались, львята убежали, потом и Эльса отступила за реку. Теперь Джордж двинулся за Эльсой, чтобы отыскать львят. Они вместе поднялись на большие скалы, на вершине Эльса тревожным голосом позвала детей. Но львят нигде не было видно. Они вдвоем обыскали всю местность между грядой и лагерем. Вдруг Эльса остановилась перед густыми зарослями, сперва принюхалась, потом позвала. Джордж обшавил все кустарники, но ничего не нашел. Эльсу на подмогу гряды ворчу. Она все еще отчаянно звала детей. Вместе они обследовали всю гряду, не пропустим ни одного укромного уголка. Им попали следы крупного льва и львицы. Это открытие сильно стревожило Эльсу. Утром она все время рвалась вперед, теперь же согласилась идти позади Джорджа. В конце веды, неподалеку от того места, где родились львята, внимание Эльсы привлекла одна расщелина, и она долго обнухивала ее. Вдруги, за скалы, прямо перед ними выглянул львенок, а потом и второй. Это были Эльса маленькая и гупа, жестко с ними не было. Детеныши ревались вниз к матери и потерлись носами о ее морду, потом они втроем пошли в сторону все это произошло как раз перед моим приездом. Джордж хотел сразу же после Ленча идти разыскивать жесты, разумеется, я отправилась вместе с ним. Час спустя мы встретили Эльсу подложие больших скал. Она очень обрадовалась мне, пока я освобождала ее от мух цц и мазово ссадины, львята ездали следили за нами, а потом убежали в кусты. У Эльсы были царапины на задних лапах и настоящие раны на груди и морде. Она не обращала внимания на своих малышей, и они все время сидели в кустах. Понимая, что их смущает наше присутствие, мы спрятались за камни, и львята сразу бросились к своей матери. «Когда вся тронка поднялась на гряду, мы возобновили поиски джеспи. Я ходила вдоль подножия, а Джордж отправился к гряде зум. Оглянувшись на Эльсу, я заметила, что она принюхивается и смотрит на заросли, которые так заинтересовали ее еще утром. Я позвала ее, но она не обратила на это никакого внимания. Кругом было множество свежих отпечатков львиных лап, и я понимала тревогу Эльсы. Когда вернулся Джордж, Эльса все-таки спустилась к нам вместе с ребятами. Она сразу же направилась прямо к кустарнику, и когда миновала его, я вдруг заметила, что за ней бегут не два, а все три львенка. Семейство держалось так, словно джеспа и не пропадал на целые сутки. Зато у нас гора с плечи свалилась. В реке вся четверка задержалась, чтобы напиться, а мы пошли в лагерь и приготовили для них мясо. Наконец-то можно было отдохнуть и пообедать. Мы говорили о странном поведении Эльсы. Почему она прекратила розыски джеспа? Знала, что он прячется в завостях? Но возможно ли это? Зачем ему понадобилось двенадцать часов отсиживаться в кустах совсем рядом с лагерем, рекой Гейдой, где его ждало семейство? И почему он не откликался, когда его звали? Все это еще можно было бы объяснить, если бы чужие львы залегли по соседству с Гейдой, но в таком случае вряд ли Гупа и Эльса маленькая стали бы прятаться там. Вечером Джордж отправился в Исиола готовиться к поездке на север. Я беспокоила, что он уезжает из лагеря в такой поздний час, ведь в это время все дикие звери выходят на охоту. Только ушла машина, как со стороны больших скал донеслось рычание. Львы не унимались почти всю ночь. Эльса привела детенышей поближе к моей ограде и оставалась здесь, пока не расцвело. Утром они переправились через реку. Потом я обнаружила отпечатки их лап на песке недалеко от лагеря рядом со следами буйвола, который недавно обосновался в этих местах. Каждую ночь он проходил на водопой возле самых палаток, и наше соседство его ничуть не смущало. Я охотилась на крокодилов, но без особого успеха. Эльса и львята знали, что кроки не добрые твари, и они редко настороженно рассматривали водовороты, плывущие по течению сучья, но раз на раз не приходится, и я беспокоилась за них. Как-то, когда Эльса была за рекой, я позвала ее, и она приготовилась войти в воду вместе с львятами, но вдруг замерла на месте. Она что-то приметила в реке, повела львят вверх, в Китчеллаге. Здесь река за сушливую пору сильно мелеет, но переправились они только через час, причем львята вопреки обычаю не затеяли в воде. Казалось бы, такая осторожность должна была меня успокоить, но на следующий день, в тот же час, в том же месте, Эльса без раздумья вошла в реку, как только я ее позвала. Я приметила в нее на языке кровоточащую ранку, впрочем, это не помешало ей вырезать своих малышей. Вечером мы сидели все вместе на берегу, внезапно Эльса и львята напряженно уставились на реку и оскалились. В трех-четырех метрах от нас в воде лежал крокодил, это был здоровенный зверь, одна голова почти полметра. Я сходила за винтовкой и убила его. Львята стояли совсем близко, но выстрелы не испугались. Эльса подошла и в благодарность потерлась головой и мое колено. Почти каждый день она приходила со львятами на песчаную косу. Здесь всегда был свежий буйволин и помета, иногда слоновий, и львята очень любили кататься в нем. Часто малыши играли на стволах поваленных пальм. Если они падали, то вовсе не как кошки, о которых говорят, что они непременно приземляются на все четыре лапы. Наш львята мешком шлепались на траву, не понимая, как они там очутились. Как раз в ту пору жесты стал поприветливее. Иногда он облизывал меня, однажды, даже поднявшись на задние лапы, обнял меня передним. При детях Эльса старалась не слишком ласкаться ко мне, но когда мы оставались вдвоем, она была нежна по-прежнему, и, как всегда, доверяла мне, разрешая даже брать из своих лап мясо и перетаскивать его в другое место, если мне это было нужно. Мне позволялось также переносить мясо львят. Когда я вечером убирала с берега наполовину съеденную тушу, чтобы ночью ее не сожрали крокодилы, Эльса не двигалась с места, хотя мне часто приходилось шагать через нее. Она не вмешивалась даже и в том случае, когда львята цеплялись за тушу, пытаясь отстоять свою козлятину. Когда смеркалось, дети вели себя особенно оживленно. они затевали возьмем с матерью, ей было трудно сохранить свое достоинство. Джеспа приметил, что если схватить маму за хвост, ей нелегко высвободиться. Они ходили по кругу, пока игра не надовидала Эльсе. Тогда она просто-напросто садилась на своего проказливого сына, ему это очень нравилось, он принимался лизать и обнимать маму, пока она не спасалась нашей палатки. Но вскоре палатка перестала быть для нее надежным убежищем. Джеспа входил следом за нею, осмативался и быстро стаскивал все на землю. По ночам я частенько слышала, как он обследует наши запасы консервов и пива. Звон бутылок неизменно потешал Однажды утром больно шли в реке клощи моей любимой резиновой подушки. Я была сама виновата, забыла убрать ее со стула на конуне вечером. Джеспа быстро освоился в палатке, но брат и сестра были менее отважны, они только снаружи наблюдали за его проказом. Как-то вечером Джесп изобрел даже на кухню, обошел вокруг сидевших у огня людей, все обнюхал, осмотрел и удалился. Пожар надолго избавил нас от скорпионов. До тех пор всегда приходилось держать на поготове палку, чтобы бить непрошенных гостей, когда те изогнув хвост семенили по полу. Интересно, что ни Эльсу, ни Львят, скорпионы не жалили ни раз. Несколькими годами раньше мой терьер чуть не погиб от укуса скорпион. Да и меня как-то раз ужалил скорпион длиной не больше трех сантиметров. У меня распухли железы, и начались очень болезненные судороги. Бог длилось, пока не рассосался яд, против которого еще не придумали сыворотку. В нашей области водятся скорпионы двух видов. Черный, до десяти сантиметров в длину, очень страшный на вид, и светлый, поменьше, зато поядовитый. К сожалению, тот же пожар уничтожил наших друзей лягушек, которые каждый вечер собирались на свет лампы и истребляли разных насекомых. Одна, особенно храбрая лягушка, прыгала прямо на Эльсу, когда та лежала в палатке. Они относились друг к другу совершенно спокойно. Когда я наполняла водой брезентовую ванну, веселые лягушки затевали настоящие пляски вокруг нее. Я к ним очень привыкла и теперь просто скучала без них. Глава девятая. Эльса сражается. Как-то утром Македо приметил кружащих в воздухе грифов. Он пошел вниз по реке и в полутора километрах от лагеря увидел убитого носорога. Зверь накануне приходил на водопой и погиб от отравленных стрел. Браконьеры соорудили на деревьях у реки маханы и оставили множество следов. Видимо, они были хорошо осведомлены и знали, что в лагере я одна. Будь здесь жорж, они бы на такое не отважились. В ночь на 8 июля состоялся настоящий концерт. Ворчал Эльсин супруг, кашлял леопардов, или гиены. На следующий вечер, когда Эльса сидела в палатке, положили мне голову на колени, а я помогала ей избавиться от мух ЦЦ, снова донеслось грустное рычание ее повелителя. Она стрелой метнула с кетчемлаги. Левята побежали следом, но вскоре вернулись и с озадаченным видом уселись возле палатки. Немного погодя вернулась и Эльса. Она оставалась в лагере, пока супруг не замолк. Когда она снова ушла, я услышала, как где-то во мраке захрустели кости, это гиены расправлялись падали. Эльса не показывалась целой сутки, хотя всю следующую ночь ее супруг сотрясал воздух своим рычанием. А утром, часов около девяти, она явилась вместе с львятами. Они были голодны, и, получив козу, Эльса сразу поволокла тушу пике. Часа через два, съел почти все мясо, они ушли. Почему нам явилось такой необычный час? Избегая встречи со львом, и выбирая для еды такое время, когда уверена, что его не будет. Вечером все семейство снова было в лагере. Когда я легла спать, Эльса три раза собиралась уйти за реку. Но мне вовсе не хотелось кормить всех обитающих по соседству хищников, поэтому на всякий раз взяла ее обратно. Пусть сама охраняет мясо. Наконец, она покорилась и ушла только на рассвете, когда не было больше нужды стеречь козлятин. Три дня подряд Эльса приходила в лагерь после наступления темноты. На четвертый день, пятнадцатого июля, она привела только двух львят. Женства с ними не было. Меня это обеспокоило, я стал отвердить его имя, пока Эльса, забрав львят, не отправилась вверх по реке на поиски. Больше часа я слышала, как она зовет своего сына, а потом ее голос постепенно затих в отдалении. Вдруг раздалось злобное львиное рычание, испуганно заезжали бабуины. Из-за темноты я не решалась проверить, в чем дело, чем это все кончится, ведь очевидно, что на Эльсу напали чужие львы. Когда она вернулась, я увидел на голове и плечах множество кровоточащих ран. Правое ухо было прокушено у самого основания, получилась дыра в два пальца шириной. Никогда еще у Эльсы не было такой серьезной ран. Эльса маленькая и гупа с испуганным видом сидели чуть поотдаль. Я хотела засыпать раны сульфаниламидом, но Эльса была слишком возбуждена и не позволила мне речить ее. От мяса она отказалась. Я выложила тушу львятам, они тотчас набросились на нее, уволокли в темноту и принялись за еду. Долго просидела я вместе с Эльсой, она склонила голову на один бок и из ее раненого уха непрерывно капала кровь. Но вот она встала, позвала львят и стала перебираться через реку. Я едва дождалась рассвета, так как мне не терпелось отправиться на поиски жеста. Утром македа на руя дошли по эльсиным следам до пещерных скал и здесь к нашей радости нашли все семейство в полном составе. Жеста был невредим. Теперь надо заняться матерью. ухо 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 у нее все еще кровоточило, она то и дело отвисла головой, так как кровь попадала внутрь. Вылизать рано она не могла и все время задевала ее лапой, отгоняя мух. Естественно, она при этом заносила грязь. львята заметно приуныли, только в жест нежно в обратном пути мы сделали круг, чтобы разыскать место, где ночью проходило сражение. Пуля боя оказалась примерно в километре от лагеря, на отмеле посредине реки. Песок был испищен следами львов и бабулинов. Мы различили отпечатки лап крупного льва. Возможно, он был не единственным противником эльсы. Я с тревогой поджидала эльсу почти до самого вечера. Наконец, все семейство явилось. Я стала кормить эльсу из рук, подложив мясо несколько таблеток лекарства. Если мне удастся подсовывать по пятнадцать таблеток в день, есть надежда, что рана не распалится. Ухо у эльсы обисло, видимо, пострадали мышцы, и она все время трясла головой, освобождая от крови слуховой проход. Джеспа, виновник всех этих злоключений, был очень приветлив. Он облизывал меня и наклонив голову на бок, мне в глаза. Считается, что животные из семейства кошек не могут долго смотреть в глаза человеку. К эльсе и ее сестрам и детям это не относилось. Вообще, я убедилась, что они взглядом могли выражать свои чувства куда ярче, чем мы словами. Только эльса улегла спать, как из темноты донеслось рычание чужого льва. Она насторожилась и, немного погодя, ушла вместе с львятами. Я очень обрадовалась, когда на следующий день семейство явилось в лагерь в полном составе. Джеспа был настроен игриво и норовил толкнуть меня носом в спину, но эльсе это не понравилось, и она улеглась между нами. Вечером Муру погнал коз грузовику, чтобы укрыть их на ночь козы. Здесь я впервые заметила, что львята с интересом посматривают на коз, до сих пор для нее не оставляла их равнодушными, правда мы всегда старались не подпускать львяты к живым козам. Ночью меня разбудил запах дыма, я вскочила на ноги, на берегу за кухней бушевало пламя. К счастью, вода была рядом, и бои тотчас потушили пожар. Огонь распространился от леющего ствола, который по недосмотру не загасили как следует во время предыдущего пожара, и теперь вспыхнул сухой кустарник вокруг. Все это время Эльста наблюдала за нами из палатки и успокаивала львя своим хм-хм, а когда все кончилось, они ушли за реку. Вскоре после этого я услышал рычание двух львов, которые расправлялись с тушей, оставленной перед палаткой Джордж. Они, наверное, не торопились, и ушли только под утро, когда на кухне заговорили бои. Под лай бабуинов чужаки пересекли реку. По отпечаткам лап мы увидели, что нашими гостями были крупный лев и львица. Эльса несколько дней не появлялась. Видимо, не хотела встречаться с чужой четой, гостей, которая явилась и на следующую ночь. Мы слышали их ворчание в глаза и коскозы. Вместе с боями я долго разыскивала Эльсу, но безуспешно, мы только вспомнили на царога, и нескольких было. На пятый день я начала волноваться, ведь с такой раной Эльси трудно охотиться, и кроме того, ее могли выстрелить браконьеры. Вечером, двадцатого июля, я заметила окружающих небе грифов, и совсем перепугалась. Мы пошли разузнать, в чем там дело, и снова наткнулись на следы браконьеров. У всех водопоев по обеим берегам реки они устраивали засады. Нам попали свежее кострище и обугленные кости. Еще неделю назад, когда Македы обнаружил отравленные наконечники стрелы в убитом носороге, я велела передать об этом инспектору заповедника, и просить, чтобы он прислал объездщика. И вот теперь, возвратившись в лагерь, мы к нашей радости застали их там. С таким подкреплением мы на следующее утро возобновили поиски Эльсы, условившись извещать друг друга выстрелом, льви. Три часа спустя я услышала выстрел и поспешила обратно в лагерь. Два объездщика сообщили, что видели Эльсу и львят в зарослях за рекой в полутора километрах от берега. Львята спали. Эльса заметила объездщика, но не двинулась в место. Странно, неужели она настолько больна, что появление не знакомых людей ей безразлично? Македы предложил отнести туда мясо, только немного, чтобы Эльса не наелась досыта. Возможно, нам удастся приманить ее в лагерь. Когда мы подошли к ее логову, я попросила всех немного отстать и позвала ее. Эльса подошла ко мне, ступая очень медленно и наклонив голову на бок. Почему она выбрала такое место, где браконьерам ничего не стоит выследить ее? Рана была воспалена и гноилась. Сразу видно, что Эльса очень страдает. Когда она трясла головой, у нее в ухе что-то булькало. К тому же ее и Эльсу маленькую облепили мухи. Матери я помогла избавиться от мух, но дикарька дочь меня не подпускала. Львята устроили настоящую потасовку из-за принесенного нами мяса. Эльсу остались одни обгонанные кости. Она отнеслась к этому кротко, вопреки всем утверждениям, будто львица всегда первая наедается досыта, хотя бы детенышам пришлось голодать. Джеспе поблагодарил меня за угощение, облизав мне руку своим шершавым языком. Чтобы выманить Эльсу, я кричала ей «Маджи, чакула, няма», но она не двигалась с места и пришлось мне возвращаться без нее. Я вошла в палатку, чтобы сменить пленку в фотоаппарате, и в это время услышала голос львят у реки, когда я бросилась к берегу, из кустов вдруг выскочила Эльса и поварила меня на землю. Моё неожиданное появление насторожило ее, она, видимо, испугалась за львят. Весь этот день Эльса нервничала и явно страдала от сильной боли, стоило летом нечаянно задеть ее ухо, как она рычала и била их лапой. Джинспе, словно понимая, что матери худо, все время облизывала ее. Скоро мы ушли, а ночью, когда я легла спать, из темноты донесся кашель леопарда и львиное рычание. Я поднялась, чтобы убрать остатки мяса в грузовик. У меня вовсе не хотел спать и от чужаков, которые отпугивали Эльсу от лагеря. Я собиралась уехать из лагеря, как только у Эльсы заживет ухо, и она сможет охотиться сама. Вот я уже три недели в лагере, а Джорджа все еще нет. Хотя бы поскорее приезжал, ведь когда он живет в своей палатке, дикие звери не трогают мясо, которое мы привязываем поблизости. А теперь каждую ночь вокруг лагеря бродили львы. Конечно, Македа и Брахим в случае нужды могли пустить в ход свои ружья, но я все-таки беспокоилась за боев. Два последующих дня мы пешком и на машине обследовали все дальние уголки Эльсиных угодий, особенно тщательно изучая следы у водопоя. Наконец у реки нам попали следы львят. Но если это те же львята, которых мы видели позавчера, значит они за двое суток двадцать пять километров, а то и больше. В Сене мы занимались розысками по восьми часов в день. Об Эльси мы так ничего и не узнали, зато опять наткнулись на следы браконьер. Мы разрушали их засидки, откуда они выслеживали животных, причем я даже нашла веревку, которая привязывала свою калитку. Свидетельств их хозяйничания было так много, что Джордж вызвал отряд для облавы и решил поскорее учредить на реке постоянный кордон. В конце июля мы ехали, а я продолжала искать Эльсу. На следующее утро после его отъезда мы отправились вместе с Македой по автомобильной дороге к большим скалам. Нам попались отпечатки лап льва, идущие к нашему лагерю. Потом я увидела характерный след обуви, точно такой же, как Македа приметил около того места, где мы подобрали веревку. И те, и другие следы были оставлены здесь уже после того, как проехала машина к Джорджу. Ясно, что браконьеры следили за нами, и как только к Джорджу ехал, они тотчас отправились на разведку. Но, должно быть, они сильно разочаровались, когда увидели, что я осталась в лагере. Было очень жарко. Побродив несколько часов, мы с Македой устроили привал. Настроение у меня было скверное. Прошло уже больше двух недель, как свирепая львица напала на Эльсу. За это время только один раз объездчик видел ее в зарослях, и с тех пор ни она, ни львята нигде не показывались. Меня особенно тревожило, что у нее не доживает рана. Способна ли она в таком состоянии охотиться, кормить себя и детей, но еще хуже эти браконьеры. Я чувствовала себя совсем несчастной и спросила Македа, любит ли он Эльсу. Вопрос удивил его, но он ответил жаром. Где же она, чтобы я мог любить ее? Его слова еще сильнее горчили меня, тогда Македа рассердился. У тебя только смерть на уме, думаешь о смерти, говоришь о смерти, ведешь себя так, словно нет мунга, которая обо всех печется, не веришь, что он позаботится об Эльсе. Мы поднялись и дошагали дальше, но ни в тот день, ни на следующий ничего не нашли. На шестнадцатый день, после исчезновения Эльсы, я зажгла вечером лампу и села отдохнуть, прислушиваясь, не донесутся ли из темноты какие-нибудь обнадеживающие звуки. Вдруг что-то мелькнуло у меня перед глазами, и я чуть не свалилась на пол вместе со стулом. Это Эльса налетела на меня и стала радостно приветствовать. Эльса заметно отощала, но выглядела здоровой. Раненое ухо заживало, только в середине осталось воспаление. Она явно была очень голодна. Бои даже не успели донести до места козью тушу, как она рванулась к ним. Яктикнула Эльса не смей. Она остановилась, вернулась ко мне и терпеливо ждала, пока тушу привязывали к дереву у палатки. Потом жадно набросилась на нее и уничтожила наполовину. После этого она отступила в тень и направилась в кабинет. Когда я увидела Эльсу живой и здоровой, у меня гора свалилась с плеч. Но где львя-то? Эльса провела в лагере всего полчаса. Я ждала до поздней ночи, не приведет ли она детей, чтобы вместе доесть козлятину, но так и не дождалась. Тогда я отнесла остатки мяса в машину подальше от чужих зверей и отправила спать. 1 августа на рассвете меня разбудило мяуканье львят. Они подобрались к самой моей ограде. Я влево принесли мясо и подошла к Эльсе, которая смотрела, как ее детеныши дерутся из-за козлятин. Да, остатками от ночной трапезы занималась в свете четверых голодных любовь. Я попросила Македа зарезать еще одну козу, а сама в это время удерживала Эльсу. Она проявила редкостное самообладание, дождалась, пока обои положили тушу на землю, метров десяти от него, и лишь после этого встала и поволокла козлятину в заросли на берегу. Эльса, маленькая, и гупа пошли за матерью, дождь, но талидра лиси из-за лучших кусков. Жизнь Буша сделала львят еще более дикими, теперь они настороженно ловили каждый подозрительный звук, а неожиданно лай бабуином напугал их до полусмерти. Гупа и Эльса, маленькая, стали совсем робкими и пугались малейшего моего движения. Зато джест меня удивил. Он подошел ко мне, наклонил голову на бок, посмотрел вопросительно и облизал мне руку, показывая, что хочет и впредь дружить. Солнце уже было высоко и припекало как следует, поэтому львята, наявшись доцата, затеяли веселую игру на мелководье. Они плескались, боролись, окунали друг в друга и, замутив всю воду, повалились, наконец, под тени на камни. Сюда же пришла и Эльса. Глядя, как мирно они дремлют, свеси лапы с камня, я вспомнила слова Македы, упрекавшего меня за преждевременное отчаяние. Да, более счастливую семью трудно было себе представить. Но что же все-таки было с ними за все эти дни? Я попросила Македы пройти по последнему следу Эльсы, а сама принялась смазывать ей рану, пока она была полусонная и не сопротивлялась. Когда стемнело, я вернулась к палаткам, и Македа рассказал мне, что ему удалось выяснить. Он дошел по следам до границы ее владений, и здесь, сидя в скалу, видел отпечатки лап не только Эльсы и львят, но и еще одного льва, если не двух. За Эльсой ухаживал лев. Вероятно, этим объясняется и странное поведение, когда мы с объездчиком обнаружили ее. Этот льв, видимо, и кормил ее и львят все время, пока они не приходили в лагерь. Вы спросите, как это не пришло на голову раньше? Но ведь Эльса продолжала кормить львят молоком, и, казалось бы, львы не должны ее интересовать. Мы считали, что дикая львица рожает раз в три года. Такой срок нужен, чтобы научить потомство охотиться и подготовить его к самостоятельной жизни. Может быть, течка наступила так рано, потому что мы обеспечивали семейство пищей. Семь с половиной месяцев львятов вполне могли обходить с одним местом. Откуда Эльси знает, что мы оставались в лагере только потому, что хотели подлечить ее, чтобы она могла начать натаскивать своих отпрысков? Глава десятая. Опасности Буша. Около девяти вечера Эльса привела с реки львят, леглась перед моей палаткой и потребовала ужин. Остатки козлятины лежали возле куста гордынии. Я попросила Македо и Тото помочь мне притащить мясо в лагерь. Захватив фонари, мы зашагали по узкой трубке, прорубленной сквозь густые заросли кайки. Македо шел впереди, держа палку и фонарь, за ним Тото, и, наконец, я со своим ярким фонарем. Несколько шагов мы прошли в полной тишине. Потом вдруг раздался страшный треск. Фонарь Македо погас, за ним и мой разбился в дребезги, когда что-то огромное, черное, налетела невесть, откуда и сбила меня с ног. Когда я очнулась, рядом со мной стояла Эльса и облизила меня. Собравшись силами, я села и откликнул своих спутников. Тото лежал на земле, держась за голову и тихо стонал, но вот он с трудом поднялся и через силу вымолвил «Бу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. В это время со стороны кухни послышался голос Македо. Он кликнул нам, что целым не вредим. Помогая мне встать, тотор рассказал, как Македо вдруг прыгнул в сторону от тропы и стукнул палкой неожиданно появившегося Буйвола, а в следующий миг зверь шип Тату меня. Как прошла встреча Буйвола с Эльсой, можно только догадываться. К счастью, Тату отделался шишкой на голове, он стукнулся о поваленный ствол пальмы. У меня была кровь на руках и ногах, и все кругом побаливало. Но я решила добраться до палатки и уж там обследовать свои болячки. Этот случай явно опровергал общераспространенное мнение, будто даже самый ручной лев свирепеет от одного запаха или вкуса крови. Эльса, которая несомненно пришла к нам на выручку, понимала, что мы пострадали и нежно обхаживала нас. Я знала, какой Буйвол нас атаковал. Еще несколько недель назад мы приметили его следы около кабинета, где он спускался к песчаной косеной водопой. Утолив жажду, Буйвол обычно шел дальше вверх по реке, мимо нашей кухни, и залегал на день на лесистом островке, в километре от лагеря. Во время наших прогулок мы не раз пугивали его, но до сих пор дело обходилось без стычек, хотя лагерь и был на его территории. На водопой Буйвол спускался только за полночь, и перед рассветом можно было слышать, как он фыркает и плещется в воде. На этот раз жажда выгнала его раньше обычного. Возможно, Эльса потому и привела детей в лагерь уже в девять часов. Увидев, что мы идем к реке с фонарями, Буйвол испугался и бросился на утек по первой попавшейся тропе и столкнулся с нами. Его копыта оставили немало следов на моих бедрах. Хорошо еще, что только на бедрах. Эльса проводила нас в лагерь. Ребята ждали ее около палаток. Как она ухитрилась слушать им, чтобы они не ходили за ней. Беспокоясь за Македе, я первым делом прошла на кухню. Он увлеченно рассказывал благоговейно слушающим товарищам о своем поединке с Буйволом. Боюсь, его героический орел несколько померк, когда появилась я с окровавленными ногами. Но, слава Богу, мы все остались живы, а это самое главное. Ночь я провела прескверно. Мыли ушибы, распухли железы, а ребра так болели, что нельзя было ни вздохнуть, ни лечь удобно. Но все же я не огорчалась, что стала обладательницей четкого буйволиного автографа в виде отпечатка копыт. И мне казалось, что это происшествие не лишено глубокого смысла. Днем, любуясь после двухнедельной разлуки игрой Эльсы и ее львят, я считала себя вполне счастливой. Но кончился день предупреждения, не искушай судьбу. Утром я насчитала множество синяков на бедрах поясницы и на руках. Лишь на четвертый день боль унялась и опали железы. Еще через несколько дней исчезли следы от копыт. Под вечер Эльса не поленилась оттащить свою добычу вверх по реке и переправила ее на другую сторону, на крутой берег. Там до нее не доберется ни один зверь. Уж не буйвол ли, напугал нашу львицу. В эти первые августовские дни Эльса была на редкость кроткой. Зато Джеспа становился все более буйным. Эльса, например, спокойно относилась к козам, а вот Джеспа начал проявлять к ним повышенный интерес. Раз, когда Нуру вечером гнал коз к моей машине, Джеспа кинулся ему наперевес. Он пробежал через кухню между молившимся на коврике Ибрахимом и канистрами с питьевой водой, мимо открытого очага и выскочил прямо к брузовику. Его намерения были очевидны. Я схватила палку и бросилась ему навстречу, крича «Нельзя! Нельзя!» самым строгим голосом, на какой только способен. Джеспа удивленно обнюхал палку, потом стал ловить ее лапой. Тем не менее, Нуру успел подсадить коз в машину. Вместе со мной с Джеспа вернулся к Эльсе. Она часто помогала мне одергивать его. То выдаст ему тумака, подкрепляя мое «Нельзя!», то уляжется между нами. Но долго ли еще будут производить впечатления мои окрики и палка? Уж очень бойким и любопытным был этот озорник Джеспа. Обаятельный маленький дикарь, однако очень быстро растущий дикарь. Пора приучать Львят к полной независимости. Пока я размышляла обо всем этом, Джесп погонялся за братом и сестрой и в конце концов опрокинул на мать тазик с водой. Она влепила ему затрещину, потом подняла его под себя. Зрелище было настолько потешное, что мы невольно рассмеялись. Но тут Эльса обиделась, наградила нас укоризненным взглядом и ушла, сопровождаемая двумя послушными детьми. Позже, когда она вскочила на крышу Лендровера, я пошла к ней извиняться. Светила полная луна, ярко горели звезды. Эльса сурово глядела на меня почти совершенно черными глазами, точно желала сказать, что же ты подрываешь мой авторитет. Я долго простояла рядом с нею, гладя ее шелковистую голову. Вдруг со стороны солонца домыслось хрюканье и визг распаленных любовью носорогов. Эльса поискала взглядом львят, убедила, что они заняты едой, и решила не трогать влюбленных. Вскоре носороги ушли за реку. Приехал Джордж и привез с собой патруль, который должен был заняться браконьерами. В состав патруля входили сержант, шофер и несколько объездчиков, все африканцы. Джордж просил их для начала выяснить у живущего за рекой племени, что там известно о браконьерах и иных нарушителях, наносящих ущерб животному миру заповедник. Лесной телеграф северной пограничной провинции действует очень эффективно. Среди местных жителей многие охотно помогают департаменту по охране диких животных. Без этого вообще нельзя было бы бороться с браконьерством на такой обширной территории. За правильную информацию они получают хорошее вознаграждение, ведь они идут на риск. И все же инспектору приходится трудно. Во-первых, преступники ничуть не страшатся тюрьмы. Она для них означает кровь, пищу и одежду за работу, которая уже сама по себе вносит разнообразие в их бедную событиями жизнь. Во-вторых, браконьеров считают отважными удальцами. Теперь, когда приехал патруль, мы собрались покинуть Эльсу и Львят. Львица почти совершенно отправилась от своих ран, и нам хотелось, чтобы семейство вело естественный образ жизни. Но когда объездчики вернулись из-за реки, нам пришлось отказаться от своего решения. Они поймали нескольких нарушителей, а Джордж разузнал, что браконьеры задумали, как только мы оставим лагерь, убить Эльсу отравленными стрелами. Выяснилось также, что после поджога трое браконьеров ходили на большие скалы охотиться на доманов. Но одного из них укусила змея, и они отступили. Один из пойманных нарушителей очень обрадовался, увидев Джорджа, и напомнил ему, что прошло 14 лет, как тот впервые арестовал его за браконьерство. С тех пор Джордж ловил его еще четыре раза, словом, старые друзья. Мы понимали, что чем сильнее будет засуха, тем шире развернут свою деятельность браконьеры. И если мы перестанем кормить Эльсу, патруль не сможет помешать ей уходить на охоту далеко от лагеря, где она рискует столкнуться с местными жителями. Конечно, остаться, значит, еще больше тянут начало независимой жизни львят. Они у нас тут совсем избавованными, и все-таки это лучше, чем трагический исход. Как-то вечером, когда мухи ЦС особенно разошлись, Эльса и оба ее сына вошли в мою палатку, бросились на пол и стали кататься на спине, чтобы раздавить своих учителей. Они опрокинули две раскладушки, прислоненные к стене. Эльса влеглась на одну из них, Джеспе на вторую, а Гупа должен был довольствоваться брезентовым полом. Два льва, возлежащих на кроватях, не очень-то отвечали нашим представлениям о естественной жизни, но зрелище было потешное. Только Эльса маленькая осталась снаружи. Она была все такой же дикаркой. Ничто не могло заманить ее в палатку, хотя за нее меня совесть не мучила. В эту пору к нам повадился новый гость, красавица Генета, которая каждую ночь поедала остатки львиной трапези. Эта беленькая зверюшка нисколько не пугалась, когда Джордж светил на нее фонариком. Она все больше осваивалась в лагерь. Однажды ночью Джордж проснулся от стука упавших тарелок. Он посветил и увидел Генету в каком-нибудь метре от своей кровати. Она невозмутимо уписывала сыр ежанину и цесарку, остатки его ужин. С каждым днем Генета смеляла, однако она остерегалась появляться до того, как львы управятся со своим ужином. Как-то сидя на берегу вместе с Эльсой и львятами, я воспользовалась случаем получше рассмотреть Эльсины раны. Оказалось, что, несмотря на сушу и не ломить, они еще не совсем зажили. Заодно я проверила ее зубы. Два клыка были сломаны. Еще в детстве, когда Эльса страдала от глистов, у нее появилась бороздка на зубах. По этой бороздке клыки и отломились. Конечно, главным ее оружием оставались когти, но отсутствие зубов, наверное, затрудняло охоту. Когда стемнело, мы вернулись к палаткам. Весь вечер Эльса была чем-то обеспокоена, и, наконец, вместе с ольвятами ушла в буш. В полночь меня разбудило рычание львов. Шло ожесточенное сражение. После некоторого затишья двери схватились второй раз, потом третий. Какой-то лев жалобно заскулил, видно, ему крепко досталось. Я только надеялась, что это не Эльса. Вскоре кто-то из них пересек реку, и все стихло. Едва рассвело, мы отправились к месту битвы и узнали следы свирепой львицы и ее супруга. Похоже, Эльса дала им отпор, когда они приблизились к лагерю. Шесть часов мы шли по отпечаткам ее лап. Они вели через реку до пограничной гряды, где встречались со следами львят. Мы проискали ее целый день, и на закате дали сигнальный выстрел. Через некоторое время вдалеке послышался голос Эльсы, а затем она явилась сама в сопровождении джесп. Эльса сильно хромала, но бежала быстро и лишь раз-другой остановилась, чтобы поискать взглядом отставших детей. И Эльса, и Джесп радостно потерлись о наши ноги, показывая, как они рады встрече с нами. У нее на передней лапе была глубокая рана, из которой сочилась кровь. Надо поскорее идти в лагерь, чтобы заняться лечением. До лагеря было далеко, а уже начинало темнеть. Многочисленные следы нацорогов и буйволов убедительно говорили о том, что не стоит задерживаться. Но, как ни поторапливал нас Джордж, приходилось останавливаться, потому что львята все время отставали. Только жест побегал сзади вперед, словно овчарка, сгоняющая стадо в кучу. На сей раз мухи с отцом были нашими союзниками. Эльса, которой они особенно докучали, старалась держаться поближе ко мне, в надежде, что я буду их отгонять. Даже Джесп впервые обратился ко мне за помощью. Я уговаривала себя, что не должна ему помогать. Но как устоять, когда он терся шелковистым боком в мои ноги, просяя избавить его от мучителей? Эльса оставляла свои метки чуть ли не на каждом кусте. Неужели у нее снова любовь? Совершенно бессиленные мы, наконец, добрались до палаток. Эльса от еды отказалась. С крыши лендровера она смотрела, как львята рвут мясо, и временами пристально вглядывала с темнотой. Еще не было девяти часов, когда она ушла из лагеря вместе с львятами, а около полуночи мы услышали зов льва на больших скалах. В последующие дни Эльса постоянно наведывалась в лагерь, позволяя мне лечить ее раны. Поправившись, она вместе с детьми пошла охотиться с нами на крокодилов, и мы еще раз увидели, как львята по приказу Эльсы замирает на месте. Эльса выследила антилопу, но то и удалось уйти. Пока она подкрадывалась, львята лежали, словно конемевшие. Зато потом они вдоволь поплескались в воде, поладили по деревьям, вонзая когти в кору и подтягиваясь, они поднимались по стволу на три метра. В этот раз мы наблюдали еще одно проявление природного чутья Эльсы. Львята играли в ста метрах от заводи, в которой обитал крокодил. Но почему-то Эльса считала его безопасным, может быть, знала, что он сыт. Во всяком случае, этот крокодил ее ничуть не беспокоил, хотя обычно Эльсу настораживала малейшая рябь на воде. Мы не раз примечали, что она делит игры на безопасные, например, когда Джордж и Джест отнимали друг у друга мясо, и опасные, когда Джордж кидал в реку палку. В последнем случае она поспешно становилась между львятами и рекой, то ли чтобы не пустить их в воду, то ли чтобы успокоить их, мол, это всего-навсего палка, а не крокодилья морда. 12 августа накануне моего отъезда в Найрубе Эльса и Львята вечером очень рано покинули лагерь, и вскоре за рекой раздался голос льва. Утром Джордж прошел по его следам и рядом увидел отпечатки лап Эльсы и Львят. Они направлялись в пещерной гряде. Недалеко от гряды в воздухе парили грифы. Джордж нашел остатки носорога, который был убит за несколько дней для того отравленными стрелами. Эта туша явно пришлась льву по вкусу. 18 августа я вернулась в лагерь. Когда мы ужинали поздно вечером, с реки донеслось рычание двух львов. Они приближались к лагерю. Оставив львят, Эльса побежала им навстречу. Возвратилась она через три четверти часа, но к этому времени львята ушли. Эльса забеспокоилась и принялась искать их. Вдруг из-за кухни донеслось громовое рычание. С Джордж посвятил туда, а в луще фонаря сверкнули львиные глаза. Эльса стояла у палатки и угрожающе рычала. К счастью, в это время вернулись львята, и она быстро увела их с собой за реку. Наконец все стихло, и мы легли спать. Но около половины второго Джорджа возбудил какой-то звук. Он включил фонарь и увидел, что метрах в тридцати от палатки сидит чужая львица. Она не торопясь встала. Джордж выстрел воздух, чтобы придать ей прыти. Точно же раздалось рычание еще одного льва. Около получаса они ворчали, рычали, фыркали. Потом, наконец, убрались. На следующий день Эльса пришла в лагерь очень поздно и легла отдыхать возле палаток. А Джеспа был в ударе и принялся озорничать. Бутылки, тарелки, вилки, ножи посыпались со столов. Ружья полетели на землю. Он таскал патронташи, хватал картонные коробки, гордо показывал их брату и сестре. Затем рвал клочья. Утром, против обыкновения, семейство еще было в лагере. Наши бои на всякий случай не выходили из кухонной ограды, ожидая, когда льва удалятся. Видя, что все явно никуда не спешат, Джордж подошел к Эльсе, но она тут же стволила его на землю. Тогда он открыл калитку моей ограды, чтобы я попыталась уговорить Эльсу. Я позвала ее и вышла из-за ограды. Она медленно пошла мне навстречу, но ее прищуренные глаза заставили меня насторожиться, и я не зря опасалась. Когда между нами осталось метров десять, Эльса вдруг бросилась вперед, сбила меня с ног, усела сверху и принялась меня лизать. Она была очень ласкова, так что все это было надо принимать как утреннюю забаву, но ведь Эльса отлично знала, что такая игра нам не нравится. Впервые после рождения львяк она позволила себе сбить нас с ног. Позднее она отвела львяк к реке возле кабинета. Мы тоже спустились туда. Джеспа очень заинтересовала ружье Джорджа. Он попытался стащить его, но вскоре понял, что из этого ничего не выйдет. Хозяин был на чеку. Тогда львенок решил усыпить его бдительность, притворившись будто гоняется за братом и сестрой. Джеспа удалось обмануть Джорджа. Только он отложил ружье, чтобы взять фотоаппарат, как львенок прыгнул на ружье и поволок его прочь. Начался поединок, кто кого перетянет. Эльса внимательно следила за нами. Наконец пришла на помощь Джорджу. Она уселась на своего сына и заставила отпустить ружье. Но и после этого Эльса продолжала сидеть на Джеспе. Мне даже стало страшно за него. Когда она наконец освободила львенка, он заметно присмирел и больше не трогал ружья, только бросал на него тоскливые взгляды, норовясь есть поближе. На всякий случай мать несколько раз ложилась между ним и ружьем. Но вот она легла на спину и сихо милнула. Львята принялись сосать молоко. У нее был счастливый вид. Я удивлялась, как это они не причиняют ей боли своими острыми зубами. Идиллия была полная, а тут еще над нами пролетела райская мухоловка, щеголяя своим длинным белым хвостом. В этот день малышам исполнилось восемь месяцев, и у Эльсы были все основания гордиться им. Насосавшись молока, львята уснули. Тогда Эльса встала, выгнула спину, сладко зевнула, подошла ко мне, лизнула и села рядом, обхватив лапой мое плечо. Потом она легла, положив голову мне на колени и уснула. Пока все отдыхали, Эльса маленькая несла караул. За это время она дважды пыталась подкрасться к водяному козу, но у нее ничего не вышло. Когда мы легли спать, Эльса с ольвятами принялась за еду. До самого утра мы слышали, как они разгрызают кости. Видимо, семейство решило остаться на всю ночь в лагере и прикончить тушу. И весь следующий день они не отходили от палаты, а вечером до лагеря донесся голос отца. Наверное, из-за него Эльса не хотела уходить из лагеря. Она пробыла с нами целых три дня. Глава 11. Львята и съемки Лагерь Эльсы был вполне похож на райские кущи. Дикие звери здесь настолько свыклись с нашим присутствием, что часто без страха подходили к нам совсем близко. Например, лесная антилопа, которая каждый день спускалась на водопой как раз напротив кабинета, когда мы там завтракали. Она ощипывала с кустов свежие листья, подбирала с земли опавшие и иногда по целому часу послась на берегу. Мы могли говорить, ходить, это ее ничуть не пугало. Или семейство водяных козлов. Два козла, три козы и три козленка. Когда они бывали вместе, то подпускали нас почти вплотную. Правда, порознь они почему-то становились робкими. А наши старые друзья бабуины. Мы настолько свыклись с ними, что почти перестали замечать друг друга, если не было чрезвычайных происшествий. На этот раз засуха выдалась особенно сильная, и бабуины стали вырывать сочные корни камыша на островках посреди реки. Пример показал старый самец. Облюбовав себе островок с густым камышом, он принялся выдергивать стебли камыша, а потом начал выкапывать корни, становясь на четвереньки и помогая себе зубами. Иной раз, чтобы вытащить корень, ему приходилось руками разминать твердые тонки земли. После этого он аккуратно снимал кожуру и совал очищенный корень в рот. Да так набивал себе живот, что становился похож на бочонок. Бочонком мы его и прозвали. Он спокойно позволял мне рисовать или снимать его с расстояния 20 метров. Затем явился второй бабуин. Он тоже захотел корешков. Хотя он был намного крупнее бочонка, но явно побаивался его и поджидал, пока тот насытится. Потом осторожно продвинулся вперед, проверяя, не возмутится ли бочонок. Убедившись, что опасаться нечего, он прыгнул на островок и начал копать у противоположного края. Бочонок подошел, проверил, как идет дело, и решил, что вырытая ямка его вполне устраивает. Второй бабуин кротко отступил. К ним сунулся былой третий, еще более рослый самец, но его приняли так нелюбезно, что он убежал, громогласно выражая свою обиду. Бочонок вел себя деспотом, не позволял самкам даже приближаться к его угодиям. Они смиренно держались поотдаль, отдельными группками, кормили детенышей, чесали друг друга, искали что-нибудь съедонное в редкой траве. Три дня я рисовала самцов-бабуинов. Различить их было нетрудно. Бочонок отличался властным нравом, у второго был глубокий шрам на носу, третий держал хвост крючком. Видимо, между ними установилось перемирие, причем Бочонок мог по своему произволу вторгаться на участке остальных. Оголив этот островок, вся тройка перешла на другой, ниже по течению, у песчаной отмель. Поблизости жил крокодил, которого я хорошо знала и не раз безуспешно пыталась застрелить. Теперь он растянулся тут во весь рост, два с половиной метра, совсем недалеко от бабуина. Я достала винтовку и начала подкрадываться. Но только подобралась на расстояние выстрела, как бабуины подняли шум и выдали меня. То же самое случилось и на следующий день. Уж не несут ли они караульную службу? Птицы часто предупреждают животных об опасности, а жирафы служат сторожевыми башнями для зебр и антилоп. Но я не понимала, как могли бы бабуины, детеныши которых нередко попадают в пасть крока, помогать своему врагу. Может быть, они знали, что этот зверь довольствуется рыбой, которую бесспорно легче добыть. Конечно, кроковил имеет право на существование, как и любое другое животное, но все же он слишком опасен для всех окружающих. Разумеется, я была на стороне рыб, с которыми мы недавно подружились. А случилось это вот как. Утром, сидя в кабинете, я бросила в реку кожуру банана, и тотчас вокруг нее забурлила вода. Множество серебристых рыб, извиваясь и прыгая, дрались из-за кожуры. Наконец, одна схватила добычу и ушла с нее под камень. Я очень мало знаю о рыбах, и меня удивило, что банановая кожура вызвала такой восторг. Я бросила им еще, и снова началась ожесточенная драка. Значит, вкусно? Потом я стала предлагать им всякую другую пищу, кроме мяса, которое нам приходилось беречь. Хлеб, бананы, папайя, кожура плодов, манго. Тоже понравилась рыба. И вскоре стоило нам только показаться, как они большими стаями устремлялись к берегу. Если я протягивала им угощение, они брали кусочки прямо у меня из рук. Я так привыкла к этой веселой компании, что всерьез огорчилась, когда иссякли наши запасы хлеба и фруктов. О мясе не могло быть и речи. Его столько требовалось для Эльсы и Львят, да еще им помогали незваные гости. Днем, когда мясо висело в тени, к нему сверху подбиралась мангуст, снизу прыгал варан, а по ночам приходила чета шакалов, вивера, гиены. Птицы занимали в нашей лагерной жизни такое же место, что и звери. В кабинет часто наведывалась пара молотоглавов, которых мы знали уже несколько месяцев. Их гнездо было поблизости, и каждый день мы видели, как они кунают свои головки, мутные лужицы на берегу пересыхающей реки. А теперь они стали подходить к нам еще ближе. Может быть, тут замешан буйвол? Нечаянное столкновение с нами не отвадило его от этих мест, а в следах буйволиных копыт скапливается вода, и молотоглавы находили там кое-что себе по вкусу. К нам постоянно наведывалась великолепная пара ибисов-хадада. Их протяжные жалобные крики стали непременным звуковым сопровождением нашей лагерной жизни. Частенько к реке приходила крупная, необычайно красивая цапля, но она не была такой смелой. Я могла без конца наблюдать всех этих животных, и каждый день случалось что-нибудь интересное. Вот сейчас, когда я пишу эти слова, на противоположном берегу важно расхаживает около полсотни бабуинов, а посередине семейство лесных антилоп — самец, самка и теленок. Можно подумать, что они ищут защиты у бабуинов. Такая мирная картина, такое доверие, а еще говорят, будто бабуины рвут в клочья разных мелких животных. Словом, все было бы идеально, если бы не браконьеры. Ведь даже свирепая львица вовсе не так опасна для эльсы, как люди. Во всяком случае, она составляет частицу буша, а у львов не обходится без междоусобиц. Нас радовало, что Эльса теперь смело выходит навстречу противнику. Впервые мы увидели это в середине августа, когда она и львята ужинали перед палатками. Вдруг Эльса зарычала и ушла из лагеря. Вернулась она только через час. Ночью я слышала, как к лагерю подошли два льва. Зарезалась яростная схватка. Под утро Эльса увела львят на большие скалы, а днем, встретив ее в буше, мы увидели, что у нее искусана вся голова и особенно много ран возле поврежденного уха. Когда мы вернулись в лагерь, я принесла им их вчерашний ужин, от которого осталось не так уж много. Львята жадно набросились на мясо, но Эльса есть не стала, пока бойне принесли еще одну тушь. Интересно, почему она отказалась сначала от мяса, хотя и была очень голодна. Увидела, что всем не хватит и предпочла сперва накормить детей. Вечером приехал Ибрахим на новом лендровере, который был сделан по моему заказу. В нем нам были не страшны никакие львы. Он привез также почту, и я села читать статью об Эльсе в Иллюстрейтед Лондон-Юз, где сообщала, что она уже знаменита на весь мир. Лесные слова, ничего не скажешь, но в этот самый миг мировая знаменитость сидела, понурив израненную голову. Когда на следующий день Эльса пришла к нам в кабинет, чувствовала она себя еще очень скверно, но это не помешало ей дать жест на несколько сильных затрещин за то, что он приставал ко мне, заинтересовавшись моей пишущей машинкой. Бедняга! Ему предстояло еще многое узнать не о нравах Буша, а о нравах людей, которые его так занимали. Раз он принялся среди ночи хозяйничать палатки Джорджа, и нахозяйничал, наутро я не могла отыскать свой бинокль. В конце концов, в кустах за палаткой отыскались клочья кожного футляра с отчетливыми следами молочных зубов джест. Рядом лежал бинокль, его линзы каким-то чудом остались целы. Да, этот проказник Джеспе мог хоть кого рассердить, правда, ненадолго, уж очень он был обаятелен. К восьми месяцам детский пушок сошел с него, но мех был мягкий, как у кролика. Джеспе во многом подражал матери и хотел, чтобы мы обращались с ним так же, как с нею. Он ложился рядом со мной и ждал, когда я его поглажу. И хотя я дала за рог, но иногда просто не могла удержаться. Нередко Джеспе хотелось поиграть со мной. Я не сомневалась в его дружелюбии, однако всегда опасалась, как бы он меня не поцарапал, не укусил, ведь в собственных играх они не щадили друг друга. Джеспе был гораздо большим дикарем, чем Эльса, и не умел сдерживать себя. Мы с Джорджем с интересом наблюдали, как по-разному относятся к нам львят. Джеспе, благодаря своему ненасытному любопытству, победил робость и совершенно освоился с нами. Он вел себя дружелюбно, но фамильярности не допускал. Эльса маленькая была настоящая дикарка. Она рычала, когда мы к ней приближались, и старалась улизнуть. Она была не такая бойкая, как братья, зато всегда умела добиться своего. А раз я наблюдала, как в жесту пытается уволочь кусты только что зарезанную козу, он дергал, тянул, даже кувыркался через тушу, но не мог сдвинуть ее с места. Подошел Гупа, они взялись за это дело вдвоем, ничего не добились и сели рядом, тяжело дыша. Эльса маленькая, следившая все время за их потугами, подошла к тушу, как следует ухватилась за нее зубами, напряглась и потащила его в укромное место. Запыхавшиеся братья побежали за ней. Гупа часто спасался в палатке от мух-цц. Тут-то я и увидела, как он ревнив. Если я, например, садилась рядом с Эльсой, Гупа долго и упорно глядела мне в глаза с явным неодобрением на морде. Это, мол, моя мама, отойди от нее подальше. Как-то вечером я сидела у входа в палатку. Гупа лежал в дальнем ее конце, а Эльса посередине, присматривая за нами обоими. Он принялся оживать край палатки. Я строго сказала, нельзя. К моему удивлению, он хоть и заворчал в ответ, но оживать перестал. Немного погодя, начал снова, и опять майонезия подействовала. Все три львенка научились понимать это слово, хотя мы никогда не подкрепляли запрет ни палкой, ни каким-либо иным средством устрашения. Однажды утром Эльса с ольвятами ушла за реку. Перед тем, они целые сутки спокойно провели в лагере. А вскоре, к моему удивлению, Македа доложил, что видел следы чужой львицы, которая приходила ночью к нашей кухне и потом снова ушла вверх по реке. Неужели это та свирья про львица? Но ведь Эльса не проявила никаких признаков тревоги. Правда, в лагерь она вернулась только к концу второго дня, когда уже стемнело. Ревят, она оставила где-то в укрытии, туда и уволокла мясо. Утром семейство ушло за реку. А через несколько дней под утро, когда они были в лагере, мы услышали, что от реки идут два льва. В тусклом свете я увидела, как Эльса и львята побежали к кабинету. Оттуда Эльса вернулась одна и решительно зашагала навстречу чужакам. Мы напряженно слушались, но все было тихо. Через полчаса Эльса возвратилась и позвала детей. Ответа не было. И она тревожно заметалась, продолжая звать. Выбравшись из-за колючей изгороди, я тоже принялась искать. Но Эльса заворчала на меня. Принюхиваясь к следам, она побежала по дороге к большим скалам. Чуть погодя оттуда донеслось ворчание, но мы не пошли за Эльсой, боясь сорваться на чужаков. Только позднее, когда все успокоилось, мы отправились к большим скалам и увидели но и чужой львиц. В этот вечер Эльса не пришла в лагерь, зато на следующий день, через часа два, после того, как Джордж вернулся из Исиола, явилась совсем семейством. Все четверо были невредимы, но держались настороженно. Эльса без конца осматривала заросли вокруг лагеря и ушла задолго до рассвета. В начале сентября засуха стала настоящим бедствием. Благодаря патрулю браконьеры пока не смогли причинить большого ущерба, но ведь патруль был один на всю провинцию, он не мог оставаться тут все время. Когда они уйдут, Джордж должен будет обходиться своим собственным маленьким штатом, а дожди начнутся не раньше конца октября. Мы очень обрадовались, узнав, что к нам должен приехать Джулиан Хаксли, который по поручению ЮНЕСКО изучал проблему сохранения животного мира в Восточной Африке. В письме к нам он спрашивал, сможем ли мы ознакомить его с северной пограничной провинцией. Мы с радостью ухватились за этот случай, надеясь во время поездок по районам посвятить сэра Джулиана во все наши трудности и нужды. Возможно, его поездка подбодрит всех, кто заинтересован в охране диких животных. Кроме того, сэр Джулиан хотел увидеть Эльсу. Обычно мы соглашались на это лишь в тех случаях, когда у человека были веские причины. У Джулиана Хаксли они бесспорны были. Мы с радостью покажем ему Эльсу. Надо только позаботиться, чтобы он не подвергался никаким опасностям. Вместе с Хаксли должны были приехать его супруга, начальник департамента по охране диких животных майор Гримвуд и пилот. Мы условили, что никто из них не выйдет из машины, если во время их короткого визита появится Эльса. С 7 по 9 сентября мы объехали с гостем некоторые районы провинции и, наконец, прибыли во владение Эльсы. Через 20 минут после сигнального выстрела Лай Бабуинов оповестил нас о появлении Эльсы и Львят. На радостях она чуть не сбила меня с ног, потом скачила на крышу лендровера, а Львята тем временем поволокли в надежное местечко козью тушь. Мы пробыли в лагере всего около получаса, и Эльса очень удивилась, что машины так быстро тронулись в путь. На следующий день наши гости улетели в Найроби, а мы в лагерь Эльсы. Три часа спустя пришла и она с Эльвятами, все были сыты после обильного угощения, которое мы оставили им накануне. Поздно вечером вдалеке послышались голоса двух львов. Тотчас Эльса вела Львят за реку, и оттуда затеялась чужиками разговор, который длился не один час. Днем, когда я пила чай в кабинете, она явилась ко мне совершенно мокрая, без детей, но вскоре пришли они, мы чудесно провели вечер. Джесс повел себя как хозяин, он даже занял кровать Джорджа, который к тому времени уже уехал в Сеоло. Ночью Эльса следам, мы с Тотто дошли до гряды ворчун. Эльса вскоре заметила нас, спустилась вниз и привоскалась ко мне. Джесс продвинулся было за нею, но на полпути остановился и сел, поглядывая на нас со склона. Как только мы вернулись в лагерь, приехал Джордж. Заслышав шум машин, тотчас явилась Эльса с эльвятами. Джордж сообщил, что утром из Лондона прилетают Дэвид Аттенборо и Джефф Маллиген. Надо будет встретить их на ближайшей посадочной площадке. Мы уже давно переписывались с Дэвидом Аттенборо, он собирался снять для BBC фильм про Эльсу и Львят. До сих пор мы не принимали таких предложений, боясь, что появление киноэкспедиции взбудоражит Эльсу. Если приедут два человека, это не так уж страшно, надо только позаботиться об их безопасности. Что ж, один будет ночевать в моем Лендровере, а второй в палатке, установленной на грузовике. Обе машины стояли рядом за колючей оградой. Еще одна палатка будет служить гардеробом, ванной, лабораторией, складом. Ночью из-за реки донеслось рычание чужого льва. Эльса тотчас отправилась ему навстречу, а утром, это было 13 сентября, Джош позвал меня из своей палатки, и там я увидела Эльсу. Она была в ужасном состоянии, голова, грудь, плечи, лапы, покрыты кровоточащими ранами, вид совершенно больной. Я опустилась рядом с ней на колени, чтобы осмотреть раны. Эльса только движением глаз дала понять, что видит меня. Это было совсем неожиданно, ведь ночью мы ничего не слышали, никаких намеков на схватку. Я хотела осмотреть раны, но Эльса, преодолевая боль, поднялась на ноги и медленно побрела к реке. Тогда я взяла таблетки, чтобы подложить ей мясо. Может быть, хоть таким способом удастся предотвратить заражение, раз она не позволяет прикоснуться к раны. Минут двадцать искала я Эльсу, но ее нигде не было. Оставив Джорда разыскивать львят, я отправилась встречать наших гостей. Да, неподходящий момент для посетителей, тем более кинооператоров. Как бы не вышло так, что им нечего будет снимать. Я сообщила им эту неутешительную новость и вскоре поняла, что в лице Дэвида и Джеффа нам посчастливилось узнать людей, по-настоящему любящих животных. Когда мы приехали в лагерь, Джордж уже вернулся, так и не разыскав львят. Пока гости устраивались, я опять отправилась за Эльсой и на этот раз нашла ее под кустом по соседству с кабинетом. Дышала она очень тяжело и не пошевельнулась, когда я стал отгонять мух от ее ра. Я вернулась в лагерь за водой и за мясом с таблетками. Дэвид тотчас вызвался помочь мне и донес до кабинета таз с водой. Никогда еще я не видела Эльсу в таком плачевном состоянии. Она не могла даже поднять головы и мне пришлось помочь ей напиться. Когда она принялась за мясом и ушли, так как она ясно дала нам понять, что наше присутствие мешает ей. Мы сделали для Эльсы все, что могли и теперь я отправилась с Джорджем за реку искать львят. Мы стали звать Джефте, перебирая все слова, которыми обычно откликали Эльсу. Наконец за кустом мы заметили одного львенка, но он тут же бросился наутек. Чтобы не пугать львят, мы возвратились в лагерь, надеясь, что они сами придут к матери. Первым объявился Джефте. Около шести часов вечера он пересек реку и подбежал к Эльсе. В это время с того берега донеслось мяуканье второго львенка. Эльса через силу спустилась к воде и позвала его. Это был Гупа. Увидев мать, он решился переплыть реку. Я принесла им мясо, и львята жадно принялись есть, но Эльса к нему не притронулась. Пока Джеспа и Гупа управлялись мясом, отправились гостями погулять до реки. А когда вернулись, то к нашему удивлению увидели Эльсу на крыше лендровера перед нашими палатками. Мы сели ужинать в нескольких метрах от нее, однако она не обращала на нас никакого внимания. Нас очень беспокоило отсутствие Эльсы маленькой, но и она явилась в лагерь вскоре после того, как мы легли спать. Сразу после полуночи семейство ушло, а затем мы услышали голос свирепой львицы. Днем Эльса не показывалась, так как свирепая львица все еще держалась поблизости. Джош видел ее на больших скалах, она рычала и в следующую ночь. Мы волновались за Эльсу, и как только рассвело, Джош отправился вдоль берега в одну сторону, а я с Македа, Нуру и одним объездчиком в другую. На всякий случай мы захватили с собой питьевой воды. В километре от пограничной гриды нам встретился след Эльсы. Так далеко она еще никогда не забиралась. Я позвала ее, она вышла из-за скал и убедившись, что все спокойно вывела львят. Они так хотели пить, что чуть не вырвали у меня из рук пластмассовый тазик, в который я наливала воду. Когда мы отправились в обратный путь, Эльса и Джеспе стали недоверчиво обнюхивать объездчиков. Я посоветовала ему не двигаться, и он стоял как укопанный, но по лицу было видно, что ему не по себе. Улучив миг, я послала его вперед вместе с Македой. Раны Македой Я совсем расстроилась, когда увидела, что сбилась с пути. Был полдень, самая жаркая пора, львы поминутно останавливались в тени отдыхаться. Разумнее всего было бы отыскать ближайшую лагу и по ней спуститься к пике, а там уж нетрудно будет найти дорогу. Вскоре я набрела на узкое высохшее русло и пошла между его крутыми берегами. Эльса шагала следом, чуть дальше трусили львята. Вдруг на повороте я лицом к лицу столкнулась с носорогом. В таких случаях обычно советуют быстро скачать в сторону, пропуская мимо себя атакующего зверя. Но быстро скачать было некуда. Я повернула обратно и побежала. За мной по пятам гналось пустящее чудовище. Приметив боковую лощинку, я свернула туда и оказалась в буше. Видно, в эту секунду носорог заметил Эльсу. Он ринулся вверх по противоположному откосу. Я была спасена. Хорошо, что Эльса не бросилась за ним, ведь обычно она не пропускала ни одного носорога. А через несколько секунд я к своей великой радости увидела идущего нам навстречу Нуро. Только я хотела поблагодарить его за то, что он примчался мне на выручку, как Нуро сказал, что тоже спасался бегством от носорога. Мы от души посмеялись над своими страхами и вместе пошли домой. В лагере никого не оказалось. Узнав от Македы, что Эльса нашлась, Джордж, Дэвид и Джефф поспешили мне навстречу. Я послала за ними объездчика, а Эльса и Львята тем временем затеяли игру в реке, освежаясь после долгого перехода по жаре. Потом они утащили в зал и слегка зью тушу и оставались там допоздна, а около полуночи ушли за реку. Чувствуя, что на следующий день нам удастся начать съемки только под вечер, мы с утра пошли снимать Даманов на скалах. Вернулись усталые, распаренные, закусили и спустились в кабинет, где нас уже ждали раскладушки. Дэвид, Джордж и я легли отдыхать, а Джефф стал заряжать камеры. Я задремала, но вдруг проснулась от толчка. Эльса вся совершенно мокрая, сидела на мне и нежно облизывая, придавив меня своим весом. Дэвид мигом перемахнул через Джорджа, подбежал к Джеффу и сразу застойкатали обе камеры. А Эльса прыгнула над Джорджа, приваскалась к нему, потом важно направилась к палаткам и легла отдыхать в одной из них. Гости ее совершенно не смущали. Вечером, когда мы сели за стол, Эльса вышла из палатки, где отдыхала в месте Джеффа и проследовала почти у самых ног Джеффа с таким видом, будто его и не существовало. Утром мы по следам дошли до гряды ворчу и на склоне увидели спящую Эльсу. Нам не хотелось ее тревожить, и мы ушли домой. Вернулись мы сюда уже после чая, захватим несколько камер, чтобы снимать с разных сторон. Нам повезло. Эльса и львята отлично позировали на седле гряды. Потом Эльса спустилась и всех поприветствовала, включая Дэвида и Джеффа, потершись головой от коленей каждого. Она пробыла с нами до темна. Затем мы возвратились в лагерь. Львята, видимо, стевоженные присутствием чужих людей, остались на гряде. Хотя съемки, судя по всему, ничуть не беспокоили Эльсу, я все-таки боялась, что она не придет ужинать. Но я зря волновалась. Только я хотела предупредить гостей, чтобы они сегодня не очень-то рассчитывали на новую встречу с Эльсой, как она ворвалась в лагерь и так бурно меня приветствовала, что чуть не сбилась с ног. Я приготовила ее любимое блюдо, мясо с рыбьим жиром, и направилась к ней, но Джефф выскочил из засады и отнял у меня миску. Джефф в это время проверял магнитофон. Он пустил как раз ту ленту, на которой было записано рычание свирепой львицы. Джефф-то на страже лучше склонил голову на бок, прислушиваясь к ненавистному голосу. Потом, бросив на комство, помчался предупреждать мать об опасности. На следующий день мы опять снимали Эльсу на гряде и получили новое доказательство ее расположения к Дэвиду и Джеффу. Она привела львят, чтобы они поиграли с нами. Любопытно, что Джефф относился к чужим людям в точности так, как Эльса в детстве. Он тотчас угадывал, какое чувство вызвал человеке – расположение, замешательство или страх. И, соответственно, вел себя. К сожалению, должна сказать, что Дэвиду не повезло. Джефф все время подкрадывался к нему или наскакивал на него из-за сады. Тот только поспевал увертываться. Жаль, что из-за темноты нельзя было снять эту игру. В последний вечер гости попрощались с Эльсой, когда она сидела на крыше лендровера. Они пожали ей лапу. Я чувствовала, что для них она не просто очередная киносенсация, и была очень благодарна Дэвиду и Джеффу за дружелюбие и такт, с которым они провели съемки. Глава двенадцатая. Стычка с браконьерами. Днем двадцать первого сентября Джордж Топо и я встретили наше львиное семейство Буша. Эльса поздоровалась, как всегда, Джесс перезнул меня и Джорджа, но когда он хотел перераскаться к Тотто, Эльса загородила ему путь. Почему-то ее отношение к Тотто изменилось, а ведь она любила его ничуть не меньше, чем Нуру и Македы. Эта перемена наступила, когда родились львята. Ночью мы слышали рычание льва, и днем Джордж неподалеку от лагеря нашел его следы. Позднее мы с Тотто пошли искать Эльсу, она была на гляде ворчуна и не обратила на меня никакого внимания, хотя я звала ее и даже поднялась на скалу. Львята тоже не взглянули на меня. Я побыла с ними минут двадцать и отправилась домой. Может быть, объявился Эльсон супруги, и поэтому она вела себя так. Вечером Эльса не пришла в лагерь. Мы увидели семейство только на следующий день, когда они плескались в воде. Львята играли, спорили из-за палок плавающих в воде, а Эльса улеглась на берегу рядом с Тотто и за всеми наблюдала. Когда мы шли домой, Джеспе, заинтересовавшись винтовкой Тотто, без конца подкрадывался к нему. Эльса несколько раз вмешивалась, наконец уселась на сына и дала Тотто уйти вперед. В этот вечер мухи ЦЦ были на редкость назойливые. Эльса зашла в палатку, повалилась на землю и замяукала, умоляя избавить ее от них. Я хотела помочь ей, но рядом с матерью уже катались даря мух Джеспе и Гупа, и когда я приблизилась, они заворчали. Я все равно стала бить мух, а Эльса облизывала сыновей, чтобы умерить их ревность. Обычно Эльса всегда была благодарна мне за помощь, и однако на следующее утро, когда я смотрела, как львята играют с матерью, она ни с того ни с сего два раза стукнула меня лапой. Ночью Эльса заглядывала в лагерь на несколько минут, потом целые сутки не показывалась, а когда снова пришла вместе с ольвятами, держалась отчужденно. Получив мясо, она утащила его в укромное местечко и вскоре удалилась. На другой день, возвратившись с прогулки, во время которой мне попалось много свежих сломов и следов, я увидела, как Джесп постарательно жует мой единственный тропический шлем. Какая досада, ведь жаркую пору мне без шлема не обойтись. Эльса в тот вечер была на редкость ласкова, словно хотела загладить вину проказника сына. Мы долго сидели вместе у реки, любое зимородком. Птица, как видно, ничуть нас не боялась и подходила совсем близко. В эти дни я стала примечать, что Гу повернует мать не только ко мне, но и к брату. Когда Джеспа играл с Эльсой, он старался его оттолкнуть. А если Эльса приближалась ко мне, Гу посжимался в комок и ворчал до тех пор, пока она к нему не подойдет. Когда уехал Джордж, я устроила себе постель в Лендрове, возле которого мы привязывали на ночь козью тушу, чтобы уберечь ее от посторонних. Могу сказать, чтобы это обеспечило мне спокойный сон, зато было хорошо наблюдать ночных животных, обитателей Буша. Особенно мне полюбилась темно-бурая, бесстрашная вивера. К великому неудовольствию шакалов она всегда первой поспевала к добыче. Стоило ей поднять голову, как они бросались в рассыпную. Если это была та же вивера, которую Джеспа прогнала дажды, то я преклоняюсь перед отвагой львенка. Чтобы получше разглядеть виверу, я позволяла ей есть вдоволь, и гиены и шакалы не могли рассчитывать на такую щедрость. Как-то среди ночи меня разбудили трубные голоса слонов и треск поломанных сучьев. Великаны резвились у реки между кабинетом и палатками. Они подходили все ближе, и я боялась, как бы они не явились прямо в лагерь. Эльса сидела с ольвятами у моего спального вагона и смотрела в ту сторону, откуда доносился шум. Кажется, у нее были такие же опасения. Но все напряженно слушались. Вдруг я увидела, как до берега передвигается громадный силуэт. Слон остановился, и, казалось, целую вещь настоял неподвижно. Потом, наконец, растаял во мраке. Эльса с ольвятами держалась так же тихо, как и я, и оставалась на чеку, пока треск не прекратился. Потом она исчезла. А немного погодя, свет моего фонарика отразился в паре зеленых глаз. Они мало-помалу приблизились. Подумав, что это какой-нибудь зверь подбирается к козлятине, я вышла из эндровера, чтобы накрыть тушу колючими ветками. Только я взяла за ветку, как на меня бросилась Эльса. Я вернулась в машину, немного подождала, и когда мне показалось, что семейство кончило ужинать и удалилось, снова вылезло. Не кормит же шакалов. Но Эльса опять прогнала меня. Всю ночь мы состязались в бдительности. Эльса победила и, вероятно, объелась. В конце сентября к нам как-то утром пришел африканец и попросил помочь прогнать двух львов, которые по соседству с его ужиной убили водяного козла. Я послала с ним объездчиков. По следам они установили, что львы провели всю ночь около добычи, а потом ушли на холмы в 15 километрах от поселения. Там было их логово. Местные жители могли убедиться, что в этом районе есть львы, кроме Эльс. Я обрадовалась, ведь теперь нельзя будет валить все на нее, если на скот нападут хищники. В октябре мы с Билли Коллинзом решили встретиться, чтобы поговорить о продолжении книги «Рожденная свободная». Я отправилась в Найроби и привезла его в лагерь. К счастью, он не сердился на Эльсу и не боялся ее после того необычного приема, который она оказала ему в первый раз. Я надеялась поспеть с ним в лагерь до прихода Эльсы, но мы замешкались в пути, и когда прибыли, все семейство уже обедало в палатах. Я встревожилась, однако Эльса очень приветливо встретила нас обоих и вернулась к мясу. Мы провели весь вечер по соседству с нею, а она, казалось, даже не замечала нас. Джордж сказал, что всю ночь на 7 и 8 октября совсем рядом с лагерем рычал лев. Когда мы легли спать, Эльса ушла, возможно, к льву. Дни были знойные, буш совсем высох. Даже в кабинете, где обычно царит прохлада, было очень душно, когда мы пришли туда утром. И хотя нас отвлекали и бабуины, и антилопы, и всякие птицы, мы все же хорошо поработали. Потом отправились искать Эльсу. Мы не нашли ее, но когда звериной тропой возвращались домой, я вдруг почувствовал, как она и Джеспа потерлись в мои ноги. Эльса обращалась с Билли так же, как и с нами, но с Джеспа чрезвычайно заинтересовали его белые носки и теннисные туфли. Левенок приседал за каждой кочкой, примеряясь к броску, но мы всякие размешивались. В конце концов, Джеспа это надоело, и он присоединился к сестре и брату. Вечер Эльса провела на крыше Лендровера. А утром она меня разбудила, забралась в палатку и стала лизать сквозь разорванный накомарник. Как Эльса проникла сюда? И не успела ли она уже наверно с Собилли? Я окрикнула Коллинзу и услышала в ответ, что Эльса только что была у него. В это время показался то-то, он нес мне утренний чай. Эльса не торопясь соскочила с кровати, подождала, когда он откроет калитку, потом вышла, забрала львят и все вместе затрусили к большим скалам. Я быстро отделалась и поспешила к машине, чтобы узнать, как так били. Увидев его улыбающееся лицо, я успокоилась. Он сказал, что Эльса протистывалась сквозь колючую граду и вскочила на крышу Лендровера, но затем поняла, что внутри не проникнуть. Тогда она отправилась ко мне. Ни Дэвид Аттенбор, ни Джефф, который спал в той же машине, не пользовались таким вниманием Эльсы. Раньше только моя кровать и кровать Джорджа привлекали ее, так что ее интерес к Билли должен был встить ему. Не знаю, правда, что он сам об этом думал. Под вечером мы отыскали семейство на гвиде Ворчун. Эльса и Джеспа спустились к подножию и очень радостно нас встретили. Эльса поздоровалась и с Македой, но когда Джеспа хотел потереться головой о его ноги, она оттолкнула львенка. Гупа и Эльса Маленькая оставались на гвиде, пока мы не отошли на несколько сот метров. Тогда и они сбежали вниз на зов Эльсы. Продолжая прятаться от нас, они двинулись другим путем. Встретились мы уже у реки. Все три львенка сидели в воде, освежаясь после перехода, и внимательно смотрели на нас. Один Джеспа присоединился к матери. Он был ласков, но из-за его проказ мы вернулись домой уже затем. Хотя Билли отказался от своих белых носков, Джеспа приставал к нему по-прежнему. Ребенок садился перед ним на землю и задорно смотрел ему в лицо, загораживая дорогу. Билли всячески пытался обойти его, но через минуту Джеспа снова подкатывался ему под ноги. Эльса вмешалась раз в другой, поваряла сына по земле, но он только еще больше разошелся. Джордж шел впереди. Вдруг его сзади схватили две лапы, и он чуть не полетел. Ребенок веселился. Лишь в лагере Джеспа оставил нас в покое, так как обед был важней. Двенадцатого октября Билли должен был уезжать. Как нарочно днем нам не удалось найти Эльсу и Львят. Пришлось ограничиться другими животными. Мы пошли посмотреть на водяных козлов и лесных антилоп, которые спустились к реке на водопой, а потом на дома, надремавших на солнышке среди скал. Вечером, когда зашло солнце, мы увидели, как крохотные лемуры выходят из своих дневных убежищ. Вернувшись в лагерь, мы застали там Эльсу и Джеспе. Эльса лежала на крыше Лендройера. Билли слегка потрепал ее, погладил по голове. Обычно она позволяла это только мне. Нам хотелось еще напоследок показать Билли самую крупную реку Кении Тону. Правда, для этого надо было сделать крик километров 80, но мы не сомневались, что он будет доволен. По пути нам попался самый большой во всей области Баобаб, которому, наверное, лет 800. В стволе этого дерева, довольно высоко над землей, есть огромное дупло с двумя выходами, в котором могут укрыться 8-10 человек. Когда Джордж впервые увидел этот Баобаб, в нем приятно ведь браконьеры. До сих пор в стенках дупла торчат деревянные колья, которые служили то ли ступеньками, то ли вешалками. Выходы расширены человеческими руками очень давно, лет 200-300 тому назад. Надо сказать, что здесь чуть ли не все Баобабы такие же дуплистые. Эльса всегда совала нос в каждое дупло. Нам все время попадались зебры, греви, жирафы, жирафовые антилопы и водяные козлы. Мы не ожидали увидеть буш и столько животных, потому что в засушливое время они обычно собираются у рек. Наконец мы добрались до Таны. В этом месте в нее вливается один из четырех притоков, которые мы пересекали по пути из-за села в лагерь. Здесь почти всегда можно рассчитывать на встречу с бегемотами. И на этот раз мы не были разочарованы. Восемь бегемотов, раскрывая пасти, барахтались посреди потока шириной метров 600, наслаждаясь завидной прохладой. Влажно поблескивали их массивные спины. Вдруг послышался лай собак. Джор схватил винтовку и побежал в ту сторону. Только он перебрался через приток Таны и пропал в пальмовых зарослях, как в реку прыгнули две антилопы. Следом за ними бросились собаки, быстро настигли их и вонзили клыки им в спину и горло. На меньшей антилопе повисло сразу три собаки. Она отчаянно отбивалась. Раздался выстрел. И одна собака ушла под воду. В ту же секунду из реки вынырнула голова человека. Увидев на берегу Билли и меня, человек снова нырнул. Я не на шутку встревожилась, ведь в Тане опасны водовороты и к тому же множество крокодилов. Да еще как раз на пути браконьера плескались восемь бегемотов. Видно, и Джордж подумал о том же. Он выпустил несколько пуль на перерез правцу, чтобы заставить его повернуть назад. Но браконьер плыл все дальше. Ни пули, ни бегемоты, ни крокодилы не могли его остановить. Вот бегемоты скрылись под водой. Сейчас разыграется трагедия. Но пловец, следуя за антилопами и собаками, благополучно выбрался на противоположный берег и исчез буш. Появился второй браконьер, тоже с собаками. Они загоняли маленькую антилопу, которая напрасно искала спасения в реке. Вот одна собака вцепилась ей морду, пытаясь задушить, а другая повисла у нее на спине. Джордж убил обеих собак, и антилопа отважно поплыва дальше, но метр через сто пошла ко дну. Я побежала к Джорджу, захватив для него патроны. Он рассказал, что чуть не наступил на одного браконьера, который прыгнул в реку прямо у него из-под носа. Джордж выстрелил воздух, чтобы остановить его, но преступник нырнул под воду и скрылся за поворотом. Это был тот самый браконьер, который испугался меня с Коллинзом. Теперь все было тихо, и тона катила свои воды, увлекая погибших животных, преследуемых и преследователей. Грустно, что этот трагический эпизод оказался последним впечатлением, которое Билли увез из Кени. Но ведь это один из многих случаев, только никто их не отмечает. Еще одно напоминание, что надо покончить с браконьерством, если мы хотим сберечь животный мир Восточной Африки. Хорошо, что наиболее прозорливые африканцы понимают, как велика ценность диких животных для страны. Только сотрудничая с африканцами, можно сохранить последнее убежище крупного зверя. К середине октября Джордж вернулся в лагерь, и несколько дней жизнь текла без всяких происшествий. Но вот однажды ночью с больших скал донеслось грозное рычание. Эта свирепая львица и ее супруг возвещали о своем прибытии. Эльса тотчас ушла с ольвятами за реку. На следующее утро Джордж увидел свирепую. Она стояла на больших скалах, ясно выясовываясь на фоне неба, и скрылась лишь после того, как Джордж подошел метров на четырест. Вечером Эльса наведалась в лагерь, быстро поела и исчезла на двое суток. В это время я сменила Джорджа в лагере. Отсутствие Эльсы меня обеспокоило. Я отправилась искать ее, но не нашла. Рано утром мы увидели в лагере следы львят. Странно, что мы ничего не слышали. Выследить львят нам не удалось, потому что отпечатки их лап затеряли следы следов сломов и носорогов. Вечером семейство явилось, но Эльса вела себя как-то странно. Гупа, Эльса маленькая, и я для нее не существовали. Все внимание принадлежало Джесп. Бедный Гупа старался и так, и сяк, ложился на спину, лапом и кверху, когда приближалась мать. Она перешагивала через него и шла к Джесп. Примерно в половине девятого начала рычать, читать диких львов. Все семейство насторожилось, но только Эльса и Джесп затрусили кабинету. Гупа и Эльса маленькая отправились было за ними, однако вскоре вернулись доедать свой обед. Но когда сердитое рычание послышалось совсем близко, оба львенка, сломя голову, кинулись вдогонку за матерью, которая уже переправилась через реку. Я убрала остатки мяса и хорошо сделала, так как львиный дуэт длился всю ночь. На следующий вечер мы с Македой увидели, как чужая львица поднялась на большие скалы и уселась на вершине. Несомненно, это она, свирепая. Здесь впервые я как следует рассмотрела ее в бинокль. Она намного крупнее и темнее Эльсы, и красотой не отличается. Львица глядела в нашу сторону. Вдруг совсем рядом раздались трубные звуки, и, казалось, в одну минуту весь буш заполнили слоны. Мы, что есть духу, помчались в лагерь. Весь вечер было слышно, как слоны то трубят, то шумом тягивают воду. А на больших скалах точно заведенная рычала свирепая львица. Всю ночь мы не сомкнули глаз, и Эльса, естественно, не появлялась. Утром мы направились по следам свирепой и ее супруга. Они ушли вверх по реке, в район, который мы считали постоянной обителю этой читы. Эльса, несомненно, проведала об их уходе и вечером явилась со львятами в лагерь. Пока дети не принялись за обед, она не обращала на меня внимания, Но потом была ласкова, как всегда. Похоже, она нарочно вела себя так, чтобы львята не ревновали. Было очень душно, край неба то и дело озаряли молнии. А вскоре после того, как я ушла спать, подул сильный ветер. Деревья скрипели, хлопала палатка, упали первые капли дождя, и хлынул ливень. Он не переставал всю ночь. Мы совсем не ожидали такого потопа. Стойки у нас на палатках не были закреплены как следует, и сразу же упали. Весь остаток ночи я возилась с ними, чтобы не дать палатке рухнуть совсем, А под ногами у меня разлилась настоящая река. Наконец наступил рассвет. После долгой холодной ночи я мечтала о чашке горячего чая, Но это было безнадежно, так как дрова совсем отсырели. Все наши люди провели ночь примерно так же, как и я. Палатка Джорджи тоже осела, внутри нее тихо мяукала Эльса. Вскоре она вышла оттуда, с ней были джеспо и губы, совсем испачканные, но сухие. Эльсу маленькую даже ливень не заставила идти в палатку. Я увидела ее за колючей оградой, промокшую насквозь. Надо было разбирать отсыревшее имущество и переносить его в машины, спасая от львиного семейства. Джеспо тотчас взялся помогать мне и оборонял каждый ящик, за который я бралась. Когда я, наконец, управилась с этим делом, Эльса, Джеспо и Гупа забрались вместе со мной в мою палатку. Даже Эльса маленькая решила сесть у самого входа, где я в полах прикрывал ее от дождя. Четверо суток лил дождь, только вечерами выдавались короткие перерывы. За время ливня уже в нескольких шагах ничего нельзя рассмотреть. В этой части Кении дожди выпадают очень неравномерно. В горах осадки достигают около 2500 мм в год, а прилегающие равнины получают всего 375 мм. Хотя лагерь Эльса расположен в полупустыне, кругом немало речушек, которые берут начало в горах по соседству, наша река развилась сильнее, чем когда-либо. Рокочущий красноватый поток затопил оба берега. В кабинете вода поднялась до самого ствола. Чего только сюда не нанесло, прибило даже целую пальму, вырванную с корнями. Хорошо, что Эльса с львятами на этом берегу и для них запасено всякой пищей. Три дня выжженный буш вокруг лагеря пышно зазеленел. Но сухие ломкие кусты точно надорвались в своем стремлении поскорее выпустить на свет несметное количество цветов. Уже через три-четыре дня земли под ними сплошь усеяли опавшие разноцветные лепестки. Внезапный переход от уныния засухи к бурному расцвету тотчас отразился на жителях буша. В тот же день, как начались дожди, прилетели ткачки. Они принялись щинить свои старые гнезда над нашими палатками и сооружать новые. Сквозь дрот дождя доносилось ищебетание, и ливенем был нипочем. Два-три дня гнезда были готовы, а еще через неделю я нашла на земле первую светлую бирюзовую скорлупу. Потом много дней земля была покрыта голубовато-зеленым ковром, на котором ярко выделялись бесчисленные алые козявки, неожиданно выпалшие из нор во влажном песке. Они всегда появляются после первых дождей и затем быстро исчезают. Ровно через месяц после прилета черноголовых желтых ткачей мне пришлось взять на свое попечение птенца, который вывалился из гнезда. Он был почти голый, редкие перья только-только выпустили пушинки на самых кончиках. Малыш казался совсем беспомощным, когда я подняла его, чтобы согреть на ладони. Впрочем, как ни слаб был птенец, в нем таилась неистребимая воля к жизни, и он непреживно требовал еды. Бои целыми днями ловили кузнечиков, а ему все было мало. Я посадила его в гнездо, которое поместило по соседству с другими, надеясь, что ткачи усыновят найденыша. Но из этого ничего не вышло. И пришлось мне каждые два часа, вооружившись пинцетом, скармливать ему наш очередной лов. Два десятка кузнечиков, у которых мы отрывали ноги и голову. Эта пища пошла птенцу на пользу. И уже на второй день он встретил меня громким чириканьем, высунув из гнезда свою лысую головку. Я подвесила гнездо как положено, отверстие вниз, чтобы оно было защищено от дождя, и чтобы его внутренность, высланная пухом ощипанных нами цесарик, не засорялась пометом. Нельзя было не восхищаться чистоплотностью птенца. Он спускался к самому выходу, высовывал хвостик наружу и ронял помет на землю. Если он сидел у меня на ладони, то в критический момент начинал суетиться, пока не находил удобного места на пальце, откуда можно было все сделать, не опасаясь испачкать меня. Джордж приметил, что у ткачей есть определенный ночной распорядок. Часто он просыпался от того, что все птички вдруг начинали сонно щебетать, а затем по палатке, словно каплей дождя, барабанил пальнот. И снова все стихало. За ночь это повторялось два-три раза, так что ткачи и в этом деле действовали коллективно. Я назвала птенца Там-Там, что на языке суахили значит «милый». Ночь он проводил в своем гнезде, которое я помещала на противомоскитной сетке. Здесь птенец был защищен от дождя, и я могла успокоить его, если он проснется и закричит. Там-Там держал гнездо в чистоте. Утром я находила на полу аккуратные дорожки пальнота. Как только взрослые подавали голос, Там-Там сейчас же отзывался, и уж больше у меня не было покоя. Никакие почесывания не могли заставить его забыть голос. Ну где найдешь насекомых такую рань, как до всюду лежит роса? Однажды я попробовала угостить Там-Тама желтком. Он жадно проглотил его, а часом позже я с ужасом заметила, что прозрачная кожица на шее птенца отопыилась, и желток комком застрял в горле. Я пробовала сделать массаж, не помогло. Два часа я не спускала Там-Тама с ладони. Наконец комок рассосался, правда у птенца получился запор, но я быстро вылечила его жирными кузнечиками. Особенно разыгрывался аппетит у Там-Тама вечером. Самое неудобное время для сбора кузнечиков, ведь в эти часы мы были заняты львиным семейством. Но однажды задача решилась сама собой. Войдя в палатку, Эльса повалилась на землю, ее совсем одолели мухи ЦЦ. Там-Там сидел у меня на руке, мне некуда было его деть. Я стала ловить мух на Эльсе другой рукой. Вдруг мне пришло в голову угостить мухами Там-Тама. Всеместно бросился на них с такой жадностью, что я сразу же припасла целую кучу мух ему к завтраку. Прошло три дня, Там-Там оперился, и стало видно, что это самочка. В один день нижняя часть ее тельца покрылась мягчайшим пухом, а желтая кайма вокруг клюва исчезла, если не считать совсем маленьких пятнышек в уголках. На четвертый день я подвесила гнездо на изгороде возле палатки, чтобы птенец мог насладиться утенним солнышком. Как всегда, Там-Там отчаянно горланил, требуя еды. На крик прилетели взрослые, и в несколько минут около гнезда собралось двадцать пять самок и пять самцов. Наконец одна самка юркнула в гнездо, и оставалась там минуты две. Я не знала ее намерений, и на всякий случай вытащила птенца из гнезда. Пусть уж все происходит на моих глазах. Малыш запрыгал по веткам и очутился на земле среди высокой травы. Несколько самок окружили его и повели сквозь эти джунгли к веке. Мне казалось, что Там-Там летает еще недостаточно хорошо и может стать жертвой коршунов, которые все время окружили над лагерем. Да и змеи меня тревожили. Накануне Джордж застрелил у самой палатки кобру, которая явно искала выпавших из гнезд птенцов. Поэтому я посадила Там-Тама в гнездо, подвесив его возле стола в кабинете. Пичуга уже знала свое имя. Стоило мне позвать ее, как она появлялась у входа и, возбужденно чирикая, исполняла какой-то танец. Там-Там бесстрашно садился на мою ладонь, но дальше стола и пишущей машинки не уходил. А на следующий день птенец вдруг вылетел из гнезда и скрылся в зарослях. Из кустов доносилось его чириканье, но, как я не звала его, выходить оттуда он не хотел. Мы надеялись, что голод все-таки заставит Там-Тама вернуться. Но птенец то ли не понимал по молодости, что надо лететь ко мне за едой, то ли ждал, что приемная мать сама должна подойти. Я уже начала тревожиться. Его надо было поймать, но тут пришла Эльса с ольвятами и помешала нам. Пока мы сумели увезти семейство к палаткам, где их ждал обед, уже стемнело. Теперь Там-Там сидел на самой макушке дерева. Из-за густого кустарника мы не могли туда добраться, и я была в отчаянии, ведь ночью птенцу не спастись от хищников. Тогда мы стали вырубать кусты. Там-Там сидел спокойно и не улетел, даже когда мы наклонили ветку, на которой он обосновался. И вот, наконец, печуга у меня в руке. Я отнесла ее в палатку и стала кормить мухами, которых снимала со спины Эльсы. Странно было ощущать у себя на ладони это крошечное, почти невесомое существо, у которого под мягким пушком так часто билось маленькое сердечко, и в то же время другой рукой гладить Эльсу и чувствовать, как нежно она отвечает на мою ласку. Я очень привязалась к Там-Таму, но долго ли птенец захочет оставаться со мной? Рядом целое поселение птиц оживленно щебечущих, веселых. Его место там. К нам он попал чисто случайно. На завтрак Там-Там получил волю мух-цэ-цэ, потом я опять посадила его в гнездо, висевшее на солнышке. Тотчас прилетели две самки и стали по очереди забираться внутрь. Вскоре Там-Там высунулся из гнезда и под присмотром обеих самок полетел прибрежным зарослем. Целый час мы наблюдали, как они перепархивают с дерева на дерево в окружении других ткачиков. Иногда кто-нибудь из взрослых приносил букашку, мы даже видели, как одна из воспитательниц за что-то плюнула малыша. Нам нетрудно было узнать Там-Тама по его размерам и куцаму хвостику, ведь в стае он был единственным птенцом. Кстати, где же остальные? Сидят в гнездах, пока не достигнут полной самостоятельности. Самки явно не собирались покидать Там-Тама, и мы оставили его на их попечении. Вечером разыскать его нам не удалось. Хорошо, если приемные мамаши определили Там-Тама на постой в какое-нибудь гнездо, решили впредь заботиться о приемаше. Через неделю дожди кончились, и на каждом шагу мне стали попадаться детеныши всевозможных тварей. У реки грелись на солнышке маленькие пёстрые варанчики, которые, завидя у меня тотчас, ныряли в пенистый поток. В воде возле кабинета плавали две черепашки размером с монету. Точное повторение взрослых черепах с тарелкой величиной, которых я часто видела на камнях, на противоположном берегу. Но самое удивительное детское попалось мне как-то утром, когда я пошла гулять по берегу реки. В заводе по соседству с одним из бродов Эльсы появились какие-то исполинские головастики. Они стояли в воде торчком, усиленно загребая хвостами. Я присмателась. Крокодилята! Длина сантиметров 15-20, значит, им от силы 2-3 дня. Испещенная черными пятнами грязно-серая шкурка была отличным камуфляжем. Они держались возле самого берега и время от времени карабкались на крутой откос. Я насчитала 9 штук на квадратном метре. Кажется, один играл роль караульного. Он иногда заплывал в реку, но сразу же возвращался обратно. Крокодилята все время норовили положить свои несоразмерно большие головы на плавающий камыш, и, чтобы удержаться на поверхности, непрерывно перебирали лапками. Задние лапки у них были широкие и неуклюжие, но больше всего меня поразили глаза светло-кирпичного цвета размером с горошину, чуть мутноватые, но с ясно различимой вертикальной щелью зрачка. Выпуклые надбромные дуги и крупные шишки на конце морды приливали крокодилятам забавный вид. Длина у них, видимо, была отличная, так как малейшее наше движение заставляло их нырять, хотя мы стояли метров шести или синие от них, а вот разговоры, щелканье камеры на них не действовали. Мы принесли из лагеря мясо и протянули им на палки. Крокодилята отнеслись к нему равнодушно. Также приняли они червяков. Их не привлекали ни жуки, ни стрекозы, ни головастики. Но едва Джордж заговорил на крокодиле и лад им-ин, как малыши сбились с кучей, повернули головы на звук. Подойти ближе они не посмели. Среди камышей им было спокойнее. Значит, они не глухие. Слышат и нашу речь, и щелканье камеры. Просто эти звуки им ничего не говорят. Скорлупу янис, из которых они вылупились, мы не нашли. Возможно, крокодилята появились на свет на противоположном берегу, но туда мы не могли перебраться из-за разлива. Через два дня мы застали в этой заводе всего двух крокодилят, а в следующий раз лишь одного. Костушка чуть подсохла, приехал Джордж и привез с собой пятерых объездчиков. Постоянные обходы должны были пресечь браконьерство. Для кордона мы выбрали место подальше от лагеря Эльсы. Джордж наблюдал за его устройством и прокладкой новой дороги. Мы рассчитывали, что главная часть работы будет сделана за две недели. Потом мы будем все реже навещать Эльсу, чтобы львята учились охотиться с нею и вели действительно дикую жизнь. Наше затянувшееся пребывание в Боше привело к тому, что они слишком привыкли жить в лагере. Правда, мы не сделали их ручными, и только джесты по-настоящему привык к нам, а в общем все дикие инстинкты львят сохранились. И уж, конечно, Гу, Паэльса маленькая терпили настолько, потому что мать подчеркивала своей дружей любви к нам. Интересно, сумела ли Эльса каким-то образом мушить им, чтобы они не причиняли нам зла? У них вполне хватило бы на это сил. Или же они просто подражали ей? Скажем, если бы жест пониздерживал себя, он во время игры или приступа ремности легко мог бы нас поранить. Но львенок хорошо владел собой, а когда у него бывало дурное настроение, он предупреждал нас об этом. Гу повел себя более холодно, но и он не задевал никого, пока его не трогали. Эльса маленькая была по-прежнему робкой, правда к нам она уже относилась спокойнее. Странно, что ни один из львят никогда не влезал следом за матерью на крышу лендровера. Ведь они с обидой смотрели на нее снизу, когда она забиралась туда, спасаясь от их приставаний. Львята отлично лазали по деревьям, так что им ничего не стоило бы вскочить на капот и оттуда на кабину, как делала в детстве Эльса. Но почему-то лендровер был для них запретной зоной. Когда Джордж уезжал, Джеспа и Гупа устраивались в его палатке. И если он возвращался вечером, там становилось тесновато. Меня это беспокоило, ведь Джордж любил спать на низкой кровати, и мало ли что может случиться, когда под боком лежат и Эльса, и Джеспа, и Гупа. Но львы вели тебя на диво хорошо. Если Джеспа кусал Джорджа за пальцы ног, тому было достаточно крикнуть нельзя, и львенок тотчас оставлял его в покое. Однажды ночью Эльса, повернувшись во сне, прокинула кровать Джорджа, он упал на Джеспа, а тот хоть бы что. Гупа, который спал у изголовья, даже не пошевельнулся. Вот насколько львята с нами освоились. Среди ночи из-за реки донеслось рычание чужого льва. Эльса встала и увела львя с собой. Возможно, что приходила сферепая львица, потому что на следующий вечер семейство съело свое мясо возле самой палатки, и здесь же были зарыты в землю внутренности, что вовсе не обрадовало Джорджа. Вскоре снова во мраке послышалось рычание, и Эльса увела детей за реку. Переправляться им пришлось вплавь, так как река была все еще глубокой. Утром, обнаружив следы чужой львицы возле самбо лагеря, мы поняли, что наши львы рисковали не зря. Через день, возвращавшись с прогулки, мы застали за ужином Эльсу и двоих львят. Жеста с ними не было. Впрочем, мы его тут же отыскали. Он стоял за палатками и уписывал жареную цесарьку, который стащил нас со стола. Риза у него был такой озорной, что мы не могли не рассмеяться. Одно нам было непонятно, почему он предпочел жареное мясо сыром. А на следующий день мы снова удивились, когда, наткнувшись на семейство Буши, увидели, что львята сосут мать. Им было уже по десяти с половиной месяцев, и в реале они что-нибудь извлекали из сосков. К этому времени у Жеста и Гупы появились первые признаки зрелости. Нежный пушок на шее и вокруг морды выглядели они очаровательно, хотя у них и был теперь слегка запущенный вид. Эльса радостно приветствовала нас. Жест протер ее в сторону, чтобы мы его погладили. Она посмотрела на нас, потом одобрительно облизала своего сына. Мы вернулись в лагерь вместе с ними. Здесь лежали остатки вчерашнего ужина, но Эльса не захотела их даже нюхать, она потребовала свежего мяса. Немного спустя за рекой заворчал леопард. Эльса быстро побежала на голос. Минут через пятнадцать львята последовали за нею. Молодец, Эльса сама защищает свой участок. Ночью рычал лев, и когда стемнело, мы проследили отпечатки его лап до больших скал. Видимо, львят что-то напугало, потому что двадцать четвертого ноября они отказались плыть с матерью через реку, ей пришлось дважды возвращаться за ними, прежде чем они решили. На том берегу семейство затеяло отчаянно возню. Эльса катала джеспу по земле словно мяч, что ему очень нравилось, а бедный Гупа неуклюже прыгал между ними, всячески стараясь обратить на себя внимание. Когда я подошла с фотоаппаратом, Гупа заворчал на меня, получил от джеспы затрещину и притих. Даже в забавах чувствовалась разница в нраве львят. За обедом, как всегда, все обиды были забыты. Джош подстрелил цесарку. Я хотела отдать Эльсе маленькой, и подошла к львятам, пряча птицу за спиной. Выждав, когда Эльса маленькая на миг оторвалась от еды, я показала ей цесарку. Она тотчас смекнула, в чем дело, и уже не спускала с меня глаз, продолжая есть между братьями. Я отошла в сторону, бросила птицу за куст, так, чтобы братья не видели, и стала показывать ей рукой на цесарку. Она мигом сорвалась с места, схватила добычу и спрятала заросли, где могла насладиться в одиночку. На следующий день мы обнаружили семейство на камнях, за рекой, против кабинета, над большой заводью, в которой одно время жил огромный крокодил. Львята, видимо, арабели, и Эльса одна переправилась к нам, расхватила тушу, которую мы принесли, и поплыла с нее обратно, теперь уже выше, по течению. Берег там был намного круче, зато как будто не родились крокодилы. Семейство явно еще не успело проголодаться. Львята от мяса отказались и затеяли игру на деревьях. Они пробирались по свисающим над рекой сучьям, стараясь столкнуть друг друга в воду. Потом к ним присоединилась и Эльса. Она стала показывать львятам, как поворачивать на ветке, как переходить с одного сука на другой. Уже стемнело, а они все еще не прикасались к мясу. Боясь, что оно достанется чужакам, и Эльсе придется драться за него с кем-нибудь, Джош решил забрать его. Но сначала надо было переманить семейство на нашу сторону, а то они не дадут притронуться к нему. Джош отошел подальше и переправился незаметно для них, а я стала приманивать их цесаркой. Хитрость удалась, и все четверо приплыли ко мне. Но едва Джордж подошел к туши, как Эльса тотчас вернулась защищать ее. Джорджу долго пришлось задабривать Эльсу, прежде чем она позволила ему переправить мясо на наш берег. Однако теперь она не отставала, а поплыла рядом, недоверчиво поглядывая на него. Львята взволнованно метались по берегу, но матери на помощь не поспешили. Странно ведь, обычно они не боялись реки, да и уровень воды теперь намного понизился. Впрочем, позднее они целиком себя реабилитировали. Как только стемнело, мы услышали, что к Солонцу пришел носорог. Эльса помчалась туда вместе с ольвятами, и по хрюканье носорога мы поняли, что они обратили его в бегство. Молодцы! Не побоялись такого крупного и свирепого зверя. Когда Джеспа бывал в игривом настроении, он любил потихать всех. Выбрав день, когда он был особенно оживлен и всех задирал, я положила на свисающую над рекой ветку деревянный поднос. Что он придумает? Джеспа мигом влез на дерево, прижал качающийся поднос лапой и попытался ухватить его. Это ему удалось, и Джеспа, держа поднос в зубах, стал осторожно спускаться, то и дело останавливаясь, чтобы проверить, воздаем ли мы должное его ловкость. Наконец он достиг земли и принялся важно расхаживать со своим трофеем, пока Эльса маленькая и Гупа не положили конец представлению, набросившись на брат. Отпуск Джорджа подходил к концу. Кажется, теперь самое время уезжать из лагеря. Эльса уже взяла верх над свирепой львицей и сможет отстоять свои владения. Браконьеры, по-видимому, ушли отсюда, и, надо надеяться, не покажутся здесь до следующей засухи. А к тому времени объездчики сумеют справляться с ними, ведь кордон почти готовый, патрули уже несут службу по берегам реки. И львята уже превратились в сильных молодых львов. Пора им охотиться с матерью, вести естественный образ жизни. С каждым днем они становились все ревнивее. Как бы наша любовь к Эльсе не толкула их на какой-нибудь проступок. Но к разлуке их надо приучать постепенно. Первый раз мы решили уехать на шесть дней, но из-за сильных дождей я попала в лагерь лишь на девятый день. Мне очень трудно пришлось без Джорджа, что надо было самой вытаскивать грузовик и лендровер из грязи. На это у нас ушло два дня. На выстрелы Эльса не явилась. Следов ее нигде не было видно, правда, их могло смыть дождем. Я отправилась большим скалом, и по пути встретила все семейство. Они тяжело дышали, видимо, прибежали издалека, услышав мой сигнал. Эльса радостно меня встретила, а Джесс постарался втиснуться между нами, чтобы я его погладила. Гупа и Эльса маленькая держали сторонки. Все четверо выглядели отлично, нисколько не отощали. У Эльсы на шее и морде были метены над укусом, но, кажется, ничего серьезного. У Гупы отросла длинная темная грива, у Джесса она была посветлее и короче. Я представила себе, какой это будет чудесный прай через год. Две стройные львицы и два льва, темный и светлый. Мы привезли козью тушу, и Эльса сразу приняла за еду. Но львята не рвались к мясу, они сначала немного поиграли, и только потом присоединились к матери. Насытившись, Эльса подошла ко мне приласкаться, пользуясь тем, что львята увлечены едой, и можно не опасаться сцен ревности. Стремление Эльсы избежать ссоры и недоразумений ясно проявлялась и на следующий день. Я выдала львятам цесарку и стала наблюдать, как они спорят из-за добычи. Гупа сердит и ворчал на Джесса, Эльсу маленькую на меня. Эльса тотчас прибежала посмотреть, в чем дело, убедилась, что никто не обижает гупу, и вернулась на крышу лендровер. Я подошла к ней через несколько минут, и пока львята еще ели, Эльса зашипела и ей два раза стукнула меня. Я тоже ушла, удивляясь, чем это я заслужила такое обращение. Тогда Эльса спрыгнула на землю и стала ласково тереться об меня, словно прося извинения. Я погладила ее, и она легла рядом, положив на меня лапу. Но стоило подойти львятам, как Эльса отвернулась, напустив на себя равнодушие. Она все время давала понять, как беспокоиться о том, чтобы львята ладили с нами. Как-то вечером, наевшись досыта мяса, Джесса пришел ко мне в палатку. Играть ему было тяжело, он просто повалился на спину, выставил кверху живот, и посмотрел на меня, явно прося погладить. Так как он был настроен миролюбиво, я отважилась погладить его шелковистую шерстку. Он зажмуился, и почмокал от удовольствия, Эльса, все время наблюдавшая за нами, спрыгнула с машины и лизнула на собой их, радуясь нашим добрым отношениям. Эту идиллическую сцену неожиданно оборвал Гупа. Он незаметно подкрался и уселся на свою мать, всем видом показывая, как нежелательно мое присутствие. Я отошла в сторонку и принялась рисовать их. Как не любила Эльса своих детей, она непременно наказывала их, если они делали что-нибудь нам неугодное, хотя бы ими и руководили только врожденные инстинкты. На ночь мы запирали коз в моем грузовике, но когда он был отправлен на ремонт, пришлось держать их за колючей оградой. И вот однажды Джеспа устроил форменный осад. Мы уже стали опасаться, что ограда не защитит коз. Пытались отвлечь его и так, и так, но ничто не помогало. Тогда умешалась Эльса. Она подошла к сыну, пробуя увезти его. Он не послушался. Эльса дала ему несколько тумаков, Джеспа дал сдачи. Было потешно смотреть на их сражения. В конце концов, Джеспа позабыл о козах и пошел за Эльсой в палатку, где и ждал обед. После еды Джеспа решил придумать себе какую-нибудь новую забаву. Сперва он стащил банку со сгущенным молоком и катал ее по брюзентовому полу палатки, пока все не перемазал. Потом завладел подушкой Джорджа, но перья щекотали его, и он стал искать другую игрушку. Не успела я опомниться, как Джеспа схватил коробку с моими шлейными принадлежностями и удрал темноту. Я перепугалась, что коробка раскроется, и он проглотит иголки. Схватив жареную цесарку, я бросилась вслед за ним. К счастью, вид цесарки соблазнил Джеспа. Он выпустил коробку, и на траву посыпались иголки, бритвенное лезвие, булавки, ножницы. Мы все это тщательно собрали, чтобы львята на что-нибудь не напоролись. Глава 14. Начинается Новый год. Снова настала пора уехать в Иссеово и дать львятам пожить дикарями. 3 декабря я отправилась в администрацию округа, в котором расположен лагерь Эльсы, чтобы рассказать про львят и посоветоваться, как лучше использовать часть гонорара за мою книгу для нужд заповедника. Эльса представляла для заповедника немалую ценность. Во-первых, люди во всем мире, читая о ней, проникались интересом к судьбе диких животных. Во-вторых, мой гонорар от счастья пошел на учреждение Нового Кордона. Но местные жители были недовольны, считая, что из-за нее мы усилили борьбу с браконьем. А недавно в Танганьике прирученный лев убил женщину, и вот я услышала, что этот случай усилил неприязнь к Эльсе. Еще поговаривали, что дружба львицы с нами делает ее опасной для посторонних, так как она перестала бояться людей. Меня предупредили, что из-за всего этого придется, возможно, переселить Эльсу в другое место. Четыре дня спустя мы услышали, что в километрах двадцати от лагеря Эльсы Лев напал на двух африканцев. Джош тотчас отправился расследовать все обстоятельства. Когда он приехал в лагерь, было уже поздно, и он решил подождать до завтра. Вечером Эльса и Левиата весело играли в палаток. Еле не жадно, хотя ничуть не отощались за семь дней разлуки с нами. Как только расцвело, Джош отправился на кордон, но объездчики ничего не слышали о нападении Львана людей. Он попросил их осмотреть место предполагаемого происшествия и возвратился в лагерь. Чтобы удержать семейство у палаток, Джош дал им козью тушу. Они уволокли ее в заросли и пробыли там до вечера. Я приехал на следующий день с грузовиком и лендровером. Мужчины измучились за дорогу, час был поздний, и мы не стали освобождать крузовик для коз, а загнали их в бом. Эльса не могла не слышать гула моторов, и все же она не вышла встретить меня. Такого еще никогда не случалось. Только я легла спать, как львята атаковали бом. Трещали сучьи, ворчали львы, блеяли обезумевшие от страха коз. Когда мы прибежали туда, Эльса Гупа и Эльса Маленькая уже убили по козе. Джеспе тоже придавил лапы жесту, но Джордж успел спасти ее. Два часа мы ловили перепуганных, разбежавшихся коз, наконец, всех собрали и поместили в машину. Привлеченные шумом вокруг лагеря бродили гимны. Эльса унесла свою добычу за реку. Джордж спустился на берег и увидел огромного крокодила, который хотел перехватить ее. Джордж выстелил и, к сожалению, промахнулся. До двух ночи прождал он реки, но крокодил больше не появлялся. Львята оставались со своей добычей на берегу, очень расстроенные, что мать ушла от них за реку. С полчаса они тревожно мяукали, потом решились переплыть за нею, так и не отведав добычей. Под вечер вернулись объездчики, слухи о нападении львов на людей не подтвердились, зато они узнали, что местные жители настроены против Эльсы. Было очевидно, что ей грозит немалая опасность, и мы стали обсуждать, как нам действовать дальше. Охранение Эльсу и львят от браконьеров, мы прожили в лагере дольше, чем рассчитывали в начале, целых полгода. И, конечно, мы помешали им естественно развиваться, а если приезжать сюда и впредь, львята станут совсем ручными, и уж вряд ли смогут жить самостоятельно в буш, да и местные жители еще больше ожесточатся. Но оставить здесь Эльсу и львят одних тоже нельзя, значит, нужно поскорее найти новое место и переселить их туда. Нам и для Эльсы было нелегко подобрать подходящий район. Еще труднее будет теперь, когда появились три львенка. Конечно, мать научит их охотиться и давать отпор естественным врагам, но как найти такое место, где бы им не угрожал самый страшный враг, человек? Джоша вставил на меня лагерь и поехал в Исиола, надеясь там придумать какое-нибудь решение. Я отправилась вместе с Нуру в гряде в Арчун. Эльса тотчас прибежала к нам, поздоровалась, но когда я стала карабкаться вверх, чтобы взглянуть на спящий вверх, она села поперек тропы и не пустила меня. Лишь после нашего ухода она позвала детей, я видела в бинокль, как Джеспа и Гупа, спустились к ней, но Эльса маленькая осталась наверху, словно часовой. Когда стемнело, они явились в лагерь. После еды Эльса весело играла с сыновьями в палатке, пока они наконец не уснули, крепко обняв друг друга. Я стала их рисовать, а Эльса маленькая сидела снаружи и наблюдала за мной. Ночью послышался голос чужого льва. Три дня гость бродил где-то по соседству, и Эльса не отходила далеко от лагеря. Только когда чужак убрался, она решила сводить львят на большие скалы, да и то очень быстро вернулась, точно задумала пообедать пораньше, чтобы не помешали никакие львы. Я обычно встречала их на пути в лагере, и часто бывало растрогано поведением джеспа. Когда мы с Эльсой здоровались, он тоже хотел в этом участвовать, но понимая, что я, побаиваясь его когтей, поворачивался ко мне спиной и стоял совсем неподвижно. Глазь, мол, ничего не будет. Так у него и повелось с тех пор. Последнее время в лагерь по вечерам наведывалась Генета. Она вскакивала на машину, оттуда на дерево, где висели гнезда ткачей, быстро поднималась к самой верхушке и по гибким ветвям подкрадывалась гнездом, даже свет моего карманного фонарика не смущала. Генета была еще совсем молодая, малый вес и размеры позволяли ей ходить по самым тонким веткам, но чтобы добраться до птицы через обращенный к нему вход, требовали сложные акробатические маневры, и пока Генета примирялась, птицы, к счастью, успевали ускользнуть. Все это происходило в полной тишине, даже улетающие скачи почему-то никогда не оповещали криком соседей, что появился убийца. Наконец Генета пропадала в листве и сильно встряхивала гнездо, а через несколько секунд не сыпались перья, свидетельствуя о трагедии. Я приметила по часам, что Генета ухитряется каждые пять минут ловить по птичке. Обычно на эту пору дожди прекращаются, но теперь они почему-то затянулись, и для декабря буш был удивительно зеленым. Возможно, поэтому ткачи не покидали свои гнезд. Из-за дождей река сильно сдулась. Как-то вечером я услышала в кустах пониже палаток хохот гиен. Эльса и львята решили прогнать их. Судя прощания, дело дошло до настоящей драки. Вскоре подали голос два льва, Эльса ответила им. Они рычали всю ночь, и на рассвете Эльса, несмотря на разлив, увела львят за реку. Ей явно не хотелось встречаться с чужими львами. 20 декабря львятам исполнился год. День начался тревожно. Из-за разлива мы не смогли переправиться и проверить, как поживает наше семейство после беспокойной ночи. Поэтому я очень обрадовалась, когда под вечер они сами явились в лагерь, мокрые насквозь, но невредимые. По случаю праздника мы припошли им цесарку, которую я разделила на четыре равные части. Проглотив свою долю, Эльса вскочила на лендровер, а львята принялись заказлять. Видя, что все они поглощены своими делами, я пошла с Македа на вечернюю прогулку в Буш. Не успели мы сделать и нескольких шагов, как Эльса соскочила с машины и отправилась за нами. Тогда и жест, убросив мясо, побежал за матерью, а вскоре мы увидели, что Эльса маленькая и губа несутся сквозь заросли параллельно нашей тропе. В том месте, где дорога ближе всего подходит к большим скалам, львы остановились и стали кататься по песку. Я немного постояла рядом с ними и когда заходящее солнце обогрело скалы, пошла обратно. Видно, Эльса решила провести вечер здесь, но к моему удивлению она снова догнала меня и пошла рядом, так, чтобы я могла сгонять с нее мух-цеце. За нами, как послушный ребенок, трусил джесты. Гупа и Эльса маленькая, не торопясь, были где-то позади, и нам то и дело приходилось останавливаться и ждать их. Видимо, Эльса просто-напросто решила прогуляться вместе со мной. После рождения львят это случилось впервые. Мне было приятно отметить день рождения львят такой чудесной прогулкой. Когда мы вернулись в лагерь, Эльса улеглась в моей палатке. Сыноя левели рядом, прижались к ней и обняли лапами. Я принялась рисовать их. Через некоторое время Эльса отправилась на крышу линдровера, а дети приступили к обеду. Воспользовавшись случаем, я подошла к Эльсе, чтобы погладить ее. Она ответила мне лаской. Мне хотелось благодарить ее за то, что она позволила нам участвовать в воспитании львят и разделять ее тревоги, самую опасную для детенышей пору. И вдруг, словно это было напоминание о том, что мы с Эльсой принадлежим двум различным мирам, дали зарычал лев. Эльса насторожилась и ушла. Утром на берегу реки мы обнаружили следы львицы, но Эльса нигде не было. Она не показывалась в лагере целый день и ночью тоже не пришла. На вторую ночь мы услышали рычание двух львов и нам стало ясно, почему Эльса не приходит. На следующий день около девяти утра я застала ее на гряде ворчун. Она рычала во всю глотку. Я откликнула ее, но она не отозвалась и продолжала рычать еще целый час. Кого же она могла звать в эту пору дня? Вечером Эльса привела львят в лагере обедать, но как только зарычал лев, она тотчас же ушла с ними за реку. 23 декабря семейство провело ночь в лагере. После завтрака я пошла вместе с Македой по дороге, чтобы проверить по следам, кто приходил сюда ночью. Эльса с львятами присоединились к нам и вместе мы шагали около трех километров. Джесп был очень ласков, терся мои ноги и даже позволил мне вытащить клеща, который впился ему в морду у самого глаза. Мы заметили двух шакалов, гревшихся на солнце. Я и раньше уже их здесь встречала. Они нас совсем не боялись и не убегали при нашем приближении. Вот и теперь они не двигаются с места, хотя нас разделяют каких-нибудь тридцать метров. И только когда Эльса кинулась в свою сторону, они улезнули, но стоило ей отвернуться, как шакалы высунули из-за кустов свои морды. Мы дошли до большой лужи, львы напились из нее. Солнце теперь сильно припекало, и я ждала, что Эльса останется у воды на целый день. Нет, она пошла с нами обратно в лагерь. Я невольно подумала, что вся наша большая семья совершает воскресную прогулку. Кажется, Эльса решила порадовать меня по случаю сочельника. На обратном пути мы снова увидели шакала, но разморенные знойом львы не захотели с ними связываться, так что шакалы даже не сдвинулись с места при нашем приближении. Эльса и львят опоминутно останавливали, чтобы отдышаться в тени под деревьями, а когда мы подошли к большим скалам, они вдруг ринулись бегом через кустарник, несколько прыжков достигли вершины и улеглись там среди камней. Я была двинута с Леном, но Эльса дала мне понять, что они хотят побыть одни. Она никогда не стеснялась проводить грань между двумя мирами, и пришлось мне довольствоваться несколькими снимками. К чаю приехал Джордж с целым чемоданом писем. Пока мы собирали цветы, чтобы украсить лагерь по случаю Рождества, он рассказал мне, какие возможности есть для Эльсы и львят. Его особенно привлекал участок возле озера Рудольф, где им не приходилось бы опасаться людей. Джордж уже получил разрешение властей и собирался поехать туда, чтобы подыскать наиболее подходящее место. Природа на севере Кеннии довольно неприветлива, так что я без особой радости слушала Джорджа. А в это время к нам присоединилась Эльса. Две отобегали следом за ней, весело играя, и я с Борьей в душе представляла себе, как они будут бродить в углю моей вулканической пустыне, там озер. В лагере семейства получила свой ужин, а я тем временем принялась накрывать праздничный стол, которую сберегла с предыдущего Рождества, и рядом с ней вторую, поменьше, только что присланную из Лондона, потом достала подарки для Джорджа и Боя. Джеспе очень внимательно следил за мной, и как только я отвернула, чтобы взять свечи, подскочил к столу, схватил сверток с рубашкой для Джорджа и удрал с ним кусты. За ним сейчас же побежал Гупа, и они наигрались сласть. Когда мы наконец отняли у них рубашку, она уже не годилась для подарка. Стемнело, я начала зажигать свечи. Джеспе тотчас решил, что мне нужна его помощь. Я едва успела помешать ему стащить со стола скатить с елками и горящими свечами. Пришлось долго задабривать его, чтобы он отошел в сторонку и дал мне зажечь остальные свечи. Когда все было готово, Джеспе подошел к столу, наклонил голову и стал разглядывать сверкающую елку. Потом сел и долго смотрел на горящие свечи. Они постепенно таяли и гасли одна за другой. Когда меркло пламя, мне казалось, что уходит еще один счастливый день, проведенный нами в лагере. Вот погасла последняя свеча, и казалось, что мрак спустился еще больше, заслоняет нас в будущее. Эльса и Левиата мирно лежали в траве, их почти не было видно. Мы сели читать письма, на это ушел не один час. Мысленно мы путешествовали по всему свету, навещая всех людей, которые прислали поздравления и пожелали счастья и нам, и Эльсе с Левятами. Хорошо, что одним из последних я вскрыла конверт, в котором был приказ убрать Эльсу и Левят из заповедника. Лагерь Эльсы 24 декабря 1960 года.